В 7 часов вечера уже несколько минут даже, и мы с вами снова встретились в проекте «Профилактикум Бодездоров онлайн. Этап очищения». Приношу извинения за небольшую задержку. Сами понимаете, зрителей много, интернет немножко подводит, поэтому были небольшие технические нюансы, но сейчас все решили. У меня сразу же огромная просьба, пожалуйста, так как сегодня много зрителей и прибывают постоянно. Напишите нам в чат, всех ли все в порядке со звуком, с изображением. Я пока вам напомню, собственно, для чего мы здесь все собрались. У нас идет первый этап нашей комплексной программы «Профилактикума». Первый этап называется «Очищение». И здесь мы говорим именно о том, как достичь чистоты, скажем так, во всех ее проявлениях. То есть это чистота духовная, физическая. Но прежде всего нужно знать и то, что к очищению организма нужно тщательно готовиться. Так же, как, в принципе, и ко всем глобальным переменам в жизни. Так, здравствуйте, я вижу, добавляются зрители. Пошли первые плюсики. Напоминаю, если есть какие-то сложности со звуком, с изображением, нажимайте клавишу F5, чтобы обновить страничку. Если что-то еще происходит, не помогают такие простые действия, можете попробовать повторно зайти по ссылке, по которой вы попали на вебинар. Либо еще как вариант почистить короткую память кэш-браузера. И в этом случае трансляция проходит, как правило, без сбоя. Так, напоминаю также, что в чате ждем ваших вопросов, комментариев, приветствуем критику, но, пожалуйста, воздержите каких-то резких высказываний. Также запрещена реклама, запрещено размещение в чате ссылок, картинок, видео, потому что такие вещи очень сильно мешают трансляции. Вот. Напоминаю также и о том, что прямо сейчас вы можете заказать все записи проекта «Профилактику». Это об очищении баннер, при этом висит у вас на экране на чате. Так, вот, видимо, немножко припоздал комментарий, потому что мы уже начали. Вот. И перехожу к нашему сегодняшнему гостю. Вы знаете, дорогие друзья, должна я вам сказать, что начиная с сегодняшнего вечера у нас выступает целая плеяда звезд, это признанные эксперты в области здравоохранения, в области самосовершенствования, улучшения здоровья. И как раз сегодня открывает этот, скажем так, звездный комплекс человек, который специалист, который уже неоднократно был у нас, который мы все очень ценим. И, мне кажется, нет среди нас никого, кто не признавал бы его лучшим экологом и специалистом по биологии на сегодняшний день. Это Юрий Андреевич Фролов. Буквально через минутку я передам ему слово. Скажу только, что сегодня мы подготовили для вас замечательное предложение. Мы об этом еще будем говорить, но как раз вот сегодня вы сможете приобрести полный комплекс средств для очищения организма. Вот. А пока я передаю слово Юрию Андреевичу. Юрий Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Здравствуйте все уважаемые авторы, соведущие и, конечно же, дорогие наши зрители. Вот. Что ж, тогда я, пожалуй, могу начать и продолжить, да? Да, конечно. Тогда скажу сначала пару вводных слов, маленький регламент, но дальше перейдем, как всегда, к самой теме непосредственно. Да, действительно, тема крайне важная. Я ее бы назвал сегодня так, мою лекцию. Это пищеварительная система, поскольку вообще, когда мы говорим об очищении организма, надо понимать, как мы организм можем загрязнить. Ну, это, безусловно, факторов на то очень много. Все, что мы дышим, пьем, но главное, едим. Это основной объем, соответственно, по массе. Это то, с чем мы можем, значит, скажем, зашлаковать, загрязнить организм, особенно если это питание неадекватно, если оно напичкано химическими веществами, ну и прочие-прочие факторы. Я сегодня о них скажу вкратце, конечно, обо всех. Значит, системы очистки организма, их очень много, методик много, огромное количество книг. И, конечно, вы можете запутаться в этом, безусловно. Так вот, моя сегодняшняя задача, главная, в итоге какая? Чтобы вы поняли, в чем принципиальная суть вообще, что такое есть очищение организма, чтобы вы поняли, что это не просто вот некая процедура волшебная, а должны понимать, что любое есть на любую причину, следствие, надо найти причину, понимать причины следственной связи, знать, то есть, как происходят процессы биологические в организме. Но перед любым очищением должна быть подготовка, потом выбрана правильно, для вас конкретно, с учетом ваших болезней, ваших особенностей организма, ваша личная методика, я объясню эти все варианты возможные, голодание, очищение, промывание, с сорбентами использования, с использованием ферментов, потому что вдруг у кого-то есть кисты, миомы, как раз на голодание изумительный вариант, добавляя определенные ферменты, растворить вот эти кисты, миомы. Но также мы поговорим о том, как выйти правильно из голодания, чтобы не навредить себе, а также кому можно голодать, а кому нельзя. Потому что если у человека есть, скажем, определенные паразиты, ему голодать пока, он не выгнал их из организма, просто категорически нельзя и опасно. И вот в этом заключаются в том числе многие проблемы тех людей, которые говорят, а я начал, мне стало плохо, и вот я перестал, и все это ерунда. Нет, не ерунда, это единственный способ, природа нам дала голода, который есть в природе у всех животных в определенный момент, чтобы были чистки. Даже если животное что-то неправильно съело, даже если есть какой-то очаг инфекции, воспаления, голод, это действительно, как была пословица у нас, знаете, не тетка, говорят, но это полпословицы. Почему не договаривают вторую? Что значит потом? Да, меня всегда удивлял, голод не тетка. Это значит, что, мол, ну что, не тетка, тетка хорошо это или плохо, вот непонятно. Так вот, голод не тетка, а мать родная. Вот тогда понятно становится, что тетка-то бывает разная, а мать родная, она мать, понимаете, и в чем. Поэтому вот пословица в чем. Потому что так и есть, потому что наши предки прекрасно это знали, просто на интуитивном образе, потому что они были ближе к природе, жили в гармонии с ней. Мы, конечно, к сожалению, погрузились в этот технократический мир, мы стали иллюзорно жить и жить ради еды в основном. Наша, так сказать, еда превратилась во что? Ну, в общем-то, ложкой, вилкой мы роем себе могилу, это правда. Тем более, что еда изменилась, наши предки так не питались. Но мы в это верим, потому что мы хотим так есть. Ну и, собственно говоря, болезни только молодеют. Это не только из-за экологии, на то причин очень много. Итак, дорогие друзья, сейчас из вас все больше и большее количество людей приходит, присоединяются на конференцию. И у меня просьба такая, значит, когда я сейчас начну непосредственно свою лекцию, то если будут люди задавать приходящие вновь какие-то вопросы, а с чего, когда начали, как, ну, а вы будете знать ответы на эти вопросы, помогите мне и нашим организаторам, напишите в чат, что вот это будет, это есть, значит, запись будет еще к тому же, сможет человек с нуля ее сначала просмотреть, ну, день, по крайней мере, сутки. Значит, соответственно, дальше регламент у нас такой. Я вначале сейчас вам объясню, как устроена пищеварительная система, как она функционирует. Немного печени обязательно под желудочные железы, желчные пузыри. Это мы поговорим, потому что это неотъемлемая часть пищеварительной системы и вообще обмен веществ в организме. Дальше в самом конце мы с вами, я расскажу разные методики, объясню преимущества и недостатки по очищению организма. Зачем они нужны, как, почему. Конечно, в процессе сегодняшней лекции буду и в начале, когда будет к слову объяснять, вставлять какие-то ремарки важные, потому что я всегда пытаюсь объяснить именно причинно-следственные связи, то есть последовательность важного процессов и явлений, если это нужно в данный момент. Поэтому обязательно буду акцентировать. Вопросы вы, пожалуйста, в чат сейчас пока не пишите. Я их все равно не увижу, а вот в конце обязательно нашей встречи у нас будет тоже очень важная часть, это ответы на вопросы, ваши вопросы. Поэтому пока конспектируйте, пока записывайте на бумажку. Значит, теперь кто-то уже когда-то обязательно, я так думаю, видел мои лекции по системе пищеварения, по болезнью органов системы пищеварения. Но сегодня будут сделаны определенные акценты, даже если, как говорится, были повторения мать учения. Ну, а те, кто не был на этих моих лекциях, вот как сегодня будет, да, ну, этому, в общем-то, крупно повезло, потому что у вас есть возможность просто понять, как все происходит. Не верить кому-то на слово, врачам и так далее, а понять, разобраться самим, все очень просто. Я объясню так, чтобы вы просто поняли. Ну, а если будут сегодня у нас врачи-биологи, это будет просто прекрасно. После моих лекций часто пишут мне и врачи, и биологи, что действительно я вот просто понял, как, что называется, как-то прозрил. Потому что, к сожалению, все мы находимся в той или иной степени вот в этих матрице вот этих иллюзий, стереотипов, которые мы просто, ну, уверовали, не поняли, а просто уверовали, как в аксиомы. Вот говорят, есть аксиомы, они не требуют доказательств. Что за чушь? Что за чушь? Все требует доказательств. Все можно понять, все нужно понять, чтобы человек, только тогда он будет понимать вообще, как устроена жизнь, зачем, почему, если он поймет. А если он будет одно, затвердит, зубрит, поверит третьему, то он тогда будет чужими мыслями руководствоваться. Или чем еще? Своими желаниями. Порой человек много чего может хотеть. И успокаивает, и обманывает себя, что это полезно. А он будет убивать себя, своих детей. Вот что опасно. Я имею в виду касательно питания неправильного и так далее. Ведь наша тема сегодня очищение, а это все идет от питания. Мы загрязняемся через питание. Не только получаем необходимые питательные вещества, но и убиваем себя медленно. Если мы питаемся не нашей человеческой пищей, не видовой пищей, тем более термически обработанной, уничтоженной, где практически ничего живого уже не остается. Что мне... Смотрел уж, извините, маленькое отступление еще скажу. Мне просто прислали ссылочку. Я посмотрел на эту лекцию, как ее ведет такая Малышева, про капусту тушеную. Они с профессорами с двумя стоят и говорят, ну да, говорит, порадовало меня это. Они говорят, ну конечно, ну только да, но там никакой же питательной витаминов, ничего там уже не остается. Ну только для вкуса, только вот для вкуса. А что в результате происходит, товарищи дорогие? Только для вкуса, где нет никакой питательной ценности, витаминов, ничего уже не осталось. Вареная, я имею в тушеную капуста. А все, это балласт. Будьте уверены, что шлаки и токсины будут образовываться в организме и накапливаться. Вот зачем нужны очищения. Вам возникает вопрос, а надо ли загрязнять так организм, чтобы потом очищать? Ведь это порой не очень простая процедура, потому что система очищения это... Есть, конечно, я тоже о них расскажу, такие, которые каждый человек может пройти, и в той или иной степени ему будет лучше все-таки, конечно же. Но мы себя доводим до чего? До крайностей, то есть до болезней серьезных. И вот чтобы их вообще-то не было, предотвратить, лучше сразу взять себя в руки, понять, как устроена жизнь, что есть пища для нас, что нет. И тогда мы можем все-таки серьезным образом повлиять на будущее свое. Зачем мы будем сегодня убивать себя, завтра обманывать себя, говорить, а это все, при чем тут питание? А потом, может, и поймем, да поздно, или, по крайней мере, упущенные большие возможности, ну разве это разумно? Ну тогда вот надо мера понимания, глубина понимания важна. Вот сегодня давайте и попробуем. Так, ну что ж, давайте я вас переключу сейчас на нашу презентацию, по которой я буду вам сегодня, сейчас начнем свою лекцию. Итак, даже кто, повторюсь, последний раз был на моих лекциях по пищеварительной системе, я постараюсь основные моменты сегодня проскочить, так сказать, быстро разобрать, чтобы на главный вопрос больше времени оставить, но я же должен пояснить все закономерности и причинно-следственной связи. Это обязательно. Так, поэтому последний у меня сейчас вопросик к Екатерине. Теперь видно мою презентацию, да, подскажите мне? Да, все правильно, на экране мы видим презентацию. Ну и отлично. И у меня еще будет маленькая просьба к зрителям. У всех разные экраны, разного разрешения. Если кто-то, у кого-то слишком мелко и невозможно прочитать, то вы, пожалуйста, чуть-чуть проявите терпение, потому что Юрий Андреевич всегда все читает, подробно рассказывает, и никаких вопросов у вас не останется. Все, благодарю. Все правильно. Ну, я сделал немножко покрупнее, я надеюсь, вот людям будет так получше видно, в общем, покрупнее. Так, хорошо, начнем, дорогие друзья. Итак, начинаем мы, конечно, с темы пищеварения. Безусловно, вот правильное высказывание академика Павлова вы, наверное, видели, да, что действительно питание, кусок хлеба на столе на нашем может стать и причиной болезни, и страданий, и ранней смерти человека, может быть лекарством, ну, кусок хлеба в переносном смысле, то есть пища наша, понимаете. И говорил, собственно, и Гиппократ, что наша пища должна быть лекарством, должна. Лекарство – это и есть еда, только вот вопрос, какая? Это так и есть. Но во что мы превратились, что мы стали есть? Посмотрите, вот, так сказать, на вот, если маленького ребенка, закормить вот этой едой, то есть трижды вареные, убитые вот этот вот сушеный клейстер в виде макарон, так сказать, это и есть клей, обойный клей из белой пшеничной муки, либо пусть даже из другой, в меньшей степени вред, вред в любом случае, сушеный клей, вот ест эта девочка. Ну, потом, конечно, к нормальной пище, вот к зелени, к овощам она будет относиться вот так, фи, как вот эта девочка с середины кадра. Ну, и вырастет вот такой, скажем, женщины с уже своими, соответственно, проблемами, болезнями, как у миллионов, как у сотен миллионов людей. А должно быть вот так перевесить все-таки вот это яблоко, что природа создала, а не то, что сотворили люди по своему невежеству и чревоугодию и извращению закона природы. Ну, вот, должно быть как радость и вкус, и энергия. Пища ведь должна давать счастье, энергию, бодрость. Вот, ну, соответственно, понятно. Теперь мы посмотрим с вами, что оказывает непоправимый, действительно, порой непоправимый. Хотя человек пока жив, все-таки скажу, что поправить может все, что угодно. Что оказывает воздействие на, так сказать, нас в плане, вот, вот, чтобы здоровье будет постепенно, резерв его истощаться, а болезни приходить. Но это, безусловно, продукт рафинированный, об этом вообще я не говорю, так сказать, все, что химическая пищевая промышленность производит, начиная от всяких там печений, крекеров и так далее, это не пища. Это вообще в природе нет, это не растет, это даже не бегает. Так, хорошо. Там есть такие всегда прелести, как маргарин, трансжиры, например, которые, безусловно, приводят к раку, просто не каждый человек от рака умрет из-за того, что, во-первых, годы жизни на это потребуются, иногда долгие, а человек умирает ведь и от других, более скоропостижных, так сказать, проблем. Инсульты, инфаркты, все это влияет, все это влияет. И сказать себе, а ничего страшного, раз, еще один раз, еще один раз, это, во-первых, путь в никуда, это просто глупо, даже психологической точки зрения, чем просто себе сказать, что этого просто нету в природе для меня, ну, вообще нету. Да пусть хоть вокруг все едят, ну, я вообще, вот сильным человеком надо быть, ну, просто для этого понять надо. Каждый, даже, кто себя слабым считает, может стать сильным, если уразумеет. Ну, хорошо, продукты объединенные. Безусловно, почвы стали все менее и менее содержать, ну, скажем, минеральный состав объединяется, и, соответственно, в продуктах меньше минералов. Чем удобряют? Минеральными удобрениями, ну, там 5-6 минералов, а где остальные десятки микроэлементов, их нет. И из почвы давно уже все высосали за эти столетия, вот последнее интенсивное сельское хозяйство. И про эту проблему я всегда рассказываю в своих, ну, уже тематических других лекциях. По органическому земледелию и так далее. Так, все слаще и действительно урожайнее стало продукты, но это в основном, это не только селекция, это и, ну, к сожалению, вот четвертый пункт, это вот действительно внедрение трансгенных продуктов, уже это катастрофа просто, с этим мы должны бороться, слава богу, что вроде в России уже запрет есть. Хотя, конечно, проникли генно-модифицированные продукты, очень многие к нам в страну, к сожалению. Ну, тотальная химизация, тут вы все знаете, даже говорить об этом не буду, и понимаете, что это все вредно, а полезным это быть просто не может, потому что это противоестественно. Технологии хранения и перевозки сейчас таковы, чтобы добавляли туда, и добавляют консерванты, газы различные запаивают, прочие, так сказать, консерванты. Ну, и, собственно говоря, та же красная икра, например, там всегда формалин, то есть слабый раствор, но формалин, это, ну, вы понимаете, что такое формалин, кто с биологией хоть чуть-чуть, с медициной знаком, понимает, что это консервируют и трупы в формалине, и препараты различные, чтобы ткани вообще не разлагались, то есть по-другому сохранить нельзя. А вот есть только другой способ, это малая соль и заморозка, ну, так сказать, вы понимаете. Тем не менее, это полно, везде применяется химия, сейчас и красители, и эмульгаторы, всё, не буду править, понятно. Просто нужно выращивать самим пищу, нужно покупать у нормальных фермеров, есть биомагазины, ну, кто не имеет возможности, 6 соток у кого-то есть, слава богу, миллионы участков были розданы, так сказать, в советское время, и сейчас возможность какая-то есть, так что кто хочет, он всегда найдёт. Так, гиподинамия большая проблема, безусловно, её стали бить тревогу уже 80-е, а сейчас отсутствие движений, ну, и тем более компьютеры, мы офисные работы, сколько у людей, сейчас, ну, целые поколения выросли, это, конечно, беда. Потому что, значит, соответственно, меньше движений мышцы не работают, как должно лимфатическое, соответственно, система не работает, потому что она может приводиться в движение только сокращением разных групп мышц. А лимфатическая система, это, кстати, это наша канализация организма, очистка организма производится благодаря лимфатической системе, то есть прямо наша тема. Так, хорошо, кулинария – это вот, в общем-то, то, что, конечно, придумал человек, придумал от жиру, так сказать, беситься, стал беситься, хорошо жить стали, потому что действительно Бог создал пищу, то, что растёт на деревьях, то, что для нас создана какая пища, то, что даёт земля, и грешить на неё действительно, что, так сказать, этого недостаточно, это просто преступление перед землёй, природой и перед человечеством вообще. Ну и, конечно, говорят, Бог создал пищу, а дьявол кулинара – ну, в общем-то, это народная мудрость. Всё, теперь далее. Мы с вами смотрим, что вот эти факторы, которые влияют, безусловно, на здоровье и на передачу наследственной информации, что самое главное, на ДНК, на, так сказать, геномные мутации, генные и так далее. Это радиация, алкоголь, табак, другие яды. Это яды, загрязняющие из продуктов, так сказать, попадающих в атмосферу, благодаря заводам, так сказать, сбросам вод сточных. Раньше было сельское хозяйство на стране, сами знаете, так сказать, сыпали тысячами тонн, так сказать, и гербициды, и пестициды, но сейчас в меньшей степени, безусловно. Однако, так сказать, всё-таки это применяется при массовом, масштабном сельском хозяйстве. Почему? Я вот в этом вопросе абсолютно на 100% согласен со Стерлиговым, который действительно говорит правильно, что тысячи, сотни тысяч мелких крестьянских настоящих хозяйств нужны только плюс будет на то всем. И подрастающим детям могут здоровыми вырасти, и родителям, и крепкая семья, и ячейка общества, и, соответственно, государство. Крепкая только благодаря... И счастливые люди могут быть, конечно, только на земле. Только на земле. По-другому это невозможно. Значит, теперь в двух словах. В двух словах я вам скажу о печени. Но вот пусть пока побудет такая картинка, так сказать, я в двух словах вам скажу. Печень, конечно, это уникальный орган. Это самая крупная железа, внутренняя секреция. Это лаборатория, которая более 500 функций важнейших выполняет. Это химический завод. Это анализатор, перераспределитель химических веществ. Это главный фильтр крови нашего организма, который получает сразу кровь от кишечника. И, соответственно, все питательные вещества изначально попадают, ну почти все, в печень. А печень уже синтезирует белки плазмы крови. Кстати, она управляет белковым обменом, жировым, углеводным. Она синтезирует, накапливает многие гормоны, ферменты, витамины. Поэтому печенью, кстати, разбираются эритроциты, например, гены. И любые мертвые вообще клетки их производные. Печень же их, кстати, утилизирует. Она их разбирает и собирает вновь. Поэтому белковый обмен может быть так называемой рециркуляции белка в организме. Это насчет того, что нам надо пичкать белком, как будто мы какие-то бройлеры для откорма, так сказать, там на убой. Не нужно. Это у печени до 80% всего белка в организме может разбирать и вновь собирать. Это возможно. Это просто я не понимаю, почему медики, многие, но не понимают. Теперь, безусловно, печень обладает уникальными регенеративными способностями. То есть, буквально, если дать все условия необходимые, об этом мы поговорим, то даже 10% живых клеток печени способны регенерировать, восстановить печень. Не быстро, не сразу, но возможно. У детей гораздо быстрее, чем у взрослых. И не потому, что там какая-то непонятная термин старость. Что это такое? Ищерпание ресурсов? Ну, в какой-то мере, да. Но главное – это загаженность организма. Вот поэтому мы говорим об очистке. Что такое очищение? Вот это вот как раз мы будем говорить. Так, еще печень регулирует и участвует в обмене железа. Имейте в виду, и меди в организме. И когда говорят, что железа мало, а не имеет железо дефицитное, да, что врачи говорят? Есть мясо? Идиоты. Врачи обязаны, если он считает себя врачом, специалистом, первым делом отправить срочно ребенка, либо взрослого человека, у кого дефицит железа, либо там, значит, понижено содержание железа, куда? На проверку по паразитам. Потому что если у человека будет какие-нибудь токсокарин, келостомы, аскориды, так сказать, аскориды, кровь просто пьет, да, безусловно, у него будет дефицит железа или амбли, это первым делом. Но, однако, почему-то, если это не происходит, я не берусь утверждать, конечно, не все такие врачи, но если хоть кто-то при таком диагнозе первым делом не послал на проверку по паразитам, не ходите к этому врачу, он все равно ничего не знает. Или что, вы хотите к нему ходить только потому, что вы приписаны к там той или иной поликлинике, или вы раб, что ли, вы обязаны ходить? Ну, головой чуть-чуть подумайте. Ведь, ну вот просто вы представьте, вы знаете, как распространены паразитарные? Это паразитарные, легко заразиться. У меня отдельно на эти темы были лекции, может быть, кто-то на данной конференции, значит, я читал вот эти лекции, слушал. Это очень серьезная проблема. А с такими нарушениями правил гигиены, что сейчас творится, это просто на раз-два, так сказать. И если, например, одна аскорида маленькая выпивает, скажем, 30 мл крови в день, то вы представьте, если их 20, например, это сколько? Вот и посчитайте. И тогда не удивляйтесь, почему же лет? При чем тут мясо? Ну, какое мясо может быть? Это, знаете, вот эта вот тупость человеческая, просто поражена. Ну ладно, если человек не специалист. Но врачи, ну преступники тогда не учи. Хорошо. Про это мы еще обязательно коснемся этой теме. Для печени, как вообще для всех органов, для всех органов особенно опасны цитостатики, антибиотики, гормональные препараты. Почему? А потому что первым делом, что вы принимаете в себя, колете в кровь, ну в кровь в меньшей степени, но если через пищу, это прямиком первый удар наносится по печени. Вот почему те препараты даже говорят, а ну ничего страшного, от паразитов примем какой-нибудь, вермокс, декариус. Примите. И что дальше с печенью будет? Ну пока ничего. Помните, товарищи дорогие, что пока 90% печени, скажем, вот разрушено, например, 80-90, а 10-20 живо, вы еще не будете проблему с печенью серьезно, по крайней мере, ощущать. А потом уже будет поздно. Поэтому вы, конечно, можете применить эти препараты, которые разрушают и клетки печени, почки дальше бьют и так далее. Но, понимаете, я вам скажу наперед, что в природе есть любые, все средства, чтобы решить любую проблему. Но для этого надо знать, понимать и не иметь святую веру врачей. А я, знаете, я поражаюсь, неужели еще, ну я понимаю, когда прихватывает человек, он на все готов, почему-то он клюет на белый халат, ну так клюет он. Но есть врачи, конечно, единицы действительно умные, опытные, честные люди, такие порядочные, неравнодушные, есть единицы. Но если человек не знает прописные истины, медицинские, ну это просто, я не знаю, как это назвать. Хорошо. Давайте с вами я прямо вот быстро, что еще вам скажу, что, значит, давайте так, печень уже я, конечно, наверное, не буду сейчас, я только буквально мою презентацию, которая сейчас, она ведь не по печени, отдельно у нас тема, правда? Поэтому, что-то вот вы будете видеть, но я, если увижу сейчас, я быстро пролистну, какие-то акценты, я вам обязательно скажу. Значит, дело в том, что, давайте я сделаю так, вот вы на этой картинке, пока я вас остановлю, а я вам скажу, подытожив вообще вот по печени, если так можно сказать, ее функции, скажу так, какие у нее метаболические функции есть вообще, чтобы вы представляли и понимали важность этого органа. Это запас витаминов, да, вот я говорил, но скажу, какие, ну, жирорастворимый, вот А, Е, Д, К, и водорастворимого, например, B12, любимого теми, кто все время пытается оклеветать, живое питание, веганство и так далее. Значит, это обмен железа, меди, накопление многих минералов, безусловно, да, это синтез белков, гемоглобина, фибрина, альбумина, и плазмы крови. Ферментов очень много, это фильтр, понятно, нейтрализующий опасные яды, в том числе, кстати, фенолы, этанолы, вот ацетоны, это все в первый удар делают именно эти яды, если находится в том, что вы едите и пьете, именно по печени. Токсины, то есть, любой, например, аммиак, продукт распада белков, да, превращает мочевину, это печень, а дальше же почки выводят ее, куда? С мочой наружу, правда? Да вот, поэтому, значит, вот печень нейтрализует избыток гормонов, витаминов, если химические, то это очень плохо, я противник химических витаминов, вот, значит, теперь, образование желчи, вот это очень важно нам сегодня, включая наши темы, знать, почему, потому что в процессе пищеварения желчи играет огромную роль, я потом про это скажу, когда мы дойдем до, ну, скажем, уже вот строения пищеварительной системы и поймем, какую роль она играет. Значит, теперь, теперь, энергообмен, то есть, запас гликогена, ведь глюкоза, сахара простые, могут резервироваться в виде специального такого животного крахмала, который называется гликоген, и печень запасает огромное количество гликогена, мышечная ткань, ну и печень. Потом, печень участвует, конечно, в липидном обмене, в жировом, то есть, это понятно, она синтезирует и фиры холестерина, и сам холестерин, и фосфолипиды, и либо протеиды различной плотности, то есть, весь контроль липидного обмена. Поэтому, если в этом плане есть проблема, проблема, в чем автоматически у вас? В печени 100%. То есть, если излишний вес, если, так сказать, изжог, какие-то, в общем, печень страдает первое, это надо понимать. В процессе неправильного питания, образа жизни, печень страдает первой. Значит, печень синтезирует пигменты, кстати, билирубин, например, да, и поэтому, вот, все болезни, если витилиго у кого-то, так сказать, это автоиммунное заболевание, это связано с чем? С печенью, безусловно. Вот. А, кстати, у плода, в организме матери, печень еще выполняет кровотворную функцию. Вот так вот. Ну, и так далее, и так далее. Значит, теперь буквально в двух словах симптомы, если проблемы какие-то с печенью, да, потому что их может быть сколько? Очень много, от какого-нибудь, там, любого формы гепатита, цирроза, так сказать, ну, более простых форм, до серьезных. Значит, если тошнит человека, это только с печенью, связано всегда. Могут быть другие проблемы, но они наслоены, но это с печенью всегда. Слабость постоянная, вот если утомляемость, обязательно. Укачивание в машинах детей обязательно с печенью, не тем кормите. Мигрени, сухость, горечь во рту, непереносимость жирной пищи, вот это, да, такой жирный белый кал, если повышенный вес, боли, спазмы в области печени, желтизна некая такая, да, значит, вот, ну, при этом еще бывает, что и злость, агрессия, тогда точно это сопр, а раздражительность не, ну, такая вот, скажем, перманентная и непостоянная, и непонятно на что. Рвоты, если это всегда печень, любые могут быть проблемы, но это всегда печень. Плохой запах изо рта, конечно, тут может быть еще лимфа, грибковые заболевания, но тем не менее, это печень. Пигментации неправильные, плохой загар, вот это показатель, 100% работы печени неправильной в плане пигментации. Если сосудистые красные звездочки какие-то, например, да, если, значит, это все печень. Очистить печень, а мы говорим сегодня в том числе и об очистке организма, а что это такое? Это же комплексный процесс. Если вы хотите серьезно, во-первых, понять, что такое очистка и правильно провести ее, то никогда не обойтись, не обойти тему печени, это в том числе очистка печени. Программы серьезные, правильные, подобранные, они рассчитаны, как правило, очистить по возможности максимум все. То есть, если кишечник, печень как минимум, лимфатическая система уже идет следом. Вот это с чего нужно начать, кишечник, печень. Поэтому про печень я вот и говорю сейчас, все-таки это время будет непотерянным, я очень важные вещи говорю. Значит, если потемнение мочи, тяжесть правом подреберье, да, но это обычно при растяжении капсулы печени, значит, обесцвечивание кала, это одно из проявлений желтухи, например, да, асциты, увеличение такого размера живота. Потом повышенное давление, если в системе воротной вены, по которой как раз венозная кровь поступает в печень. Ну, печень, если забита, если там фиброзные ткани клетки печени погибли, например, от того или иного воздействия токсичного вещества, еще чего-то, они заместились фиброзной тканью, кровоток через печень нарушился, давление снизу растет, поэтому повышенное давление в воротной вены, в венах нижних отделах тела, конечностях, варикозное расширение вен, так сказать, геморрой, это все проблемы с печенью. Если тяжелый какой-то кожный зуд, хотя это грибковые инфекции еще могут быть, но это все равно проблемы с печенью, в любом случае печень это касается. Поэтому вот вы, наверное, поняли, да, уже, ну, желтизна, склерглаз, все, так сказать, другие симптомы, может быть, вы и сами что-то можете добавить, поэтому уж про это говорить не буду. Теперь давайте быстренько сейчас еще проскочим по печени, уж не могу серьезно на это заострять внимание, я вам хочу что сказать. Жилочь, конечно, участвует, да, в обмене жировом, безусловно, и не только в нем, она еще активизирует, например, фермент трепсин поджелудочной железы, который, соответственно, для чего нужен? А для того, чтобы дорасщепить полипептидные участки белков, ну, это такие простые уже белки, до аминокислот, потому что у нас в организме всасываться должны не белки, это было бы просто смерть, если бы так происходило, а у нас всасываться аминокислоты должны. Поэтому уже идиотское выражение о том, что нам нужны белки, нам не нужны белки, нам нужны аминокислоты, потому что наши белки, только наш организм может построить сам, он все равно любой белок, животный, растительный, обязан разобрать до аминокислот, вот только беда, что с животными это не получается на 100% сделать, а с растителями на 100%, но в этом задействовано, и перегружается, поэтому и поджелудочная железа, и печень, и вот то, что держит вот это, так сказать, деформированное, ну, то есть, когда форма меняется от матрицы природной, естественной, когда, значит, позвоночник должен держать определенный столб и группа мышц, когда жира, вот этих лишних 50 кг, быть просто не должно, ну, а почему оно есть? И вот, понятно, почему в руке-то, ведь то, что пищей не является, это все влияет, это все и приводит к этому, это не еда, вот это еда для печени, внизу нижняя правая картинка. Так, хорошо, не будем сейчас смотреть с вами на тяжелые вещи, почему кто захочет потом, сможет всегда посмотреть у меня в блоге отдельно лекцию в записи, конечно, по печени, там вы это найдете, подробную лекцию, где уже объясняется досконально все до последней, так сказать, вот там и гепатиты разбираются все, сразу забегая вперед скажу, что гепатиты лечатся любые, но сегодня я буду говорить о уникальных свойствах расторопши, как одной системы очистки, ну когда мы говорим о регенерации печени, ведь пока регенерации печени не произошло, мы вообще не можем говорить о комплексной очистке организма, кишечника можем говорить о очистке, а комплексной нет, а ведь подход должен быть какой, наверное, комплексный, когда вы машину гоните на сервис, можно, конечно, сказать, поменяйте только масло, но ведь надо посмотреть, что с ходовой, не текут ли какие-нибудь сопуны, сальники или еще что-то, правильно? Ну так и с вашим организмом, с нашим надо так же серьезно подходить к делу. Хорошо. Поэтому про гепатиты мы сейчас с вами не будем. Это вот тут, значит, я разбираю и циррозы, и гепатиты, и прочие болезни, но это уже в отдельной лекции, сегодня у нас задача с вами немножко, так сказать, более серьезная. Вот только единственное, что акцентирую я сейчас еще немного про гельминта, паразитов, потому что тема эта, к сожалению, очень серьезно недооценивается, бояться тут вот не надо, там, отворачиваться. Это, знаете, это очень неправильная позиция, а надо знать, что делать. Предупрежден, вооружен. Потому что, понимаете, например, такие как проблемы, как, ну, такие как клонархия, аписторхия, скажем, аписторхоз, это заболевание кошачья двуцка, это очень характерно для вообще Сибири, хотя это абсолютно неважно, это можно где угодно заразиться, через рыбу, через там из реки водой поливая грядки, прямо где есть бродяшки, аписторха. Ну и, соответственно, если в организм это попадается, плохо провяленные, прожаренные и прочие рыбы, то аписторха может жить до 40 лет в организме. Где печень? Что она там делает? Ест клетки печени. А теперь сразу на голодание переходим, и мне пишут вот сейчас, вот по такой-то системе перешла на голодание, мне на седьмой день плохо, я просто лежу. Не может человеку быть на голодании на седьмом дне плохо, то есть просто не может. Если это происходит, это почти гарантия того, что есть паразиты. Либо другие проблемы, либо мощнейшая интоксикация, когда человек с дуру, просто не зная как, взялся и просто вот вчера жил, там весил 120 килограмм, ел там, всё подряд запивал газированной водой, кофе, и тут он перешёл на сайт. Конечно, у него организм окислился страшно, кровь загустела, у него там проблемы одна с другой может. Вот почему я и говорю, что нельзя неправильно очищаться и голодать. А для этого вы должны знать, что значит правильно. Вот это у нас сегодня будет как раз вторая половина нашей встречи сегодняшней. Я буду объяснять, как правильно, что для этого надо. Но первым делом проверяться на паразитах, потому что там могут быть ещё анкилостомы, токсокары, какие-нибудь, причём это не только печень, это желчный пузырь, протоки желчные, это может быть панкреатические протоки, поджелудочная железа. И это часто приводит паразиты, например, анкилостомы те же, к проблемам с поджелудочной железой. Ну, а врачи даже этот вопрос, как правило, даже не изучают, даже не понимают, насколько это всё серьёзно. Ну, хорошо. Могут быть проблемы там дискинезии, пережатия протоков, искривления, когда желчь хуже отходит, может быть, это уже врождённые, это могут быть смещения. Тут помогают лечебные гимнастики и помогают специальные висцеральные внутренние массажи внутренних органов исправлять частично эту проблему. Это нужно исправлять в обязательном порядке, любым способом, потому что только хорошо работающие протоки не дадут застой желчи, а значит, будущих возможных воспалений. Потом, без нормальной работы желчного пузыря, скажем, правильное пищеварение, ну, скажем так, пусть уж, как говорится, не расстраиваются те, у кого нет желчного пузыря, можно жить и без него, но там нужно свои особенности, соблюдать правила питания и образа жизни. Но ведь природа не просто так что-то. Аппендикс, желчный пузырь. Убережелочный пузырь нужен для чего? Там концентрированная желчь, она хоть и та же по химическому составу, потому что вырабатывается-то желчь где? Не в желчном же пузыре, правда? А где в печени? А вот в желчном она хранится, но там выходит вода, как бы выпаривается оттуда, и концентрация желчи там 80-кратная. И эта желчь нужна для моментального выброса, если нужно, когда человек по невежеству своему наелся, полное брюхо набил, так сказать, чего-то там, какого-нибудь там мяса, жиров и так далее. И вот тогда, чтобы ускорить процессы, как бы катализировать ферментов поджелудочной железы, кстати, посмотрите, обратите внимание, вот здесь показана поджелудочная железа, верхний правый кадр, под печенью, да? И вот этот желчный пузырь, вот идет общий желчный проток, общий желчный проток, уже из места слияния желчных протока, желчного пузыря, общий желчный проток, вот это панкреатический проток, через который поступают в общий желчный проток ферменты поджелудочной железы, липазоамилазотрепсин, которые нужны для расщепления белков, жиров, углеводов в переработке, А желчь – это жиры, ну, плюс ещё катализатор ферментов поджелудочной железы, особенно трепсина. И вот это ампула – место, где в уже 12-перстную кишку впадает общий желчный проток. А в 12-перстной кишке происходит основной этап процесса пищеварения. Очень важный этап, о котором мы будем говорить с вами чуть позже. Так, давайте смотрим. Вот, значит, желчный пузырь, вы видите, тут вот показаны проблемы, какие могут быть камни. Камни, безусловно, это как раз густая накопленная желчь, которая под воздействием минеральных солей, которых очень много в организме, коагулируясь, создают. Ну, и ещё могут быть микроорганизмы определённые, но неважно. Сейчас, в общем, образуются вот те самые камни, про которые каждый из вас знает. Проблема, в чём камень пошёл, камень может встать, вот, например, в ампуле. Тогда произойдёт очень серьёзная вещь, когда желчь выделяется всё-таки, но выйти не может в 12-перстную кишку. А если она встала именно в ампуле, то места слияния протоков общего желчного и поджелудочной железы под давлением желчь может попасть в поджелудочную железу. И тогда она активизирует ферменты, тужит, например, трепсин в самой поджелудочной железе. Вот и начинаются некроз поджелудочной железы, в том числе головки. Это одна из причин проблем с поджелудочной железой. Про паразитов я уже сказал, если есть тут какие-нибудь, скажем, анкилостомы или другие паразиты, то, безусловно, это тоже может быть проблема с поджелудочной. Неправильное и неадекватное питание, когда поджелудочная железа перегружена постоянно. Ну, если человек ест мясо, и тем более раз в день, и тем более несколько раз в день, то не рассчитана на это поджелудочная, она работает круглые сутки. Особенно если человек ест ещё и вечером, на ночь. То есть это всё факторы неправильного образа жизни. Питание ночью, после шести поджелудочной вечера. Должна вообще отдыхать. Потому что запомните очень важную вещь. Поджелудочная железа, можно её восстановить, регенерировать только одним способом. Никакими препаратами, ничем. Только одним. Но, безусловно, если выгнать паразитов, их нет, инфекций серьёзных никаких нету здесь. Одним способом. Только голоданием. Голоданием. Регенерация клеток печенью только тогда, когда эти клетки не работают на производство ферментов и гормонов. Понимаете? Только тогда. Поэтому раньше опытные старые врачи знали прекрасно и говорили, что если проблема, если панкреатит острый или хронический, значит всё, а тем более острый, человека спасти можно только, если его ничем не кормить. Сейчас искусственно выделяют и синтезируют тот же трепсин. Конечно, жизнь могут спасти и другими химическими средствами. Но потом просто поджелудочное может отказать. И это может быть спасти человеку жизнь. Можно коротковременно, иногда. Но самый лучший способ – это моментальное прекращение питать. Как же у нас любят наши, так сказать, дамы и бабушки? Что они любят? Сразу пичкать. Больной, значит, надо есть, чтобы поправляться, чтобы сил. В общем, это самый первый враг еда, когда человек болеет вообще. Запомните. Болеет человек никакой еды. Даже когда болеет человек серьёзной, высокой температуры, он ведь есть не хочет, правда? А знаете почему? А потому что температура – это показатель нарушения синтеза и диссоциации агнозин-трифосфорной кислоты, то есть вот этой самой энергии. То есть поэтому идёт десбаланс, и температура не запасается энергией, она просто выделяется в виде тепла. Это показатель токсичности организма, интоксикации. Так что первым делом надо делать из температуры? Элементарно. Её надо что, химией сбавлять? Нет. Её надо сбавлять промыванием кишечника, чтобы вызвать понос, например, магнезии, либо, как раньше, касторка давали, смеялись, потом над этим даже в мультфильмах было. Это глупые смешки, потому что это была истинная правда, необходимо очистить кишечник, потому что убрать очаги инфекции, потому что через кишечник выделяются яды, а если они есть в кишечнике, а ещё запор, не дай бог, у человека, а у него температура, то вода, например, которую вы всё будете пить, она уже будет в толстом кишечнике же, она всасывается в основном на 90-95%. А вы знаете, что она будет всасываться уже с токсинами, с этими, которые в кишечнике, ну что логично, правда, через эту слизистую гниющую проходить? Так вот, человек ещё будет дозу получать, ну дальше что страдает? Конечно, печень, дальше что почки и лимфатическая система, но надо же головой думать, у любого человека, у ребёнка 39-39-5, за 30 минут сбить можно, за 30 минут. И то, что я вам сегодня вот эту расскажу методику потом в конце, она же является частью программы или, скажем так, одним звеном вообще комплексной системы очистки организма. Ну вот, собственно, сегодня главная моя задача – дать вам общую картину, чтобы вы понимали, я же не могу рассказать на каждый случай, как действовать. А вы думайте, слушайте, что я сегодня говорю, потому что вы будете знать просто, как действовать, потому что вы будете знать просто процесс и систему, саму систему. Так, итак, значимость поджелудочной железы понятна, да? Нельзя недооценить, в общем, всё понятно. Что особую роль я хочу сказать, конечно, дальше расскажу про расторопшу, но, коль уж мы, значит, ну, скажем так, пару слов ещё скажу. Например, есть такая, только давайте договоримся, вот если я называю какую-то траву или что-то, да, вы вот не воспринимаете это как панацея, вы просто себя обманете. Потому что, а я вас предупреждаю, что панацея какой-то отдельной травы, ну, её нет, потому что организм – штука очень сложная, и есть влияние тех или иных растений, в них вещества определённые, находящиеся влияют, но влияют серьёзнее их комбинации, а ещё серьёзнее с образом и ритмом дня и ночи, так сказать, образы жизни, знанием работы, как устроены и функционируют органы, вот о чем я говорил на примере поджелудочной, да? Что сначала, а что потом, как голодание, как к ним подготовиться, и так, чтобы надо учитывать многие факторы. Поэтому, например, щавель курчавый, например, он способствует дренажу желчи, нормализует её как бы продукцию, то есть синтез в клетках специальных печени, которые отвечают за выработку именно желчи. Вот, потом, способствует сокращению количества, например, жира в печени, вот, и, скажем, вот про тот же, например, молотый чертополох, да, в простонародье, ну, это вот расторопши пятнистые. Но это уникальные растения, уникальные, потому что это самое сильное гипопротекторное средство на нашей планете. То есть ничего сильнее нет, но поймите, вот что я вам хочу сказать. Сухой порошок, который применяют молотые семени расторопшие, это сильная штука. Она входит в состав некоторых очень серьёзных препаратов, но, собственно, на ней основаны все препараты, которые гипопротекторные свойства обладают, потому что иначе просто, ну, нет более сильного даже химических веществ. Так вот, ну, я вам что хочу сказать. А вот если прорастить расторопшую семечко до определённой стадии зрелости семя прорастить и принимать по определённой методике, то это будет эффективность возрастать не на 20%, а на 2000, на 3000%, то есть 20-30 раз. И вот тогда гепатит С излечим. И это было уже доказано даже в ЦКБ, хотя людей кормили там, тем не менее, так сказать, ну, не шашлыками, разумеется, но паровыми котлетами с пюре. Поэтому это, к сожалению, выздоровление было год, но что само по себе удивительно, да, как бы, потому что считается неизлечимым. Но это факт, клиническое выздоровление было поставлено 100% в контрольной группе людей, на то есть исследование. Но, уверяю вас, что если бы питание было правильным, если бы другие факторы соблюдались бы, то можно за 3 месяца вылечить гепатит С. Так, хорошо. Дальше мы с вами, значит, про печень я сейчас говорить уже не буду. Я вам только скажу следующее, что пробежимся вот таким образом. Что может жить в печени, да? Какие паразиты? Острицы, тексокары, эхинокок, просто перечислю, печёночные сосальщики. Какие могут быть вирусы? Может быть, цитомегаловирус. То есть это крупный вирус, как из самого названия яствует, это очень серьёзное заболевание. Вообще есть, ну, 4 вида, как бы, группы вирусов, таких канцерогенных приводящих, которые могут привести к онкологии, да? Это просто надо обратить внимание, чтобы их лечить серьёзным образом. Это цитомегаловирус, папиломовирусов, штейнбар и половой герпес 6 типа. Значит, правитель Лига сказал, это, значит, это, как правило, большое количество цитомегаловирусов. То есть первопричина – проблема вообще с загрязнённостью печени. Потом, может быть, взять верх, например, попав в организм, например, закрепиться и усилиться цитомегаловирус. Вирусы вообще устроены так, что они заставляют ДНК наших клеток репродуцировать себя. Поэтому они очень серьёзные, так сказать, существа. И, значит, с вирусами бороться не так просто, но возможно, но только укреплением иммунитета, только регенерацией клеток нашего организма. Понимаете, там другие варианты бессмысленные. Поэтому в этом плане прививки – это всё чушь собачья. Они приспособятся быстрее, чем будет действовать любая прививка. И вообще, ну, не буду я про прививки, конечно, сейчас говорить. Это, конечно, ужасная вещь. Так, хорошо. Теперь. Пятна на теле, в общем, Витилийка, понятно. Это цитомегаловирус в печени, большое количество колоний его. Это проблема с билирубиновым обменом и так далее. Это грибы могут быть, бактерии, стафилококк, например, простейшие лямблии, например, да? Химические поражения, алкоголь, табак, медикаменты и прочее. Какая диагностика необходима? Первое. Я всегда советую изначально произвести биорезонансное обследование. Но это не значит, что оно даст абсолютно точную картину. Можно вегеторезонансную методику, там, по методу Фоли. Разные есть варианты обследования, но это важно сделать, но это не будет точным. Медицински считается точным, что дальше, да? УЗИ, например, это форма, размеры, состояние печени, состояние протоков, камни, значит, деформации. Ну, по крайней мере, на 50-60% это точно можно и деформации понять, если есть какие. Дальше. Проверка по иму ИФА. И это что такое сокращенно? ИФА – это иммуноферментный анализ крови. На, значит, антитела к антигенам кого? Тех простейших вирусов, грибков, что найдут, например, на биорезонансе, да? Это просто перепроверка. Но вот ИФА – это точно метод. Потом. МРТ, томограмма. Что там можно? Ну, там можно до микрокапилляров всё обследовать. Нет ли каких узлов, спаек, сгустков, не дай бог, что-то ещё. Дальше. Биохимия на билирубин. Помните, норма 21. Не должно быть прямого билирубина. Не более 2 единиц. Непрямого – до 20. Дальше. АСТ, АЛТ. Норма до 24, да? Скорость разрушения печени показывает АСТ, АЛТ. Поэтому, если она превальвирует над скоростью регенерации, это плохо. И помните, регенерация – это вот расторопши. Я вам просто вот… Но у меня есть методика именно проращивания, и в какой… там от двух, вот просто скажу, от двух до десяти штучек в день. Настолько они сильны. На ночь. Определённым образом, когда там некоторое количество дней проросток растёт, потом он просто в холодильнике держится, что больше не рос. Мы эту максимальную форму питательных нужных веществ, активных, как бы консервируем тем самым. Дожидаемся этого пика и принимаем правильно. Теперь. Проверка крови на гепатит АБЦ, но это уже понятно. И дальше к инфекционисту. Это как бы общий алгоритм. Общий алгоритм. Если есть лямблии, находите. Если есть аписторхи, то нужна сначала лямблиозная, антилямблиозная и антиписторхозная программа. Это полгода где-то примерно. Да? Не менее. После этого только можно применять соответствующие методики уже, я имею в виду, какие. Уже голодание. Если есть лямблиоз и аписторхоз, никакого голодания до устранения этих паразитов и простейших ни в коем случае нельзя. Теперь. Для печени очень полезные какие, просто перечислю, растения. Полынь горькая, но она также и токсичная. Надо понимать, в каких случаях тут уже должен быть все-таки специалист рекомендовать. А и рыболотный. Одуванчик лекарств. Ну, одуванчик проще. Можно в зеленые как-то или листья одуванчика в салаты. Это прекрасно. Вахта трехлистная, например, тоже, так сказать, сильная. Потом, какой еще, например? Разрушают камни. Вот что, например? Бессмертик песчаный. Марена красильная, например. Дальше. Сок черной редьки очень полезен для растворения камней. Но помните, камни разные бывают. Сульфатные, фосфатные. Какие-то легче, какие-то сложнее растворяются. Любые растворяются. У меня вот сегодня будет представлен потом и вам, ну, как всегда, да, на конференциях продукты информационные вот эти вот. В данном моем случае это методики лечения. Системы, которые разработаны, составлены с учетом, ну, вот, для простоты. Чтобы просто взял и сделал, и получилось. Один способ, другой на выбор. Третий. Что найдете, к чему психологически сможете и так далее. Так вот, там все это есть. По печени будет сегодня продукт представлен. Там, соответственно, растворение камней один, другой, третий способ. Там лечение любых болезней, связанных с печенью. Регенерация. Это расторопшие методики проращивания. Сами понимаете, все невозможно. Это надо сколько? 100 часов сидеть, читать, ну, объяснять вот это все, рассказывать, да, печать. Для этого есть инфопродукты. Но мы сегодня с вами, задача максимально, чтобы вы поняли, я вам вот прям информацию буду сейчас давать. Дальше. Так называемые тюбажи, то есть, вот, как раз это сильные желчегонные средства, это очистка печени уже на клеточном уровне. Это есть методики МОРИЦ, об этом мы сегодня поговорим. Но есть плюсы и минусы в этих методиках. Так. В общем, всегда. Теперь запомните, мы переходим, как бы, с вами уже к непосредственно пищеварительной системе. Я скажу, что все всегда начинается с кишечника. Потому что мы едим, и вся пища у нас проваливается из куда? Ротовой полости пищевод, дальше желудок, дальше кишечник. Все, где усвоение уже происходит. Вот это главная основа основ. Значит, если киста в печени, что такое киста? Это гной, мешочек с гноем. Значит, это очаг воспаления. Всегда. Помните, любой менингит, там, цистит, там, вот все, что на их заканчивается, это мешочки с гноем. Отчего образуется гной в организме? Изначально, ну, безусловно, попал, если, допустим, паразит, он попал куда-нибудь в ткань, в орган, он сидит, питается, он выделяет гной. Безусловно, клетки погибают, растворяются, он образ... И, безусловно, он причиной образования гной. Да. Но, в основном, с чего все начинается? Не у всех же паразиты, не все с детства подхватывают, хотя очень многие. Так вот, это всегда животные белки. Всегда. Потому что они, к сожалению или к счастью, никогда не разберутся организмом удовинокислот полностью. До 30-40% белков животных, потому что они очень сложные, высокомолекулярные белки. Это ткани животных, мышечная масса животных, которая была создана природой, сформирована для животных этих, чтобы они могли жить и функционировать. Хищники в природе нужны, чтобы лишь не дать возможность погибнуть всему живому на планете животным. Почему? Из-за инфекции. Потому что, чтобы гниющая плоть, миллионы тонн мертвых животных, не распространялась инфекционными и прочими болезнями. И поэтому хищники – это санитария. Мы с вами не хищники. И хищник – это не венец. Это ущербное существо. Он очень нужное, поклониться до земли надо в природе за то, что хищники есть, чтобы инфекции не было в природе. Но человек не есть хищник. И никакой человек не всеядный. Вы откройте вообще свой рот, посмотрите. Даже у обезьян, которые не являются хищниками, да? А многие из них плодоядные, или даже гориллы больше травоядные, чем даже плодоядные. Так вот, у них зубы, вы видели, какие клыки? А у человека? У человека вообще никакой не всеядный. Мы исключительно плодоядные существа. Но об этом, кто не смотрел мои лекции вводные, посмотреть, чтобы глубоко понять. Не говорить сейчас, кто ещё, знаете, так, может быть, найдётся кто-то из вас, кто сейчас чуть ли не будет, взмущаться будет. Ну, потому что его мироустройство я пытаюсь как бы изменить. Да не пытаюсь. Я вам правду говорю, вы как хотите, так и живите. Это уже кто умный, да или там разумный человек услышит, попытается понять, проанализировать, подумать. Ну, а кто будет поперёк, так вы себя ж хуже делаете. Я говорю, как природой устроено, а фантазировать можно как угодно. А то, что там написано в учебниках, так и скажите этим товарищам, умным, которые эти учебники составляли. А что же вы-то все, так сказать, сами, так сказать, не решили ни одну проблему биологическую, физиологическую, медицинскую? Почему же болеют все? Почему же умирают от этих тысяч заболеваний? Их всё больше и больше становится. У детей уже то, что не было ещё 25 лет назад. Питайтесь лучше, давайте ещё не то будет скоро. А что значит лучше? Это полноценная пища? А что значит полноценная? То есть 8 незаменимых аминокислот в составе которой есть, это что за маразм? А что не хватает, например, что в одном растении 3, в другом 5, в другом 6, съешьте 3 растения, 5 разных растений, и вы получите все 8 незаменимых аминокислот. Проблема в чём? Да что за абсурд, что должно быть в одной пище? Ну я говорю, это такой же абсурд, как съешь глаз своего врага, будешь лучше видеть. Да, именно так и говорят медики, кто такую чушь говорит, несёт, так сказать, в массы. Да потому что они сами в это верят свято. А давно ли они верят? Нет. С 1850-х годов, когда один идиот придумал это. Ну, кстати, просто кто захочет вот это всё понять, когда всё это началось, вот этот абсурд, святая вера в мясо, там, что это нужно, вот в эту чушь, ахинею полную. Ну это, пожалуйста, я вам просто рекомендую обратиться к книге профессора Кэмпбелла «Китайское исследование». Ну это не просто профессор, которых полным-полно. Это, извините меня, светило науке. Более 40 лет изучал серьёзно. Сначала как человек абсолютно убеждённый в том, что мясо необходимо, молоко необходимо, а потом пришёл к тому, что сам перестал всё это есть, и вся его семья, ну потому что он же не идиот, он понял, когда он понял, конечно, когда он проверил тысячи раз, когда он своими коллегами, сотнями учёных, ведущих стран мира, всё это изучил многократно. На сотнях тысяч людей, при сотнях заболеваниях, в том числе всех формах рака практически, и автоиммунных заболеваний. Вот он потом объяснил, откуда всё это взялось, например, как в 19 веке, кто эту глупость сказал. Потом, я всё время говорил про это, как учёные собрались и решили составить физиологические таблицы, научить людей есть. Они же не могут, раньше как-то жили тысячи лет, миллионы лет, но, значит, наверное, неправильно они жили без таблиц, пока им умные учёные не дали, как надо питаться. Они не знали. Ну вот, зато теперь, значит, знают. И каждый умник, который повторяет глупости врачей этих, он тыкает в эти физиологические таблички, ничего, кстати, в этом не понимая, повторяя абсолютно ложную теорию калорийности, которая абсолютно абсурдна, ну и так далее, и так далее. Да, ладно, немножко я отвлёкся. Так, давайте, товарищи дорогие, перейдём к чему? Ну, а перейдём мы сейчас с вами, не теряя время, к пищеварительной системе, поскольку, в принципе, поджелудочную мы с вами, в общем-то, уже... Ну так, немного поговорили. Я, конечно, её сегодня обязательно ещё коснусь, просто обязательно, то есть мы как бы с вами подытожим. Теперь давайте так. Я обычно пищеварительную систему, лекцию о ней читаю тоже по-другому, рассказываю всё подробно. Сейчас я подробно рассказывать не буду, потому что иначе просто будет у вас перегрузка, а нам этого не нужно. Тут нужно понять главные взаимосвязи. Вот я просто вам на этой схеме, например, а потом на других покажу, что пищеварительная система начинается с ротовой полости, и говорят правильно те, кто говорят, что пищу нужно принимать так, чтобы она была жидкой. То есть пищу нужно есть, а вот воду, уважаемые друзья, нужно есть, а пищу нужно, извините, пить, потому что разжёвывать надо так тщательно, чтобы пища была жидкой и проглатывать жидкую пищу, хотя некоторым это, может быть, не нравится. Ну, знаете, если вы поймёте, для чего это надо, то, сделав так недельку, помучившись, потом это будет естественно. Ведь детей, вспомните, правда, вы тоже заставляли чистить зубы и ругались на них, что они не хотят. У-у-у, нытьё было, ну, у кого-то так. Ну, или другие примеры аналогичные. А потом, когда это вошло в привычку, что? Никаких вопросов больше, никогда. Так вот, это то же самое, потому что мы просто слишком обленились. Человек современный — это вообще просто мягкотелое создание, которое вообще ни на что не способен, кроме таких, скажем, философствований и не всегда разумных, а порой очень даже дешёвых. Ну, к сожалению, к сожалению, чем дальше мы от природы будем удаляться, иного ждать не надо. Так и будет. Болезнь всего — сознание, души, всего. Так, теперь смотрите, из чего состоит пищеварительная система. Ну, начиная от ротовой полости пищевода, желудка, дальше, соответственно, 12-перстная кишка, потом у нас идёт, ну, это часть тонкого кишечника, потом идёт толстый кишечник, вот опять-таки, и все отделы, соответственно, тонкого и толстого кишечника, их несколько, опять-таки, вот слепая кишка, аппендикс, прочь, и прямая кишка, выход, так сказать, наружу непереваренных компонентов из того, что мы съели. И вот мы раньше как все думали, а, всё, что мы, мол, вот, едим, желудок всё переваривает и так далее, даже не думая о кишечнике, как правило. Ну, в общем-то, так даже в школе учили. На самом же деле всё серьёзно. И вот давайте мы вкратце разберём. Вот, ротовая полость, строение, есть несколько слюных желёз, значит, они, собственно говоря, в процессе пищеварения влияют, то есть уже устроены, как оно, что необходимы зубы, зубы нужно перемалывать пищу, прочий язык, всё понятно, там рецепторы, определение идёт, вообще, сколько нужно каких ферментов выработать в поджелудочной железе, уже в ротовой полости. Вот почему важно объём пищи, не очень большой, положив в рот, долго жевать, чтобы анализаторы правильно сработали, и лишнюю нагрузку поджелудочная железа, к примеру, хотя не только она, на себя не брала лишнюю нагрузку, понимаете? Не перегружать её, беднягу, а мы её перегружаем просто в неправильном питании, да ещё глотаем всё подряд, что не хватает ферментов, чтобы выработать, чтобы хоть как-то это переварить, да ещё кучу в себя наваливаем, чтобы была, извините меня, так сказать, извините уж, отрыжка и так далее, так сказать, и живот плотный после сытного обеда полагается поспать. Это что такое? Обед должен быть для чего? Или вообще приём пищи для чего? Чтобы энергию дать. Если после еды упадок сил, значит, во-первых, вы 100% съели то, что и вам идёт во вред, а не в пользу. И никакого отдыха после еды, это абсурдно. Но поскольку первый, второй, третий компот, а это идиотизм, это вообще извращение. Ну, не удивляйтесь, тогда это не абсурдно, это нормально, что хочется поспать после такого обеда. Потому что это просто медленное убийство себя. Ну, раньше не было других факторов, которые воздействуют на организм, таких как сейчас больше появилось. И поэтому просто раньше, так сказать, проблемы наступали чуть позже, а сейчас они уже наступают серьёзно раньше. Так, ротовая полость. Там три пары слюных желёз находятся, околушные, подъязычные, подчелюстные. Соответственно, вырабатывают они ферменты. Кстати, слюна имеет щелочную среду. И вообще про это запомните. У нас все среды организма щелочные, кроме желудочного сока, кроме, так сказать, некоторых других полостей слизистых. Но у нас все среды, лимфатическая, кровь, у нас 7,43, все щелочную среду имеют. А панкреатические соки и желчь, соответственно, имеют вообще сверхщелочную реакцию 8,5-8,6 pH. Это о чём нам говорит? Мы, это природа говорит, что она все обменные процессы устроила таким образом, что они правильно происходят в щелочной среде. А мы задаём идиотские вопросы кому-то. Мы в форумах пишем. Вы что, люди, делаете? Зачем вы пишете кому-то в форуме, какому-нибудь врачу или народному целителю? Защелачивать надо или окислять организм? Послушайте, даже если вам тысячу приведут примеров, что кто-то там с закислением болотов тот же вылечил что-то, вот вы понимаете, есть такие понятия, как противного, есть то, что мы не знаем до конца всех нюансов, а я как-то изучал, я там понял, например, почему получалось, хотя закисление – это страшная беда. Вы поймите другое, вы вот чтобы никому не верили, вы поймите, природа умнее болотов, умнее любых академиков, умнее меня, вас. И если природа с нами говорит чем? Языком определённых процессов и явлений, что мы можем померить, измерить. Если мы видим, понимаем, что организм держит вот этот гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды в пределах, я имею в виду по параметру pH, кислотно-щелочного равновесия, в пределах 7,3, 7,5 и даже 8,6, что я говорил в некоторых средах, это о чём говорит? Это говорит о том, что не должно быть вопросов, какую воду пить щелочную или кислую. Разумеется, щелочную. Если мы будем пить кислую или есть те продукты, которые закисляют организм, то, соответственно, цепочка пойдёт какая? Кровь густеть, минералов щелочных будет не хватать, и они все уйдут на реакцию нейтрализации. В результате остеопороза, в результате запора, в общем, дальше пойдёт разрушение организма. Что закисляет организм? Уж сразу скажу, чтобы урывками не говорить. Это любой азот. Это азот, это страшный закислитель. Ну, вспомните азотную кислоту. То есть вот как раз животные белки, вообще белки чрезмерные, вот эти потребления, это всё закисление. То есть любое мясо, рыба, яйца, это всё страшные закислители. Я уж не говорю про то, что не является продуктами питания. Ну, кофе там это, например, 3,5 pH. То есть вы просто автоматически разрушаете гигантское количество из себя минералов, которых и так человеку не хватает, потому что он всё варит, жарит, а там минералы, извините меня, уже не в органической форме. Органическая жизнь-то заканчивается при плюс 70, правильно? Но вода, когда в осадок падают минералы из воды, выпадают в осадок, когда в 65, это порог, всё, конец, дальше никаких живых минералов вы не получите. То есть просто, чтобы иллюзий не было, вы же верите своим глазам, чайник когда-нибудь кипятили, когда вода, конечно, не дистиллированная, а обычная из-под крана, щелочная, и там какие-то минералы в воде растворены до поры до времени. Вы скипели, а в осадок упал. Это что значит? Это значит всё. Никаких минералов этих не получите. Но поскольку вы их выпиваете с кипятком или с супом, вы же всё равно их принимаете на себя, ну тогда не удивляйтесь, откуда камни, как раз вот те самые неорганические карбонаты, там фосфаты, того же кальция, карбонат, пожалуйста, вот вы их и получаете. Не удивляйтесь, почему атеросклероз так бы прокатил, потому что сам по себе холестерин не опасен. А если он соединяется с неорганическими минералами, прессуется под действием давления сердца, в артерии, выбивается под насосом, под большим давлением, набивается на стенки артерии, особенно микрокапилляры, где идёт первое повреждение, закупорка, а дальше нарастание, вот как, знаете, на арматуре железной, например, в канализацию пустить какую-нибудь вату, она там как наляжет, так сказать, кляпом, и будет армированный такой некий бетон. Вот происходит то же самое, когда атеросклероз. Это могло бы быть без неорганических минералов? Нет, не могло бы. Ну, просто природа нам говорит, ну что же вы творите-то? Я для всех живых существ на планете создала единственный вариант усвоения 100% правильного пищи от живой клетки к живой. Если мы варим 60-70 градусов и выше, то происходит разрушение веществ, витамины разрушаются. Не все, но большинство. С, например, полностью разрушается. Ну, не в этом дело сейчас. Хотя, кстати, С необходим для работы сердца, на первом месте стоит для сердца именно витамин С. Так, значит, поэтому в капусте его много, но в тушеной капусте ноль, ноль. Но вы подумайте, хоть немножко разумно, но почему же мы такие люди глупые, что вот думаем, что если мы это делаем так, и наши бабушки вроде делали, то это нормально, но это неправильная позиция. Это абсолютно, вот как-то, понимаете, есть процессы, да, биологические, есть законы природы. В природе никто не варит нижами, и не потому, что не может. Ну, научились варить вареных, кормить собакам. У собак начался рак, начались язвы и все прелести человеческой вот этой вот жизни. Все началось. Стоит убрать, прекращается. То есть, вот еще раз говорю, всему есть причины, есть следствия. Ну, ладно. Про это мы обязательно дальше поговорим. Итак, вот эти ферменты, птиолин, это по-другому слюная амилаза, то есть, вырабатывается уже фермент амилаза, кстати, который же, ну, немножко другой, но тем не менее, вырабатывается еще поджелудочная железа. Вот что нам природа уже тут, на первом звене, вот на этой ротовой полости говорит, что, товарищи дорогие, вам от природы предназначено есть пищу растительную, углеводную, потому что, например, слюнные железы, то есть, начало пищеварения, почему-то трепсина там нет, ни пепсина нет, никаких других, извините, и среда щелочная, не кислая, как в желудке, чтобы белки как-то разобрать, расщепить. Нет, потому что человек так природой создан, как существо плода ядные, плоды, это вершина, вообще-то, надо сказать, концентрации первичной энергии от Солнца, полученной, да, и аккумулированной в теле растения в виде энергетических сложных связей, в виде сложных органических соединений, и минералов земли, это концентраты, всё, что поедается следующими звеньями в экосистеме, да, например, вот, хищниками первого порядка, консументами, так называемых, второго, третьего, идёт уменьшение, как раз, передачи энергии и питательных веществ. И мы что, по какому же нелепости и идиотизму кто-то когда-то посчитал и заставил поверить остальных в том, что хищник – это вершина какой-то эволюции. Что за чушь? Ну, это просто, знаете, вот по какому? Ну, может быть, по своим брутальным, каких-то извращённым фантазиям, потом остальные поверили и считают себя таковыми. Так, конечно, гордость поднимается, я понимаю, но это немножко не от ума. Но хорошо. И так дальше происходит, человек, не буду говорить дальше, есть болезни, и даже камни слюных желёз есть, кстати, до этого уже человек дошёл. Но воды-то пьёт мало, раствориться ничего не может. Кстати, сразу вам скажу, что вода – это вода, это растворитель. А чай морс, про кофе молчу, и компоты – это растворы. Раствор – это когда между молекулами воды что-то есть. И уже в этом случае вода не может себя вести как растворитель. Она уже не возьмёт шлаки и токсины, не растворит и не выведет их в том количестве, в том, так сказать, объёме, как могла бы сделать качественная вода, если бы мы её пили, но мы не пьём. Потому что мы пьём компоты и так далее. А это не является растворителем. И функцию вода, которая от природы, так сказать, и создана. Все животные пьют воду, и человек раньше пил воду. И молодожёным раньше на свадьбу на Руси наливали только воду. Ну, понимаете, это законы природы. Всё остальное – это самомнение. Это уже извращение. Ну, а за извращение человек, он же с кем тягается? Не со мной же, а с природой. Ну, так получит пинок и получает. И сотни миллионов людей умирают от болезни. Это что, норма? Неужели нам кажется, что это нормально и естественно? Нет, это не нормально и неестественно. Если закупоренные сосуды на 70% человек умирает, ну, какая разница, он умирает в 60 лет или в 120? Ну, он что, просто потому, что он много прожил, а вам кажется, что много? А мне нет. Мне кажется, что 120 – это мало. И почему, если он умирает от конкретной болезни, кто-то считает, что это он умер от старости? Это откуда такая идиотизм? Почему врачи даже не берутся вскрывать, говорят, а он что, какая разница, от старости? Они же идиоты, враги народа, кто так думает, врачи, потому что они бы хоть изучили, если бы вскрывали, и поняли бы, что умирают люди от болезни, они бы изучали причину болезни по-другому, а не думая, что ну кто-то же доживает, а ел так, как и все. Забудьте про тех дедушков, которые ели, как и все, и прожили 95 лет, вы уже не проживете столько, а ваши дети проживут, знаете как, если не дай бог еще будут пить, курить, вот уже до жизни смерти краску, до 40, там двух не дотянут, нынешние. Так, ладно, следующий отдел пищеварительной системы – это пищевод. Ну, пищевод, понятно, это некая такая полая трубка, которая соединяет желудок и понятно, что ротовую полость. Не будем рассматривать все болезни, потому что они есть, изофагит, прочие, кстати, их немало, но они не так чистые, поэтому, в принципе, мы не будем этого сейчас касаться. Вот, кстати, изофагит, тот сам, про который я говорил, да, там трещины и, соответственно, как следствие там прочие проблемы. Дальше, вот желудок. Пища попала в желудок. Это, конечно, желудок, ну, чуть-чуть расскажу, это мышечный орган, он, безусловно, внутри полый, он очень хорошо растягивается, вот, и, соответственно, вопреки распространенному мнению, что основной пищеварительный процесс происходит не в желудке, кстати, потому что многие люди думают, что в желудке, я говорил об этом, а именно в тонком кишечнике, хотя и в толстом тоже. Но роль желудка, конечно, велика, безусловно, потому что, например, железо и его слизистые оболочки выделяют ферменты из соляной кислоты, тот самый знаменитый пепсин, в итоге который получается, и соляная кислота под воздействием их происходит, ну, и не только, еще, кстати, ферментов, других, но, тем не менее, в основном, пища превращается в некую кашицу, которая называется химус, и желудка, она небольшими порциями выходит уже куда? В тонкий кишечник, а первый отдел тонкого кишечника, это что? 12-перстная кишка. Вот. Но, значит, о чем нужно сказать про желудок? Ну, действительно, это правда, там кислая среда, правда, не во всем желудке, опять-таки, сразу скажу, а только в верхнем отделе, куда пища проваливается, там пепсин, под воздействием пепсина и соляной кислоты, а по аж там полтора, может быть, два, примерно так, то есть, очень кислая среда. Происходит что? Вы думаете, главное, это переваривание белков, и, мол, некоторые даже есть такие, вроде умные люди, я просто, не буду сейчас по фамилиям, в чем контраке, я уважаю за что-то, что они добились жизни для народа, там сделали, но вот эти люди, на полную уверенность, потому что им какие-то придурки сказали когда-то, что, мол, поскольку там как раз перевариваются белки, то желудок создан для мяса. Но это дебилы, люди, которые не могут вывести примитивных причинно-следственных связей и закономерностей, примитивных, и порой поражают, как они могут какие-то делать правильные умозаключения в других областях. А знаете почему? А потому что тут происходит паралич сознания, потому что они свято верят и любят есть мясо, поэтому они, соответственно, любую глупость выдадут за желаемое, за действительное. А я вам скажу, что главная задача желудка это дезинфекция. Именно дезинфекция. Потому что если человек, ну когда будет дезинфекция? Когда человек ест малое количество пищи за раз. Небольшими порциями малое количество. Тогда действительно, при правильно работающейся листье, клетках, кислотности же, она должна быть кислая среда. Так природа создала, я же тут ничего не говорю. Потому что тогда вирусы, поймите, бактерии, грибки и паразиты, это тоже белки, белковые субстанции. Жизнь у нас на белковой основе построена. И вот их должен растворить фермент пепсин и соляная кислота. Чтобы дальше в кишечник и дальше через стенки желудка, даже некоторые паразиты сразу в кровь попадают. Если пищи съели за раз много, если соляная кислота разбавлена водой, некоторые люди по глупости запивают и еще говорят, не ешь сухомятку. Так и не надо сухую пищу вообще есть. Сухая – это не пища. В растительной пище всегда воды много, вы знаете, в 70-80-90%. И такую пищу не надо заедать. Ну а если вы наелись какого-то жареного мяса, где воды уже почти не осталось, и белки донатурированы, безусловно, образовались в процессе окисления железа, катализатора и окисления белков на кислороде, ну когда жарится, образовались нитрозоамиды, гетроциклические амиды. Ну это мутагены, которые любую форму рака вызывают. Собственно, не удивляйтесь, это так и есть. Так вот, воды никогда не хватит. И человек запивает. Но смотрите, что вы творите. Вы разбавляете концентрацию желудочного сока. ПАЖ, кислотность, повыше, то есть она становится, например, не полтора, а там три. И она уже, во-первых, не может растворить то, что в большей степени бы все-таки растворил тот же кусок мяса в плане больший процент белков все-таки бы разобрался до полипептидных таких цепочек, более простых белков, участков белков, да, состоящих уже из тысяч там молекул аминокислот, а не из миллионов. Так вот, но концентрация этой кислоты другая. Фермент пепсин тоже не так активен. Вот почему запивать никогда нельзя. А что касается кишечника, там еще серьезнее дело насчет запивания воды. Это отдельная пища, вода, помните это. А есть надо то, что не надо запивать. Вот, вот примитивные же вещи. Теперь дальше. Вы поняли. Вторая функция желудка, безусловно, расщепление белков. На что? Расщепление белков происходит там на вот эти полипептиды, более простые белковые молекулы, частично на аминокислоты, но никогда. Даже, я подчеркиваю, растительные белки, которые содержатся в растении, более простые, более низкомолекулярные, легче разбираются, и они до конца не разберутся в желудке. Потому что не все может сделать желудок. Кстати, это еще доказывает в том числе, что желудок все-таки основная функция его, это дезинфекция. Но вот в нижнем отделе желудка, где уже смыкается сфинктер, который переходит в 12-перстную кишку, там-то среда, почему умники эти не говорят, щелочная, уже там среда слабо щелочная. И теперь внимание, после желудка, во всех отделах пищеварительной системы, во всех следующих, только щелочная среда. Это гомеостаз, постоянство внутренней среды. Так создала природа. Только при таких средах организма идут биохимические процессы, как они запрограммированы природой. И что бы вы ни делали, организм будет пытаться вернуть кислотно-щелочной баланс, но если вы будете закислять, съели мясо, закислили, у вас автоматом что будет тратиться, какие минералы? То есть берется щелочь из организма. Что значит щелочь? Это определенные минералы, натрий, калий, кальций, магний. Вот их не хватает. Будете есть еще больше мяса, по совету врачей пить молоко, творог есть и сыр. Будет еще меньше. И, соответственно, тот же остеопороз, не удивляйтесь, его больше всего в тех странах, где больше всего потребляют молока и молочных продуктов. Да, кальция в молоке много, но всегда кальций. Именно по этой причине, что в молоке есть еще животный белок, казеин, которому мало даже этих ферментов, ему еще специфические, помимо всего прочего, фермент рейнин нужен. Так это самый долгоиграющий белок. Тот же профессор Кэмпбелл, я был поражен, когда я читал эту книгу, я ее недавно прочел, по-моему, китайское исследование. Понимаете, меня поражало, что до каждого последнего слова, запятой, до последнего образа и понятие, вот то, что я годы уже долгие пытаюсь донести до людей, вот он ровно так же, вот то же самое объясняет. Кто захочет там тысячи исследований, ссылки, пожалуйста, изучайте журналы, Medical, Nature, другие международные ведущие журналы, медицинские, биологические, все это давно известно. Почему это в прессу не идет? Потому что создана молочная промышленность, коей раньше не было. А то, что раньше начнете вы там вспоминать, что было раньше, я вам могу прям книгами в лицо, так сказать, показать, что было раньше, куда шло это молоко. Ну, я думаю, что все-таки из вас многие, так сказать, наверное, знают, уже мои лекции слушали, а кто нет, ну, дойдем до этого, не такого уж важного вопроса, но разберем в конце, ведь у нас в конце сегодня с вами ответы на вопросы, а мы не будем терять время. И так пища прошла из желудка в 12-перстную кишку. Ну, соответственно, вот, посмотрите, еще вот это немножко схему, я вам сейчас посмотрю, надо ли что-то добавить в этом вопросе, важное. Ну, я, да уж, давайте, давайте пойдем дальше, я вам покажу сейчас вот такой кадр, где видны язвы, ну, вы знаете, получили тут Нобелевскую премию несколько лет назад, что вот хеликобактер, вот эти виды, бактерии вызывают язву, только возникает вопрос, а хеликобактер берет верх над человеком, вот человек всегда получает все виды вирусов, бактерий, грибков, ну, всегда, из пищи, из воздуха, но почему-то у одних есть, у других нет, то есть, почему когда-то хеликобактер берет верх над организмом, то есть, иммунитет побеждает, да, хотя иммунитет может бороться со всеми вирусами, бактерии, только с паразитами не может, потому что это бесполезно, это очень сложные многоклеточные существа, с огромными стадиями, ступенями защиты, и мембранами, механизмами, плотными покрытиями, слоями, цистами, да, так вот я вам хочу сказать, первопричина питания, когда дойдем вот до язв, неважно как, и в желудке, и в кишечнике, полипов, потом рак уже, так сказать, естественно, да, вот это все от питания, я вам чуть-чуть позже, на примере кишечника, и объясню, вот кто еще не знает, объясню, как все это происходит, но тем не менее, дойдем с вами, сейчас вот до толстого кишечника, давайте, так, извините, тонкий, разумеется, следующий отдел, пищеварительная система, после желудка, тонкий кишечник, вот у нас 12-перстный, подвздошный, и тощие кишки, это вот собственно состоит наша тонкая кишка, что там происходит, но давайте посмотрим в разрезе, вот на этих схемах, это многослойная мембрана, это кривизна, это складочки, выступы, ворсинки на них, значит, вот там происходит процесс пищеварения, следующий этап идет пищеварения, и всасывание, и всасывание питательных веществ, не всех, но многих, потому что толстый кишечник тоже идет там, на самом деле, всасывание, не только, разумеется, воды, а все, что может на себя втянуть вода, это само собой разумеется, поэтому меня поражает, когда говорят, что в толстом кишечнике, там тот же М12 не может сосаться, с какого-то хрена, извините, он не может там сосаться, если он будет в этой воде, например, окажется по какой-то причине, почему он там не может сосаться, если водорастворимая форма, вот этого я не могу понять, ну ладно, хорошо, теперь давайте, да, нет, нет, если, конечно, кишечник забит, как у почти всех людей, слизью, каловыми камнями, там грибы, различные, зеленые, белые, так сказать, кандида, другие, а кандида, кстати, основной очаг кандидозы, системного, всегда в кишечнике, тогда не может, согласен, вот тогда В12 не всосется, ну и что, мы будем на больных людей равняться и говорить по больным, как норму жизни делать? Ну, давайте с этой извращенной медициной будем так считать, кого обманывать будем? Себя? Сколько? Долго? А зачем? Ну, давайте мы-то с вами, разумные люди, не будем себя обманывать, а врачи пусть немножко научатся пойдут. Теперь дальше. Значит, смотрите, везде проходят капилляры, вот тут вот видно, и вены, артерии несут богатую кислородом, кровь забирают, значит, отработанные газы, уже углекислый газ, продукты метаболизма, но еще вот тут не показано, а, ну почему вот лимфа, лимфатизма, желтым показана вот она, лимфатическая система, а это канализация организма, она уже собирает некоторые метаболиты, значит, и идет уже по своей системе. Кстати, лимфатическая система примерно в 2,5-3 раза больше кровеносной. Это очень серьезная система, которую профессионально мало кто изучает, профессиональных лимфологов мало, ну и в связи с этим, так сказать, врач является, как правило, среднестатистический специалист только по правому уху, я так утрированно говорю, потому что он не понимает биологических процессов, он знает методичку, он знает, какие антибиотики прописать, если ребенок чихнул, и больше его ничего не волнует. Ну, это уже, конечно, карикатурный врач, да, но, к сожалению, сейчас большинство таких. Так, теперь смотрите, что происходит в тонком кишечнике. Вот, ну, давайте я его тогда дальше вам сейчас открою, картинку, вот тут вообще подробно показаны ворсинки, видите, продольный разрез, вот тут все хорошо видно, но мы сейчас, давайте перейдем вот на эту схему, чтобы было понятно. Итак, ротовая полость, проживали, обработка пищи, комка, значит, жидкие должны быть пищи в идеале, слюнными железами, ферментами, в пищевод, в желудок, дальше, вошла пища в 12-перстную кишку, и вот тут-то как раз в 12-перстной кишке, а я сейчас назад картиночку одну открою, чтобы вы вспомнили очень важную вещь, вот эту, а вот тут как раз, вот она, 12-перстная кишка, вот он, общий желчный проток, куда впадает панкреатический проток, который несет что? Может нести такие ферменты, как липаза, мелаза, трепсин, а еще гормон, какой вырабатывает поджелудочная, инсулин тот самый, который помогает глюкозе пройти в клетку, как путеводитель, как папа берет и проводит ее за решетку, за вот эту мембрану в клетке, потому что глюкоза не может по-другому проникнуть в клетку. Глюкозу нужна эта энергетическая единица для энергообмена, да, но хочу я вам сказать, мало кто знает, что, например, фруктоза, которая имеет строение абсолютно то же самое, как и глюкоза, состоит из того же количества атомов, абсолютно одно и то же, но пространственная конфигурация у нее иная, а мы это вообще, и врачи это вообще не говорят, потому что не понимают большинство, думают все это едино, что сапог левой ноги, и что правый, но оденьте правый сапог на левую ногу, и тогда эти врачи поймут, что разница все-таки есть, наверное. Так вот, лево вращающийся изомер, в отличие от правого вращающегося, а правого вращающегося это глюкоза, а фруктоза лево вращающий изомер, вот он как раз, а у нас живые структуры все лево вращающие, те, которые, как ключ к замку подходят к клетке и ДНК, кстати, лево вращающие, но белки лево вращающие имеют структуру живые, а вареные, правого вращающие. Так вот, фруктоза, запомните, она без проводника может попасть в клетку, только не химическое, что продается в пудре, фруктоза, это никакого отношения к природной, которая содержится во фруктах, не имеет. Так вот, для нее инсулин не нужен, поэтому диабетики, сахарным диабетом, больные знают, что, например, ботат, или топинамбур, или сироп сладкий стопинамбура, он не причинит им никакой проблемы, потому что, чтобы он усвоился организмом, попал в клетку, проводник инсулин вообще не нужен. Видите, как все интересно. Но там еще другой гликогон, там гормон обратный, так сказать, который при недостатке сахара, так сказать, в крови выделяется, ладно, неважно. В общем, в процессе пищеварения мы сейчас возвращаемся с вами вот к этой табличке и дальше смотрим с вами, что происходит. Значит, так, сейчас секундочку я посмотрю. Да, вот, вернулись. Итак, тут уже, конечно, развернутая схема анатомически неправильная, но дело в принципиальном вопросе таковым, что происходит, что поджелудочные, вот эти панкреатические протоки, сливаясь вместе с общим желчным протоком, открываются, идут в 12-перстную кишку. И вот пища прошла из желудка. Белки частично переварились до полипептидных участков, что-то, аминокислот, так вот, трепсин-фермент, как раз активизированный желчью, должен дорасщепить, что, вот белки, то есть полипептидные участки белковых молекул, до аминокислот, потому что уже в тонком кишечнике, через эти ворсинки, через дополнительное пристеночное пищеварение, мембранное, которое, кстати, раньше вообще никто не учитывал, оно тоже есть. И ворсинки, и стенки, и слизистые тонкого кишечника выделяют свои ферменты специфические, свои гормоны. Это вообще отдельные пищеварения дополнительные, которые есть у нас. И вот только относительно недавно учёные стали изучать, например, такие, как академик, медицинский академий наук уголев, не только он. Но это мы сейчас с вами уйдём в дебри, вы просто это знать должны, что не всё так просто. И природа мудрее нас. И может она очень многое то, что, так сказать, ну почему-то не укладывается в картину мироустройства, такую примитивную картину, как и рисуют себе ещё те врачи, которые, собственно, повторяют те же глупости, что их учителя выучили там 50, 40, 70 лет назад, поверив когда-то в священную корову. Теперь дальше. Что происходит с белками? Это главное, что надо понять. Если цельные белки, не переваренные в желудке, а таких до 30-40%, придут в 12-перстную кишку, ну съели мясо, яйцо, яичный белок, рыбу, прошли, не переварились, никогда до конца не переварится. Здесь, обработанные трепсином, ферментом поджелудочной, железы, белки тоже до конца не доразобрались. И процентов 20-30, по-разному у всех, может меньше быть, может больше, сосались через стенки слизистой тонкого кишечника в кровь. Пошли куда? В печень, первый удар по печени, поэтому фиброзная ткань нарастает, для печени вообще-то самая страшная пища не только животные белки, что безусловно понятно, но еще и клей, любой, вообще любой клей, ну например, вот хлебобулочные изделия, вообще вареный крахман, это картошка вареная, это рис вареный, ну соответственно, макароны и прочая прелесть, хлебобулочные, вот это клей, то, что делает, замещает клетки, залепляются они, они погибают от кислородного голодания и образуются фиброзные рубцы, вот эта фиброзная ткань, нарушается кровоток, дисфункция, не вырабатывается достаточное количество следующих питательных веществ и все, что я говорил выше по печени, вот это прямое следствие питания, то есть это тут 95% влияния питания, все остальное это где-то 5%. А как нам говорят, а при чем тут питание? Да ни при чем, если ты, так сказать, с головой не все в порядке, то, конечно, ни при чем. Тогда давай дальше, но только дальше будет все известно, как будет. Лотерея только будет в том заключаться, что сколько потом протянуть удастся, но чтобы вылечиться, если уже до такого дошло, ну чудес не бывает. А то, что мы называем чудесами, когда люди излечиваются от четвертой стадии рака, что естественно можно, и от любых других заболеваний, мы называем это чудо. Нет, это происходит тогда, когда человек поворачивается лицом к природе, понимает, что нужно делать, или угадывает, ну и, собственно, попадает вот в эту точку, что называется. Ну почему же мы не удивляемся, когда, вы знаете, какие проблемы бывают у кошек, которые вот домашней пищей, особенно творогом, молоком, там почки просто уже практически не функционируют. Ну кто кормит вот молоком, там творогом кошек, это знают хорошие ветеринары на самом деле. Ну и вот потом, попадая на природу, они ищут определенные травы, воду, если вдруг из города попадают куда-то на лето, и просто на глазах выздоравливают. Вот. Собственно, и человек может выздороветь, если бы он знал, что надо делать, и какую пищу надо есть. Ну, у них есть инстинкт, а у нас горе от ума, поэтому, собственно, мы имеем то, что имеем. Далее. Так вот, что самое теперь главное? Вот повторение мать учения, кто не знает, просто вот воспринимайте сейчас самую главную информацию. Итак, животный белок попал в кровь. Моментально возникает реакция, которая называется в биологии антигена-антитела. Что это такое? Это то же самое, когда в организм попадает вирус, бактерия, грибок. Это тоже белки, специфические свои белки. А любой белок, высокомолекулярный, целый, цельный белок, он создался природой для конкретной цели конкретного живого организма. Но в человеке должны синтезироваться, как вы уже признаете, белки свои. И каждая группа тканей, органов, клеток синтезирует нужные этой группе тканей белки свои собственные. Печень свои, селезенка свои, ну и так далее. Теперь. Но попал белок чужеродный. И неважно, вирус это, либо кусочек бывшего, так сказать, трупа животного, который вы съели в виде мяса, мышечной его ткани. Реакция будет одна и та же, абсолютно одна и та, что на вирус, что на белок молока. Будут вырабатываться различные антитела. Моментально организм печатает иммунные клетки. Макрофаги всякие там, лейкоциты, трамма, значит, и так далее. Значит, теперь. Макрофаги там, и про... Значит, эти иммунные клетки должны уничтожить эту белковую молекулу, вирус бактерии, или просто молекулу белка бывшего, так сказать, неважно. Они ее ловят, уничтожают, погибают, образуются в организме... Ну, белок гниет, а ведь лейкоцит это тоже белок, правда? Наш только. Вот погибают обе молекулы. Образуются, ну, не молекулы, а много молекул, в общем, группа молекул погибает, и образуется что? Трупный яд, ну, гной, мясо гниет, видели как? Вот это образуется в организме. Больше, меньше, это сколько вы съели, чего. И дальше уже зависит от того, как работают выделительные, пять выделительных систем человека. Но мы немолодеем, а идет все только к старости, чем больше мы живем, и организм имеет резерв запаса прочности, поэтому когда-то чудо не происходит, а возникают болезни, раньше или позже. Именно те самые, которые можно было бы предотвратить, серьезным образом отсрочить или вообще аннулировать, и человек бы жил бы совершенно другой срок жизни, более качественно, и так далее, и так далее. Но происходит, что происходит. Так вот, что происходит дальше? Трупный яд, это потрясыны, кадаверин. Ну, кадавер – это труп, в переводе с латыни, то есть это трупный яд. Да, он образуется в организме, когда человек поедает мясо, молоко, творог и другие, так сказать, в кавычках продукты для человека, тем более в искаженном виде, в дентурированном. Это вообще, это безумие. Ну, то есть, когда ДНК плавится при плюс 70, жизнь-то уже невозможна, когда белки сворачиваются, кстати, после плюс 70 происходит разрушение первичной структуры белка, и в биологии такая донатурация, как называется, полной и необратимой. Это значит, что жизнь прекращена, и восстановить ее практически невозможно. Ну, вот теперь, собственно говоря, ладно, идем дальше. и у нас следующий отдел, это уже толстый кишечник. Вот вы видите, тут каловые массы формируются такие, но, к сожалению, вот это все токсины, яды, они часто в кровь всасываются, обратно всасывание, по разу, а часть продвигается по толстому кишечнику, и тут уже очень сильно, ну, скажем, да и в тонком уже, но особенно в толстом, перерестатика, вот это самое продвижение, в людей, которые едят рафинированную пищу, мясо, рыбу, вот это все опьют мало, от клетчатки не едят практически, у них замедленно процессы гниющие, ускоряются, вообще мясо гниет до двух суток в организме, молочные белки не менее, ну, и вообще любая вареная пища, это где-то 12 часов, то есть она не продвигается, она постепенно, конечно, продвигается, только за счет давления сверху поступающей пищи, то есть фактически это просто катастрофа. Ну, и тут возникают различные заболевания, в том числе, безусловно, все формы воспалений, так сказать, и прочее, и прочее. Значит, теперь я сейчас смотрю, чтобы уже, так сказать, много лишнего сейчас не говорить, давайте с вами идем дальше, толстый кишечник, у него несколько функций, кстати, теплотворное. Вы знаете, что вот некоторые говорят, а я мерзну, прочее, особенно, а вот если у человека толстый кишечник чистый, а мы говорим об очищении, сегодня будем говорить, то у него холодно быть не может, потому что у него, а тут знаете, какой огромный, это же как батарея нашего организма, тут такой кровоток, кровообмен, колоссальный, ведь это и есть как раз, здесь только АТФ молекул, собранных в мембранных клетках, тут по идее, вот это наша тепловая станция, понимаете, кишечник, это еще одна толстая, это его одна важнейшая функция. Кстати, а вот тот самый аппендикс, это резервуар, в котором, у него несколько функций, но в том числе, кстати, одна, это переваривание, вот бактерии там есть, которые, значит, переваривают грубую растительную клетчатку, значит, но вообще аппендикс, это железа, вот два слова скажу, да, она выделяет ведь еще ферменты, которые, знаете, для чего предназначены, для переваривания жестких структур клетчатки, а именно целлюлозы, оболочка овощей, фруктов, и когда врачи, не знающие, начинают там насчет, вот когда панкреатит, ну, понятно, когда уже в такой форме, что они говорят, нет, надо обрезать, надо не есть, ну, дальше человека хотите хроническим инвалидом сделать, ну, не надо, значит, а я скажу, надо, но только надо перемалывать в блендере, есть по чуть-чуть, не есть ничего сладкого, то есть мы не будем сейчас говорить о болезнях поджелудочной, для этого у меня есть подробный информационный продукт, где как раз печень, желчный пузырь, поджелудочная, болезни, методы лечения, и прочие восстановления, это сегодня вам будет предложено, теперь дальше, ну, на вопросы я, безусловно, на любые отвечу, сколько у нас будет времени, у вас терпения, теперь мы сейчас, скоро уже перейдем к нашей следующей, сегодняшней теме, важнейшей, но пока давайте до конца, так сказать, вот это вот разберем сейчас, ну, и, конечно, аппендикс, это инкубатор, где живут определенные группы бактерий, которые, собственно говоря, являются нашими симбиотической микрофлорой, которые расщепляют как раз клетчатку, грубую растительную, до всех незаменимых аминокислот, в том числе незаменимых, до витаминов, в том числе B12, потому что B12 всегда у всех животных синтезирует бактерии, мы люди не ущербны, у нас они тоже должны быть и должны синтезировать, а то, что у кого не синтезируют, в этом не природа виновата, а ваше питание прошлой жизни, или нынешнее, если вы еще не спохватились, так что будут ли они работать или нет, зависит от вас, тут есть ошибки, которые, безусловно, люди совершают, а потом клевещут на природу, хотя клеветать надо не клеветать, а просто себя, понять, почему у тебя не получается, привести в порядок, как раз кишечник, чтобы эта симбиотическая микрофлора заработала, и она тебе будет синтезировать, в том числе, незаменимые аминокислоты, то есть, смотрите, как интересно, их можно не только с пищей непосредственно, съев 3-5 растений, как я говорил, разных получить, а их можно еще получить путем синтеза любой клетчатки растительной, живой только, термически не обработанной, если только наша симбиотическая микрофлора не будет порабощена и замещена патогенной, которая, как раз, знаете, образуется, когда ее активно цветет, размножается, а когда человек ест вареную, жареную пищу, пищу гниющую, гнилосную, вот это самое мясо, прочее, да, тогда вот эти симбиотические, только, извините, именно патогенные микроорганизмы берут верх над, вытесняя симбиотические, они, конечно же, эти патогенные микроорганизмы не дают нам умереть моментально, чтобы мы отравились, просто сразу бы иначе, они все-таки эту пищу в какой-то степени разбирают, разлагают, но они-то на ней питаются, живут и гадят в нас, выделяют, и мы травимся их токсинами, к тому же, они не все перерабатывают, и вот поэтому такой плохой и запах, и прочее, и все, с этим связано. Ну а дальше, соответственно, что происходит? Ну, человек перестает есть эту пищу, у него сначала идет наркотическая ломка, абсолютно, потому что мясо, это те же самые идут эндорфины, то есть, те самые сродни морфинам, которые при героиновых наркоманах, и так далее, как алкоголик, как курильщик, принцип один и тот же, в мозг идет иннервации, что, так сказать, на привычный раздражитель мощный, ну и, соответственно, это нейрогуморальная уже регуляция, связана с нервной системой эндокринной, поэтому она уже расшатана, она снервирована, вот это проходит, безусловно, патогенные микроорганизмы погибают, когда человек не дает им привычной для них пищи, и постепенно организм начинает чиститься. Но что значит постепенно? А вот это как раз очень важный момент, потому что тут важно палку не перегнуть. Да, есть люди, которые не сильно загажены, так скажем, грубо, и они могут просто перейти на живое питание, они могут просто даже поголодать, и у кого-то это просто идет изумительно, а у кого-то есть проблемы. У кого есть проблемы? Кто накопил себе очень много шлаков, токсинов? Ну, представьте, человек начал голодать, а голод – природный механизм, который запускает что? Процесс очищения автоматически организма. Но ведь что это происходит в результате этого? А в результате происходит то, что яды и токсины моментально в больших количествах, чем привычные в вчерашней жизни, в разы, в десятки раз выходят в кровь, в лимфатическую систему, а сразу идет удар на что? На печень, на почки. Организм может не справляться, возникать вот эти кризы, интоксикации, и человеку плохо. Так а как же им будет хорошо? Так чему же кривить тогда душой и глупости повторять за другими, что, мол, мне плохо стало? Ну, так понятно, почему плохо стало тебе. Потому что ты сделал все для того и бездумно сделал, чтобы тебе было плохо. Но вы-то должны понимать, разумные люди, что очищение организма – это прекрасно. Только как очистить правильно? Ну, вот мы к этому и подходим, собственно. Итак, ладно. Пища прошла, она должна… Да, кстати, а вот в складочке толстого кишечника, а там тоже свои огромные количество складок. Вот я даже… Так вам сейчас покажу. Вот здесь, там тоже есть ворсинки, там тоже все это сложная система. И, в общем, поверхность слизистой розовая, должна быть гладенькая. Вы знаете, что происходит на колоноскопии? Вот можно посмотреть там у людей. Это просто ужас. И потом удивляются… Вы знаете, вот если посмотреть кадры съемок, а они есть, ну, допустим, вот у людей больным раком молочной железы, или что всегда кишечник страшный, черные, белые, так сказать, вот там грибы, там слизь, там каловиканы. Ну, поймите. Вот это, знаете, что такое? Это сосочки, протоки, лимфатические протоки. Лимфа обволакивает огромные лимфатические узлы, около 300 кишечник. И вот через лимфатическую систему в кишечник должны выходить шлаки и токсины от минимума половины нашего тела выноситься. А если там камни между складками, а если слизью, грибами порослось, соментировано все, уже лимфа не может туда чиститься. Вы представляете, что тогда происходит? Тогда лимфатическая система начинает паразитировать грибки, берут вверх. Тогда она идёт вверх, потому что идёт огромная нагрузка на лёгкие, потому что следующая попытка через крупные лимфоузлы очистить через лёгкие. Вот тут у вас уже кашли, бронхиты, тут у вас уже слизь, отхапкивание зелёное и прочее. А кишечник, то значит автоматом здесь загажен? Конечно. Иначе бы этого не было. Конечно. Так вот, поэтому кишечник – это основа здоровья. Но я вам говорил сегодня – печень, кишечник. Итак, кишечник и печень в единой связке. Кишечник, разумеется, и тонкий, но и толстый, конечно, в огромной степени. Так, ну, скажем, для нормальной микрофлоры, вот для нормальной, да, что производит толстый кишечник? Вот, и вообще кишечник в целом. Синтез витаминов, посмотрите, любых. Это обмен жиров, жирных кислот, ну, безусловно, с печенью, с правильно работающей печенью. Обмен билирубином, вот, ну, необходим, то есть здоровая печень, желчное кислот, водно-солевой обмен, тепловой обмен – это та самая батарея тепловая, толстый, если он чистый. Участие в синтезе аминокислот, ну, потому что кишечная микрофлора симбиотическая, когда в чистом кишечнике, и у кого целый, тем более, аппендикс, это просто поправить ситуацию можно, если правильно пройти методику очищения и голодания. Дальше состояние уже слизистой и прочее, и участие, значит, в усвоении кальция, потому что его надо, на самом деле, очень немного. И, кстати, кальций может быть усвоен только в форме органита кальция, а не в форме карбоната кальция. А это только в растениях, ну, в животных тоже, но если вы сырое животное съедите, термически необработанное, тогда да, как это по эскимосам, скажем, раньше ели, или там до сих пор некоторые, так сказать, по традиции. Но, опять-таки, там есть другие свои проблемы. Там огромное количество автоиммунных заболеваний, но всё-таки действительно народы к раннего серия жили некоторые, некоторые группы, ареалы, только определённые группы, определённого народа, группы, не весь народ, да, жил и 100 лет, и 110 было, но, правда, не 150. А почему жили столько? Вода уникальная. В некоторых местах, вот где вода уникальная, в плане того, что вода, ведь, поймите, она может быть уникальным очистителем, но если у неё есть параметры физико-химические, определённые для того, ОВП минус 200-300, коэффициент поверхностного натяжения 41 на квадратный сантиметр, это всё тоже измеряется, и понятно, что и почему. Ну, что касается воды, я вам тут сегодня ещё кое-что расскажу важное, и поэтому сейчас пока паузу в этом сделаю. Так, не буду дальше говорить про разные проблемы, связанные с пищеварением. Безусловно, очень серьёзные заболевания могут быть вызваны различными, так сказать, простейшими различными бактериями, но, собственно говоря, нельзя же коснуться всего. Но поймите, главное, при равных прочих всегда у вас колоссальное количество будет преимущества вашей силы организма, иммунитета, если вы будете правильно питаться, пить нормальную качественную воду, спать, когда положено это ночью, а не смотреть телевизор либо компьютер, не есть на ночь, минимум пользоваться сотовым телефоном, есть городской. У кого нет такой возможности, значит, соответственно, дистанционно держите рядом с собой на расстоянии метра по громкой связи, либо через микрофон, то есть этот провод, проводной микрофон. Но, понимаете, если мы будем на одно плевать, на другое, на третье, ну, мы получим неотвратимую проблему. Конечно, не сегодня, завтра, но обязательно получим, зачем это надо. Или что, мы будем думать, надеяться на то, что ни о чем, авось, небось, ну, что будет в результате, ну, кто разумный человек поймет, что будет в результате, сами ответите себе, что будет. Так, теперь мы с вами что? Ну, а теперь давайте сделаем вот какую вещь. Так, у нас с вами идет сейчас вебинар уже сколько? Два часа. Так, два часа. Я могу, знаете, что предложить? Давайте, наверное, так. Потому что, смотрите, мы сейчас с вами перейдем к очень важному. Я сейчас подытожу все, что я сказал. Я расскажу теперь о методиках. Я расскажу о логике вот этой очистки, да, организма. То есть, главная наша с вами сегодняшняя вот задача, собственно, как раз здесь, да. Но, что я хочу вам сказать? Сейчас, одну секундочку. Да. Но я вам хочу сказать немножко... Да, потом вопросы, ответы на вопросы, разумеется. А сейчас я вас прошу, дорогие друзья, посмотреть внимательно на чат. Я его не вижу, но алгоритмы знаю. А Екатерина поправит, если я не прав, но думаю, я прав. Я сейчас попрошу ее. А для вас это будет небольшое такое расслабление. Ну, потому что мы перейдем к следующей очень важной теме, собственно, завершающей нашей части, но самой главной. И поэтому я хочу просто сегодня, сейчас вот вам представить, чтобы потом на это не отвлекаться по возможности, те информационные продукты, а именно методики лечения, где в каждой есть системы очистки тех или иных групп органов тканей, систем, которые мы вам предлагаем. И я полагаю, что над чатом, вашим чатом, сейчас появится картиночка, куда вы можете нажать. Там будут информационные продукты. Попасть на эту страничку, а я вам расскажу про эти продукты, чтобы вы представляли, что там вообще есть. Правильно, Екатерина, как мы сейчас? Вот так вот сделаем? Да, все правильно. Сейчас в течение нескольких секунд буквально над чатом появится баннер. Вот, все уже появилось. Появилось. Поскольку я его не вижу, вы мне просто скажите, вот если наши сейчас зрители зайдут по этой ссылочке, которую они видят над своим чатом, они увидят, что? Вы мне скажите первое, второе, третье, а я расскажу про эти инфопродукты людям, чтобы они понимали, что это такое. Мы видим следующее предложение. Так, первый инфопродукт – это лечение болезней, органов и тканей, систем пищеварения. Давайте сразу про это я расскажу. Дорогие друзья, что сюда входит, в этот комплект? Вот, собственно, то, что сегодня по причине, понятно, обширной темы, я, конечно, рассказать вам не мог. Но я вам скажу, что туда входит. Во-первых, вы увидите, и даже кто сейчас, ну, скажем, досконально все не прочтет, всегда вы можете, даже после того, как закончится наше сегодняшнее выступление, да, мероприятие, вы зайдете ночью или рано утром, неважно, или сейчас параллельно, и вы, если посочтете нужным, это сможете заказать, а главное – прочесть, что входит туда. Но я вам расскажу. Вот те заболевания желудочно-кишечного тракта, начиная с ротовой полости до прямой кишки, начиная, скажем, геморроев каких-нибудь сосудистых болезней, изжог, потому что это, так сказать, понятно, это излишняя кислотность, и все с этим связано. Да, почему и как. Болезни, кстати, поджелудочной железы, но полипов в кишечнике, кстати, которые врачи делают операции, вырезают, а я вам так скажу, полипоз даже кишечника, когда много полипов, можно вылечить за 3 недели. Там даются эти уникальные методики на основе, скажем, экстрактов трав, на основе того, что вы сами только их возьмете, сделаете, значит, кое-что. Ну, это вот конкретно по этой страшной беде, как бы полипозу, 3 недели и не будет. Значит, это спаечные болезни, это всякие различные энтериты, колиты, гастриты, любые язвы и онкология. Вот там все это дано. Как лечить, что? Ну, безусловно, и как профилактика, и как конкретное лечение, даже в какой бы стадии этого ни было. Мне писали люди, такие отзывы, например, даже, что вот писала женщина, что вот у нее был четвертая стадия рака, с метастазами в мозг и в печень, она вылечилась. Но эта форма такая крайняя, что я вот вам так скажу, что многие, конечно, в этом скажут, что медики, что это невозможно, но вы найдете, если захотите, и это письмо. Так, теперь дальше. Значит, это вот, что касается вот этой темы. То есть, даже если, конечно, дай бог, чтобы ничего проблем из этих не было ни у кого, но чтобы у всех было все в порядке с желудочно-кишечным трактом, это нонсенс, такого нет. Поэтому этот продукт необходим, и у кого его нет, я просто чисто по-человечески вам рекомендую приобрести. Да, очень важный момент. Его цена номинальная и так невысока. Для того объема знания, это более там, там и видео, и, ну, главное, там вот эта методичка, по-моему, более 60, чуть ли не 80 страниц. Вот. Прямо четко, что и как надо делать при тех или иных болезнях, да, чтобы они прошли. Методики лечения. Так вот, вообще стоит это 5 тысяч по номиналу, а сегодня будет цена 3 500. Дальше. Второй продукт, какой мы сегодня предлагаем? Дальше. У нас идет продукт печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Методики лечения. Да. Да. Значит, смотрите, я еще забыл сказать, что безусловно, в этом инфопродукте по пищеварению безусловно, есть дана методика, естественно, комплексной очистки, потому что, ну, а как иначе, поймите, вообще, что такое лечение любой болезни? Это очищение раз по-любому, если мы говорим о системе пищеварения, значит, кишечника по любому случае, значит, печени мы тоже в любом случае, хоть краем, но касаемся. Дальше. Здесь, что в обязательном порядке есть? Это препараты, те или иные, основанные на травах, это обязательно сорбенты, это корень, это различные там грибы, если это нужно, это, скажем, экстракты некоторых грибов, мощнейшие действия, скажем, какие-нибудь там, например, веселка, гриб, веселка так называемая, это и саркома лечит, и меланома, ну, нет, это не панацея, я вам просто хочу сразу сказать, не панацея, панацея это только системная методика, где даны программа А, Б, В, Д, С и выход из этого, и питание организма при этом, чем и как, какими питательными веществами, то есть панацея в виде отдельного взятого, это, знаете, человек может в такой ситуации находиться в состоянии здоровья, что он еще здоровый достаточно человек, ему иногда везет, когда он что-то по рекомендации кого-то примет, ему поможет, а другим не помогает, но когда эта методика грамотная, учитывая все факторы, все стороны жизни человека и всю биохимию, вот тогда обязательно это произойдет, потому что по-другому быть не может, поэтому я даю методики комплексные, надежные. Теперь дальше. У нас следующий продукт это... А, следующий... Да, 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 да. Смотрите, печень поджелудочная и желчный пузырь. Вот тут даны методики, а я сейчас одну секундочку его тоже перед собой открою, ну, чтобы, так сказать, сразу быть с вами на одной волне. Там даны, вот, лечение, смотрите, всех болезней печени, связанные, начиная от холонгита, желтухи, гепатита любого, так сказать, до С, и жировой гепатоз печени, и, так сказать, прочее, прочее. Это восстановление печени, регенерация клеток печени. Это как раз, вот, основа основ. Это и, так скажем, проблемы, кстати, с желчным пузырем, камни, как растворить камни, методики, тюбажи. Вот тут дана методика, например, Морица, конечно, которую можно где угодно посмотреть, но даны, как бы это сказать, рекомендации на, вот, очень важные, в чём есть определённые проблемы и что надо учесть. Ну, в общем, это примерно тоже под 80 страниц методик. Это очень серьёзный труд. Значит, там всё, как я уже сказал, тхолецистиды до гепатитов и цирроза печени, и тут ещё панкреатиты, тут поджелудочная железа, то есть, вот, основа подробная. Ну, соответственно, это даны методикой комплексной системы лечения. То есть, это, входит туда огромный вебинар со слайдами, таблицами и прочее, огромное количество дополнительной информации, глубокой, для более системного изучения. Там же методики лечения и печени, и желчного пузыря, и так далее, и так далее. Ну, и, в общем-то, касается там, кстати, и паразитов частично, потому что, ну, а как, если мы печень разбираем, я же даю системно, я боюсь, что человек что-то пропустит важное, чего-то не поймёт, человек всегда чего-то может не понять. Поэтому даже, если это продукт про печень, но в печени есть паразиты, я и о них говорю, ну, в общем, там всё, что касается этой темы. Ясно, там травы, сборы, но не только и методики, пожалуйста, кто хочет препаратами определённых компаний, которые на основе растительного сырья выпускают эти препараты, это тоже, то есть там несколько путей. Путь первый – это сами травы покупаете, я говорю, какие и прочее. Какая методика, что питаться при этом, чем, когда ритм дня, там учтено всё, вплоть до биоритмов и так далее. И очисток, и, конечно, здесь уже тюбажи печени, это очистка печени, это очистка от желчных камней, растворение желчи, улучшенная циркуляция желчи и прочее. То есть вот тут вот налаживание этих механизмов. И всё про поджелудочную. Всё, теперь третий. Да, стоит он тоже 5 тысяч, сегодня будет 3 500. Екатерина, что у нас с третьим продуктом? Дальше у нас вода, болезни и обезвоживания, лимфатическая система. Да, прекрасно. Вот можно я ещё скажу на секундочку? Вот этот продукт у нас в наших вебинарах, в профилактикуме, представлен впервые. До этого мы его не предлагали. Да, это я решил его поставить почему. Коли мы сегодня говорим, а сейчас будем как раз говорить, я вам всё расскажу о системах очистки, то поймите правильно, вы уже поняли в сегодняшней лекции, что лимфатическая система – это канализация нашего организма, что она в три раза крупнее кровеносной системы. Она берёт начало в межклеточном пространстве каждой клетки нашего организма, между ними, и выносит продукты метаболизма клеток. А если она этого не делает, и как раз не делает, и вот все проблемы, связанные, так сказать, многие проблемы с кожей, обязательно лимфатическая система строит. Грибки есть в организме, обязательно проблема с лимфатической системой. И так далее, и так далее. Так вот я вам что хочу сказать. Здесь, а я сейчас её тоже перед собой открою, я о чём говорю, что входит в этот уникальный инфопродукт. Во-первых, мои лекции о воде, но это как просто прикладное для удобства, чтобы просто они были под рукой, хотя они есть открытые в доступе, дело-то не в этом. Но дело-то в другом. Там даны именно методики работы с активизацией и прогонки, именно активизации нормальной работы устройства лимфатической системы, по как функционируют почки, проблемы с почками, вот это давление, нефриты, прочие камни, вот всё-всё-всё, как очистить и восстановить работу почек, это крайне важно, да, и взаимосвязь с лимфатической системой, с кожей, с дыхательной системой. Потом, что такое мочевая кислота и соли, песок камня, как всё это без операции обойтись. Значит, как устранить инфекции и болезни, связанные с болезнью почек, что такое вода, как она влияет, какая должна быть вода. То есть, это огромный мощный инфопродукт, тоже с большим объёмом, тоже порядка больше 60 страниц методик лечения. Ну и, конечно, значит, соответственно, тут взаимосвязь идёт почки, кишечник, печень, кожа, водный баланс, лечение почечных и смежных заболеваний. Это огромный объём информации, очень-очень важный. Так вот, стоимость тоже номинальная 5000, сегодня будет 3500. И какой мы четвёртый продукт представляем сегодня с вами, Екатерина? Какой ещё? Екатерина, какой сегодня ещё у нас четвёртый продукт с вами? Так, слышно ли меня? Да. Методики излечения от грибковых заболеваний. Вот, вот, прекрасно. И вот смотрите, и вот я последний сегодня продукт, который предложил для вас, дорогие друзья, это методики лечения грибковых заболеваний и как раз кожных, потому что я вам хочу такую вещь сказать. Если у кого-то псориазы, нейродермиты, дерматиты у детей, запомните, мамы и папы, что это заболевания именно грибковые, кожных заболеваний нету практически. Это всё отражается на коже, но это не кожные заболевания, это проблема с лимфатической системой. И, кстати, вы знаете, где появляются вот эти вот первые? Вы же, как говорится, мне соврать не дадите. И врачи. Везде где? Локтевые суставы, щёчки, вот это вот, значит, животик, вот это солнечное сплетение, вот там пятна красные, локти, сгибы коленок. А потому что под сгибами коленок и вот этих всех суставов находятся крупные лимфатические узлы. И самое близкое расстояние до кожи. И это последняя возможность, когда организм не может выделить яды, токсина, и к тому же всё поражено грибками, под давлением вывести, проявиться на коже именно в этих местах, где крупные лимфоузлы. Так вот, видите, как всё взаимосвязано. Но кожные заболевания – это отражение внутренних проблем. Внутренних. И вот здесь, что я даю. Значит, тут методики избавления от детских и иных форм экзем, от нейродермитов, контактного и иного дерматита, атопического дерматита, сибарийного дерматита, то есть там перхоть, корки и прочее. Там всё подробно расписано по каждому. Псориазов там, в том числе, чешуйчатый лишай, стригущий и иной лишай, грибки ног, стоп. Это отдельно разбираются и комплексно. Потому что, смотрите, грибковые, как правило, когда есть поражение грибковой, где бы они не локализировали, локализация не была, но основа основ – это кандидоз, системный кандидоз. Это значит, основа кишечника, дальше где угодно, в любой ткани, органе и так далее. Там дана схема лечения системного кандидоза. Ну, то есть молочница вот этой самой. Ну, не только. Была бы только в этом проблема. А лёгочные грибки, а различные, это, кстати, гистоплазмоз, а микоплазмоз – это бактерии с грибами, так сказать, и так далее, менингит и прочее, это тоже грибковая инфекция. И вот это всё там как раз есть. То есть это очень важный продукт для каждого человека, для каждого, ну, мамы, папы, потому что для детей вы будете знать, как что делать. Правила гигиены, так сказать, комплексы, компоненты лечения, как что должно быть под рукой в вашей аптечке домашней, нормальной, и так далее, и так далее. Ну, и, собственно говоря, подробнее вы изучите, если посмотрите это описание, потом спокойно подробнее. В общем, это очень важный продукт. Его стоимость тоже стандартная – 5000 рублей, но сегодня будет цена 3500. И вот эти четыре важнейших продукта. Но это ещё не всё. И у нас есть к вам такое специальное предложение. Потому что кто сочтёт нужным, что вполне логично, у кого нету ничего из этого, то мы предлагаем вам поступить разумно, логично, если есть на то возможность, и приобрести все четыре этих продукта. Вместе они по сегодняшней, по минимальной цене, ну, 3500 вместо 5000, умножаем на 4. Это сколько получается? Это получается, значит, ну, 14 тысяч, да? Да, но мы сделаем вам цену ещё на 2000 за комплект меньше, и цена за комплект будет не 14 тысяч, что и так по цене 3500 за каждый продукт, а будет цена 12 тысяч. То есть ещё скидка дополнительная будет за комплект в 2000 с комплекта. Поэтому, ну, возможность такую не упускайте. Это я вам просто, как говорится, рекомендую от души. Это действительно огромный труд и знание. Я вложил в эти продукты и колоссальное количество трудов, времени, анализа. Теперь, вот, если захочет сейчас что-то добавить Екатерина, может быть, технические вопросы возникают у людей, как всё это сделать. Кстати, вы в чат будете писать, если что-то не поймёте потом, вам обязательно ответят наши организаторы. Ну, сейчас Екатерина, может быть, что-то добавит, а мы потом... Да, я хочу чуть-чуть дополнить. Во-первых, дорогие друзья, действительно, да, если у кого-то не появился баннер, либо что-то не срабатывает, можете писать мне личным сообщением, либо в чат, я вам пришлю отдельную ссылочку на страницу информационную, где вы это всё можете увидеть. И хотелось бы ещё вот обозначить, что буквально, особенно по комплексному предложению, что, как всегда, спеццена у нас действует двое суток с момента объявления. То есть уже сейчас пошёл счётчик в обратную сторону, соответственно, вот сейчас остаётся один день, 23 часа и 46 минут, и вы сами понимаете, что счётчики у нас всегда действующие, и дальше, через два дня цена поднимется на комплекс до 20 тысяч рублей. Прямо сейчас вы экономите 8 тысяч, заказав его. И точно так же по другим курсам, поэтому смотрите, и я уверена, что вы примете правильное решение. Так, ну тогда, я думаю, мы можем продолжить, да? Да, Юрий Андреевич, продолжайте, пожалуйста. Тогда, уважаемые друзья, что я вам хочу сказать. Я вот сделал такую некую рекламную паузу, как оно есть, говорю, да? Ну, понятно, что это рекламная пауза, но это как раз то немногое, что действительно в жизни, по большому счёту, именно надо, потому что это надо для жизни, для вашей именно жизни здоровой. Поэтому на это жалеть средств не нужно. Собственно говоря, вы, каждый, я думаю, из вас потратил столько денег на врачей, а как я понимаю, и вы, наверное, уже тоже это понимаете, большинство этих потраченных средств, а может быть, всё было бессмысленным, к тому же это не продлит жизнь, не изменит и не решит проблемы. Ну, а это совершенно другое дело. Тут методики природные, со знанием дела, комплексные. Всё, о чём я с вами говорю, буду говорить ещё. Ну, в общем, давайте перейдём теперь к чему. Сейчас я вам расскажу про системы очищения, маленькая, как говорится, компиляция, потом методики, я вам о них расскажу, о логике вот этой общей применения. Дальше я вам буду отвечать на вопросы. Ну, поехали, как говорится, дальше. Так вот, говоря вообще о системной очистке организма, нужно о чём сказать? Зачем она нужна? Ну, как зачем? С этого мы, в общем-то, и начали. С того, что мы себя, своим неправильным образом жизни, неправильной пищей, другие факторы действуют на нас, через кожу, через воздух, через лёгкие, которыми мы дышим, воздухом этим, сгорием машин, копотью и так далее, мы зашпаковываем, загрязняем токсинами, ядами свой организм. Главное, это 80% беды до 90-х, и больше это питание. Ну и другие. Потом, у нас могут быть паразиты. Легко и запросто, и просто. Петрушку помыли немытую, так сказать, на грядке, хорошо, да потом отмыть, и порой, если глисты приклеены, мы навозом удобряем, любим. А через навоз, вы знаете, сколько передаётся паразитов? Это просто огромное количество. Поэтому, кстати, вот насчёт паразитов, ну, просто мы сегодня продукт вот этот информационный вам уже не стали предлагать, у нас была по этому поводу конференция. Но если кто-то захочет приобрести вот эти методики по излечению паразитической заболевания, напишите организаторам нашим. Сегодня мы это не представляем, но сегодня и так, значит, важных продуктов много. Но я про это должен был сказать, говорил вам и ещё скажу. Теперь, я говорил про лимфатическую систему, ну, про кровь, что тут можно говорить? Это соединительная жидкая ткань, которая соединяет каждую клеточку нашего организма с другую, со всеми органами, со всеми системами, переносит питательные вещества, забирает продукты метаболизма также и так далее. Так, и вот первопричина всех болезней – это загрязнение нашего организма. По большому счёту, это именно так. Это первопричина. Как, от чего я говорил про животные белки, какой они опасно представляют, как вот эти яды, токсины, в том числе белковые, азотистые, вот эти, происходят, значит, вплоть до аминотоксикоза головного мозга. То есть, грубо говоря, вот те самые шизофрении и вообще болезнь Альцгеймера, ну, хотя там ещё силикат алюминия, но, накопление алюминия в головном мозге, но, тем не менее, это всё аминотоксикоз головного мозга. То есть, как раз то самое воздействие токсичных аминокислот, то есть, азотистых остатков, оснований, которые, вот, собственно, поступают в организм, до конца не выводятся. А те же ураты натрия, пожалуйста, это же тоже продукты распада белков излишнего количества, такого излишнего, что организм не может переработать, и соли вот эти ураты, и это причина, например, подагры, то есть, болезнь богатых. А вы знаете, болезней богатых-то очень много. Вот доктор, про который я рассказывал, Кэмпбелл, например, он же ведь как раз на Филиппинах начал изучение, потом он уже, так сказать, его просто комиссии туда послали во главе, и он, изучив, так сказать, понял, что думал, что рак печени, сейчас он приедет, у бедных детей, в бедных семьях не хватает питательных веществ, ну, плюс, конечно, вот эти яды, афлотоксины там, не буду сейчас углубляться, но он-то понял, что как раз у богатых, а у бедных практически нет, потому что у бедных, как потом оказалось, пища-то другая, и как раз пища влияет, самый главный фактор на здоровье оказывает. Да-да-да. Ну, так вот, что происходит сейчас? Конечно, сейчас происходит химизация питания через продукты питания и медицину, это антибиотики, это все эти поганые цитостатики, гормоны искусственные и прочее, это всё влияет, это всё шлаковывает, закоксовывает наш организм, меняет метаболизм, разрушает клетки, ослабляет иммунитет и так далее. Качество и количество пищи, это влияет? Безусловно. Это совместимость пищи, это влияние, когда белки с углеводами и всё подряд, и идёт вообще переваривание, нет, ображение, гниение, да. Это, безусловно, экология влияет, конечно, это самое, что содержится в этой пище. Естественно, продукты, так сказать, сгорания дизельного топлива, прочее, ну, ясно, да. Значит, нервы, нервные, так сказать, стрессы влияют, очень сильно влияют, очень сильно. Наша жизнь, чем дальше, всё более стрессованное становится. Везде кризисы, войны, не уверены в завтрашнем дне. Ну, естественно, это всё влияет на нормального любого живого человека, если он вообще только не отрешился от всего, а что может быть даже и в какой-то мере обоснованно, было бы. Ну, ладно. Кислотная желудка, это я вам говорил, это барьер к инфекциям. А вы знаете, кстати, вот горячий чай, люди пьют, а прям кипяток. Что же творите-то, а? Ну, в природе вообще же этого извращения нет. Что вы делаете? Вы обжигаете слизистую, в том числе, желудка, а, значит, секреция соляной кислоты падает, а вы едите мясо, перекисляя, оно менее переваривается в этом случае, если вы обожгли часть стенок, так сказать, желудка, и у вас меньше концентрация ниже соляной кислоты, у вас ферменты, у вас ферменты, пепсина меньше вырабатывается, а вы ещё воду не пьёте или наоборот запиваете, ну, в общем, тут понятно, разбавляете. Это я всё говорю. Значит, кишечные бактерии могут быть причинами проблемы и дисбактериозов, прочих, а дальше это уже наслаивается, идёт нагноение, конечно, грибковые инфекции, да, кандидоз у 90% населения есть в той или иной форме. Простейшие паразиты, конечно, влияют. Значит, врождённые изменения в виде дискинезии могут быть, могут быть и травмы, конечно, когда, значит, повредили печень или там разрыв кишечника, ну, такое бывает после операции швы. Если там попали инфекции, плохо зажило, через годы это может дать тоже, так сказать, почему нужно кишечник чистым держать, а мы говорим об очистках, сейчас начнём, поэтому важно. Значит, дальше, тонус организма, то есть, что это значит? Это тонус мышц, потому что мы говорили про гипотинамию, а как раз отсутствие пресса, отсутствие нормального движения, это значит отсутствие нормальной циркуляции лимфатической системы, значит, застой, значит, это нарушение перельстатики движения кишечника, да, это как раз вот все причины загрязнения. Значит, вредные привычки, ну, понятно, не есть на ночь, я уж не говорю про алкоголь, табак, это я вообще не допускаю, как вообще неразумное, как страшное дело, про это не говорю, я говорю, есть на ночь нельзя, никакое постоянное перекусывание пищи, постоянное, органы должны отдыхать и должны быть процессы, значит, когда новый комок пищи не попадает, надо этому дать раствориться возможности полностью перевариться и усвоиться, а мы кидаем сверху, тем самым организм пытается, что же ему сделать, но ему хоть как-то тогда надо, тогда он не переварит до конца, коэффициент усвоения пищи падает, пищу несовместимую едим, еще раз говорю, поели какую-нибудь там белковую пищу и туда кинули какие-нибудь сухофрукты или мед, так брожение будет, вы что творите? Это нельзя, это отдельная еда, вообще нельзя смешивать сладкое, даже фрукты, мед с любой другой пищей, даже с салатами, так, хорошо, а уж не говоря про какие-то, ну, другие пищи, так, так вот, для чего мы едим, чтобы была энергия, энергию что дают? Жиры, углеводы, ну, вода, потому что вода, так сказать, это естественно, электрический заряд, вот это тот самый окислительно-восстановительный потенциал, но еще и свободные электроны, я рассказывал подробно, когда говорил про систему пищеварения в других лекциях, про перенос свободных электронов, я сейчас, потому что время мало, не могу этому уделить внимания, но все это вы можете у меня увидеть, изучить в других моих лекциях. Так вот, строительные же материалы, безусловно, это белки, но не только, это аминокислоты, разумеется, вы поняли, ну, белки, которые потом у нас синтезируются наши, нужные нам в нашем организме, и, конечно, остатки различные там уже там минеральные серы, прочие, которые присоединяются, там необходимые, формирующие теоременные аминокислоты, ну, из них строятся белки. Итак, белки, жироуглеводы, жирные кислоты, это необходимая пища, она вся есть в растениях, она вся прекрасно, значит, усвоится, если пища живая, термически необработанная. Если у людей есть определённые серьёзные проблемы с поджелудочной железой, да, может быть временная, частичная, плохая перевариваемость, грубые растительные клетчатки, таким людям нужно в блендерах разбивать, очень долго жевать, принимать дополнительно, временно, пока не наладится в пищу, ферменты, какие, ну, я могу рассказать, сейчас как раз об этом поговорим, временно, потом всё будет нормально, это же не гормоны, когда вы начнёте, подсядете на какие-нибудь искусственные гормоны, синтетические, да, всё, организм даёт команду, а зачем своим вырабатываться, всё, не надо, и потом с этого слезть, с иголки вот этой вот, гормональной, ох, как сложно, а пока этого нет, всё легко. Так, значит, теперь, значит, переработка усвоения пищи, ну, скажем так, если нехватка соляной кислоты, да, то тогда что, хуже переваривания, конечно, хуже, в желудке не будут так, как могли бы расщепляться белки, мало, если желчь, если деформированы желчные протоки, лямблии, вот те самые камни, желчная протока в желчном пузыре, в печени, там тоже камни есть, то это что, значит, меньше желчи будет, она будет неполноценной, не того состава, может быть, может быть, значит, хуже будут расщепляться жиры, жировой липидный обмен нарушен. Значит, дальше, не хватает своих симбиотических бактерий, ну, например, там, химические продукты, антибиотики этому способствуют, конечно, они убивают, всё живое, антибиотики, поэтому и называются, хлорированная вода, так сказать, гормональное, и вообще, так сказать, мясо и прочее, когда меняется состав симбиотической микрофлоры, на вот эту патогенную, гнилостные бактерии, да, конечно, не хватает ферментов из пищи, а безусловно, а как их может хватать, вы поймите, ферменты, конечно, выделяются поджелудочной железой, амилазой, в том числе слюной, вот всё, что мы с вами говорили, но поймите, основное количество ферментов содержится в самой пище, но ведь пища, содержащая ферменты, она денатурируется при термообработке выше 70 градусов, а ферменты-то вообще начинают разрушаться при 43-45 градусах, понимаете, вот те самые ферменты, коферменты, они как раз и значит та возможность, которую нам даёт природа, а какую? Аутолиза, то есть самопереваривание, на что из нашего организма энергии почти не тратится, а за счёт чего идёт этот процесс? А вот когда мы жуём, скажем, яблоко, разрушаются лизосомы, это в цитоплазме такие органеллы, мешочки с ферментами, в каждой живой клетке растительной, конечно же, есть эти ферменты, свои собственные, они предназначены для расщепления своих клеток, своих всех органелл в цитоплазме, то есть всего содержимого продукта. И вот что происходит, мы едем яблоко, жуём хорошо, сок вот этот, так сказать, моментально лопается, миллионы, ну сок, миллиарды вот этих самых лизосом, и ферменты в пространство выбрасываются, и что происходит? И происходит самопереваривание, самопереваривание, и тогда наших ферментов нужно меньше, какая тут логика? Снимается нагрузка с поджелудочной железы, и очень серьёзно, а она ведь и не предназначена для потребления варёной пищи, поэтому так и перегружена, поэтому у каждого второго человека, если не первого, есть панкреатит, просто он об этом ещё не знает, потому что это в лёгкой форме, какие-то иногда недомогания, иногда какие-то покалы, иногда он мёда съел утром, а у него уже под ложечкой такое жжение, это поджелудочная, но это не потому, что вы сейчас мёд съели, это потому, что вы ели долгие годы молочные продукты, каши, то есть клей, который вам склеивал течень, нарушил обменные процессы, который постоянно, бабушка, любимая, так сказать, с утра до ночи впихивала своего внука что-то, а поджелудочная работала круглые сутки, годами, на износ, и резерв уже вот настал определённо, иногда даже в малом возрасте теперь, раньше такого не было, и всегда у всех поколений чуть ли не войны были, проблемы, голод, и это людей очень сильно... Вы знаете, что в блокаду Ленинграда проблема, например, сердечесосуясь с заболеваниями, вообще не было, инфарктов никаких, вы знаете, что не было никаких язв, вот этого ничего не было, об этом пишут очень многие, я вот лично Фёдор Григорьевич знал, ну это величайший русский хирург, и вообще гражданин, патриот и так далее, так вот он был в блокаду, всю оперировал, так сказать, он тоже замечал эти интересные факты, никаких простудных, как бы мобилизация, это всё приписывается некой такой, нет, товарищи дорогие, это мобилизация организма, даже при этих стрессах, то есть к чему я говорю это всё, даже если мы понимаем, что стресс, нервы, это очень плохо, это правда, это очень вредно, есть многие факторы, которые влияют разрушительно на наш организм, но они могут влиять в совокупности, вот тогда этот удар колоссальный, или же если основа основ не подорвана, например, правильное питание, адекватное, то тогда у нас не так действуют эти факторы, сильно, видите как, а голод даёт нам возрождение, это действительно мать родная, не тётка голод, а мать родная. Так, значит дальше, ну а если панкреатиты, так и ферментов-то не хватает и своих, а мы что творим, едим эту пищу, которая всё равно не способна до конца наши органы, та же поджелудочная железа, своими ферментами переварить, например, животные белки, и тогда идёт работа на износ, ну и порой достаточно капли чего-то, кому-то капли рюмки, и на очередном увозят его с острым панкреатитом, с какой-нибудь свадьбы, или похороны, или ещё какого-то, и иногда просто человек умирает, так сказать, остро, ночью, скоропостижно, так сказать, и прочее, ну и так далее. Человек, конечно, современный пьёт мало воды, это большая проблема. Вот та самая рафинированное питание, сухомятка, вода, а вода, это не вода, как я говорил, а пьют компоты, морсы и так далее, а только вода может вынести шлаки и токсины, растворить, между своими молекулами что-то взять, но если между её молекулами уже что-то есть, она не будет работать, как растворитель уникальный, универсальный. Вот так. Я не рекомендую, особенно в болезнях кишечника, поджелудочных, если пить холодное, воду надо греть, подогревать где-то выше температуры тела, потому что если вода холодная, она поступит в организм, она же всё равно согреется. Но за счёт чего? За счёт энергии вашего тела. То есть вы потеряете часть энергии, её и так-то не хватает. Понимаете, для чего? Особенно, когда человек болеет. Ну и прочее, и прочее. Итак, голодание, очищение и так далее, и так далее. Значит, смотрите, я вам так скажу, но тут уже не секрет, тем более, опять-таки, чтобы мне никто не сказал, что же я про это не говорю, и там стесняюсь, или не хочу, или жалко. Я вам скажу такую вещь, что, конечно, есть, вот, я, и не скрываю, я сотрудничаю, например, для удобства, для того, что я могу порекомендовать то, что люди могут, ну, знаете, как вы, какая-то группа людей сами будут собирать травы, или сами купят травы, будут их совмещать. Опять-таки, есть шанс, что их собрали, ведь неизвестно, кто собирал. В аптеку сдают разные люди травы. Некоторые профессиональные травники, некоторые вообще не специалисты, а сейчас бардак, как говорится, очень серьезный. Так вот, это прекрасно. Я говорю, поэтому в своих методиках два пути, всегда два. Кто-то травы коренья, экстракты сам все делает, совмещает и применяет, а кто-то пользуется готовыми травами коренья в виде порошков, таблеток и так далее, только это не химические таблетки, какие-то страшные синтетические вещества, которых в природе нет. А это, так сказать, люцерна, прочие, ну сейчас вы сами поймете, что я просто вам хочу привести пример, если мы говорим, например, вот самый простой способ очиститься, пошли, как говорится, потихоньку, но не капитально, не глубоко, но достаточно серьезно. Это, например, такой есть комплект у Кораллового клуба «Коловада плюс». И это не воспринимаете как какую-то рекламу, мог бы об этом не говорить, и, собственно, понимаете, говорю только для того, ну, например, мои родители уже тоже несколько раз я им давал методику, как самую простую. Почему? Ну, во-первых, не все люди, хотя это очень плохо, а я скажу про лучшие методики гораздо, лучше составить ее, человеку просто вот индивидуально, либо разделить людей на некие группы, ну, по состоянию здоровья, по возрасту, это только условное разделение, по состоянию здоровья, по проблемам, болезням, на несколько групп. Тогда для одной группы можно рекомендовать одни методики. И самые лучшие из них я сегодня скажу. Но не все, не все могут с этого начать. Но почему могут начать вот с этой «Коловады»? Объясняю. Она щадящая, то есть даже если есть паразиты, при которых я жесточайшим образом просто вот препятствую голоданию, говорю, нельзя, если пока вы не определили, какие у вас паразиты, и не убрали их из организма, особенно те, что в печени паразитируют. Так вот, нельзя. Но «Коловада», во-первых, содержит в себе часть антипаразитарной программы. Она, конечно, не убьет всех гельминтов. Из кишечника часть выгонит, да, остриц выгонит точно, по крайней мере, вот те, что есть в данный момент в кишечнике и так далее. Многих видов паразитов, которые обитают в кишечнике. Это уже хорошо. Она состоит, как бы это такая коробка, набор, для вообще примитивного понимания, к ней брошюрка еще идет. Там дано первый этап, второй, третий. Первый – это подготовка. Она идет 7 дней. В этот момент человек голодает, принимает определенный набор трав. Второй этап – 4 дня идет – это очистка самоорганизма. И потом этап, что логично, восстановление, то есть питание клеточное. Это витамины, минералы и так далее. Что туда входит, просто вам сейчас скажу. Ну, во-первых, это подорожник. Это он, кстати, как известно, стимулирует секрецию соляной кислоты. То есть как раз вот, это для чего необходимо? А для того, чтобы барьерный защитный механизм вот тот самый желудка, как защитного барьера против попадания инфекций, стал работать. У кого это плохо, секреция идет. Там ходит чеснок, как желчегонное средство. Но сразу хочу сказать, у кого камни, желчный пузырь от 6 до 8-9 мм, это нельзя делать, если, конечно, вы уже случайно не пробовали. Ну, например, едите чеснок в головку 2, зубчика в смысле, и у вас проблем никаких нет, не пошли камни, тогда, в принципе, можно. Но желчегонное, самое сильное средство, запомните, это чеснок. Это надо иметь в виду. Но там экстракт чеснока, то есть пахнуть не будет, а это концентрат. То есть как в нескольких зубчиках. Только, естественно, не вызовет никаких отрицательных реакций, если у вас, ну, там, не дай бог, какие-то язвы. Дальше. Бактерии. Вот бактерии, там есть препарат мегаацидофилус. Это ацидофильные бактерии, которые потом запускают как раз нашу симбиотическую микрофлору на должный уровень. Потом. Там содержатся ферменты, Digistable, например. Это прекрасный комплекс ферментов. Ну, кстати, сразу по отдельности скажу, что это может быть ассимилятор, но папайя. Но Digistable это хороший комплекс ферментов, которые, кстати, при голодании, я вот хочу вам акцентировать, более уже длительным, когда голодание идёт более 7-8 дней, даже миомы, фибромиомы и так далее, кисты могут и обязательно при системном только подходе надо включать ферменты. Обязательно, только без оболочек. Просто выпивать никакие желатиновые оболочки не пейте. Просто выдавливаете их, либо вытряхиваете, запиваете водой. То, что должно в кишечнике, запомните, раствориться, дойти до кишечника именно, это надо пить где-то с двумя стаканами воды, чтобы в кишечник и попало сразу. А то, что должно быть в желудке растворено в маленьком количестве воды, буквально глоточком. Понятно, в чём разница? Оболочка нужна, чтобы донести либо раствориться в желудке, либо некоторые именно не в кислой среде, а в щелочной. И вот тогда соответственно нужно просто, вы поняли, в чём смысл. Если выпейте, просто объясняю, на голодный желудок больше стакана воды, ну полтора-два, сфинктер желудка просто автоматически открывается, вода проходит дальше. Вместе с этими ферментами, например, которые действуют уже именно в, например, тонком кишечнике. Так, хорошо. Теперь туда входит клетчатка, это там люцерна, кстати, люцерна – это очень сильное средство по очищению почек, это вообще хороший, ну и плюс ещё, кстати, экстракт чернослива, там тоже определённые вещества содержатся. Итак, минерально-витаминная смесь, там тоже есть определённая, и в составе коловады есть ещё уникальный сорбент – калиновая, чистая, белая глина, который пакетик растворяется, увеличивается, ну, когда в воде растворяете в 40 раз, а на ночь в процессе вот очищения принимается этот сорбент. Так вот, он всю ночь в себя вбирает, яды, токсины, которые в кишечник всё-таки поступают, да? Ну, и там есть другие методики, в общем, суть в чём? Это очень хороший, такой, небольшой, лёгкая, для любого возраста людей, программа, когда можно просто-напросто, ну, скажем, сделать пробный шаг. Насколько лично для вас легко даются голодания, небольшие, это совсем небольшие, частично вы почиститесь, частично даже от паразитов, от каких-то, хотя, конечно, не от лямбли, не от аписторхов, тут уже не пытайте иллюзии, это серьёзно, тут нужно лечиться по-другому. Но, тем не менее, метод неплох. Для начала, у некоторых людей, вот у части людей, это просто изумительные результаты оказывает, но, и вот, когда проблемы серьёзные, когда даже любая онкология, там уже, ну, предположим, или другие серьёзные заболевания, там нужны другие методы. Так, хочу вам сейчас ещё сделать небольшой акцент и перейду к более серьёзным методикам. Да, кстати, сразу скажу, что вот, если вы хотите подробнее, что касается вот Коралловый клуб, сразу скажу, ну, не более 10, 12, там, 15 процентов всех препаратов, которые продаёт Коралловый клуб, я только рекомендую, и то в определённых случаях. Натуральный, но вы убедились, что поддорожник, клетчатка, люцерна, там, всё это натуральные продукты. Но, я вам что хочу сказать. Значит, у меня в блоге, зайдёте, найдёте меня, значит, кому будет интересно, да вы и так знаете, большинство из вас, в левой колоночке, там, на главной странице есть, прямо раздел, Коралловый клуб. Вы там, чтобы вам не попасть на фальшивки, вы туда зайдёте, там зарегистрируетесь, после этого, как написано на страничке, после этого вы станете, во-первых, членом клуба, ну, кому это надо, конечно, просто 20% скидка будет, у вас будет клубная цена, а не розничная, на продукцию. Но дело даже не в этом. Во-первых, вы сможете запросив, если сами не найдёте, не будучи уверенными, заполучить полный список в любом вашем городе, где бы вы не жили, официальных отделений, где вы можете, ну, неподдельные препараты получить. Вот. Поэтому, для этого я вам только это и говорю. Теперь дальше. Идём. Значит, кому нельзя голодать? Ещё раз. Значит, вот нельзя голодать, начинать, пока у вас открытые язвы, у кого-то вдруг, если. Если давление очень высокое, выше 150-160, временно, пока это не снять давление. Если острые вирусные инфекции есть, нужно подождать, их погасить. Есть методики борьбы с вирусными инфекциями, да. Если это ишемия сильная, так сказать, вот. Ну, если это очень сильный какой-то геморрой, который надо просто дать острую форму, да, убрать. Ну, хотя, опять-таки, для этого тоже голодание как раз нужно, но уже немножко другое. Об этом я сейчас, кстати, поговорю как раз с вами. О более серьёзной методике. Варикоз там, микросетчаточка, всё это проблемы с печенью. И при печени необходимо, конечно, голодание, обязательно. Так, если противопоказания камней, которые я говорил, тут уже нельзя пока, ну, по крайней мере, голодать-то можно, а вот желчегонные нельзя. Тут надо растворить камни сначала. И я говорил, для растворения камней подходит несколько методик, начиная от, скажем, там, медовой воды утром, натощак, две чашки, два стакана тёплой воды и две ложечки мёна. Чем он активней, качественней, особенно дикий мёд, тем эффект этот пойдёт сильнее. Я в своих методиках лечения и, скажем так, лекциях о пищеварении объяснял, как этот процесс происходит. Сейчас не буду. Дальше. Это, конечно, и сок чёрной редьки. Самый такой, ну, назовём его так, варварский, таким неправильным термином, но, тем не менее, в плане плохим очень, скажем, смыслом вложенным в это слово, назовём, когда берут, так сказать, 30 дней подряд, ну, это стопроцентный метод, просто берутся желчные пузыри курицы, для этого надо, конечно, убивать кур, это ужасно, поэтому это какой-то самой крайней формы, когда уже такие камни, что они почти ничем не берутся, не растворяются. Тогда растворятся точно они, если, значит, буквально глотком воды запивать целиком вот этот желточный промытый мешочек 30-40 дней и камни не остаётся. Но это просто частность, вы поймите. Вот важный момент, ну, вроде бы важный я сказал, так сказать, но вот в моих методиках, что я рекомендую вам, в моих вот этих инфопродуктах, там сотни таких важнейших нюансов, подсказок, и то это даётся всегда в комплексе, чтобы подействовало точно на 100%. Так, теперь дальше. Значит, если запоры у человека, обязательно должно быть опражнение кишечника, обязательно. То есть для этого, вот в этом-то и суть. Значит, если есть запоры, всё, надо добиться, чтобы опражнение произошло полностью. Это очень легко сделать, как раз, когда я буду сейчас говорить про методики и говорить буду про магнезию или, например, значит, как и у касторку, вот тогда, конечно, это произойдёт в любом случае, а это важно. Но помните, запоры иногда бывают не только от того, что там, кстати, от чего запоры бывают? Не хватает воды достаточно, пища была рафинированной, воды нет, это произошло просто выжимка из всего, что можно воды, даже кровь, кстати, которая, например, если у человека 5,5 литра, бывает, что при дефиците её всего 5 литров, тогда она будет что? Густеть. Тогда эта кровь хуже движется, хуже проникает в ткани, столько проблем возникает. То есть вода, тему воды нельзя недооценить. Вот, поэтому надо пить, пить воду тёплую, какую? Щелочную, потому что при закислении организма, что? Образуются кислоты, которые надо погасить щёлочью. И вода как ничто лучше с этим справится, щелочная вода. Даже пол чайной ложечки, значит, соды на стакан тёплой воды, то большое дело сделает. Хотя это не панацея тоже. И поэтому, когда мне начинают, вот сода там пишут, панацея, глупости, всё, это всего лишь щёлочь, которая решает временную проблему конкретного, сейчасшнего закисления организма. Да, это очень важно, иногда это действительно огромный эффект, а представьте, что если это системный подход, ведь это всего лишь только щёлочь, она действует только сейчас. А глубинные процессы-то не меняются пока. Ну, организму легче, конечно, их изменить, но это нужно, значит, понимать, когда и что и последовательно делать. Теперь дальше. Значит, подготовка организма к голоданию, это очень важный процесс. Для чего? Чтобы минимизировать будущее, возможное закисление и интоксикацию. А что это значит? Я вам говорил, как человек начинает голодать. У него сразу выделяются в кровь огромное количество токсинов. Не всегда выделительные системы, какие? Печень, почки, ну, соответственно, печень, куда впадают протоку, через общий желчный, в кишечник, то есть кишечник – это выделительная система, ну, соответственно, это безусловно, что легкие, с газом выделения тоже происходят определенные воздуха, которые могут растворяться, токсины. Значит, это почки с мочевыделением, это кожные покровы через пот, сальные железы, и потовые, главное, да, это идёт почки вообще, вторые почки кожи, да, поэтому бани, если нет высокого давления и других противопоказаний, это уникальное, народное, конечно, средство дополнительное к системе очищения, потому что чем больше через кожу вы выведете ядов, токсинов, тем лучше, и это дополнительный большой плюс в общей глобальной системе очищения. Теперь, итак, начать надо с подготовки, особенно ко мне, если человек вес большой, там 80-100 килограмм, ну, смотря какой рост, но имеется в виду, значит, понятно, человек толстый, это же, ну, объективные вещи, значит, если мы брали болезни, серьёзные, разные, чем серьёзнее болезни, чем дольше эти болезни есть, тем дольше нужно подготавливаться. Что значит подготовка? Первое, если вы питались сегодня всем подряд, первое, прекратить есть хлебобулочные изделия, месяц, не едите, сразу прекращаете одновременно, что хлебобулочные, то есть варёные все крахмалы, о чём я говорил, прекращаете есть мясо и прочие белковые продукты, но варёную пищу, вы конкретно, если очень тучный человек, если он очень, много болезней хронически, вы оставляете пока временно, пищу какую, оставляете ещё, например, варёную гречку, овощи на пару, но это процентов питания сначала должно быть, если вы ещё и питались в основном всей варёной, жареной, зелени было мало, всё это ели, сначала оставляете 50... Буквально несколько секунд, надо подождать. Так, видно, да? Вот сейчас видим вас на экране. Отлично. Ну, уважаемые наши зрители, хочу извиниться, всё бывает, интернет тут уже не от меня зависит. Прекрасно. Тогда давайте я сейчас вам, значит, что, я сейчас вам давайте поставлю слайд и продолжу, потому что я бы хотел ещё что-то показать. Сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Одну секундочку. А я его случайно закрыл, вот почему я его не вижу. Сейчас откроем. Сейчас откроем. Так, вот. Сейчас видно, наверное, уже кадр, да? Видно презентацию. Вот сейчас мы видим кадр, посмотрите и задумайте, всё в другую печенье. Я вот хочу на нём специально акцентировать. Всё, и давайте дальше. Мы с вами пойдём. Значит, вот смотрите. Итак, подготовка, подготовка. У кого есть сложности, проблемы со здоровьем серьёзные, излишний вес большой, и если вы начинаете есть, вообще не ели раньше, а начинаете нормальную живую растительную пищу, вам сразу плохо, всё. Вы плавно это всё меняете, как я вам сказал. Потом, к третьему месяцу, к концу уже, и даже к середине, пробуйте голодать. Один день в неделю, например, в пятницу, с пятницы до воскресенья. Ну, скажем, сутки чуть больше. То есть, пить только воду, ничего не есть, пробуйте, всё ли хорошо. Значит, нет, ещё немножко правильный вот это метод. Больше воды, ещё месяц, полмесяца такого питания, живого, растительного, где больше овощей, зелени, салаты, очень хорошо жуйте это. Можно масло растительное, если какое, то лучше льняное, кунжутное, уж если так говорим мы. Вот, фрукты только отдельно, орехи ничем не смешивать, тоже отдельные, орехи не злоупотребляете тоже, иногда, раз в день, а иногда раз в несколько дней, только один вид орехов, ни с какими сухофруктами не смешиваете. В общем, постепенно вы будете смотреть. В этот период вы сразу можете применить, употреблять, например, ферменты, такие как дегистейбл, если мы говорим просто для удобства о коралловом клубе, а ассимилятор. Вы можете применять, например, бактерии, потому что своих, естественно, патогены будут погибать, свои ещё не успеют размножиться в должном количестве. Это мегацидофилус, это какие-нибудь, скажем, так сказать, ну, собственно говоря, да, достаточно их. Теперь, дальше, следующее, что вы делаете, это непосредственно, я вам сейчас скажу, теперь уже готовы, предположим, перейти к системному голоданию серьёзному. А что значит серьёзному? А вот теперь я вам скажу, что для серьёзной комплекции очистки организма голодание должно быть от 21 дня и выше. Те люди, у кого просто критическая ситуация, кому, как говорится, терять нечего, я знаю людей по 40, 50, 60 дней голода, но я вам сейчас скажу, как, при том, что у них просто изменилось от бледного, так сказать, там, цвета лица и уже, так сказать, отсутствия энергии до взлёта, какого не было до болезни, каких, так сказать, здоровое, вот это вот розовое, так сказать, светящееся лицо и так далее. Это я говорю о серьёзнейших раковых больных даже. У меня в блоге вы можете посмотреть вот с Ерёминым, скажем, такой марафон, ну, это мой знакомый, и он пригласил на каждую из двух конференций по одному человеку, у кого были проблемы, ну, одного был рак лимфы. Ну, это вообще страшная вещь, про которую я даже не хочу сейчас говорить, но, значит, я вам хочу рассказать об этой методике. Что это за методика? Это условно можно назвать голоданием, условно. Итак, вы, допустим, подготовились или готовы сразу, проверились несколько раз парочку, сначала день голодания, потом три, у вас проблем никаких нет, но я только здесь единственное до начала объяснения этой методики скажу, что какой акцент хочу сделать. Ещё раз повторю, если у вас есть хоть какие-то малейшие основания полагать или вы просто хотите обезопаситься, то вы правильно поступите, если обследуетесь на паразитов. Как? Говорю эту методику. Вы идёте в ближайший какой-нибудь центр, находите в интернете в вашем городе, где вы живёте, которые делают биорезонансную методику обследования или вегеторезонансное тестирование или по методу фолия определения проблем с организмом. Вы идёте, записываетесь и ещё лучше будет, если рядом есть имнопольный микроскоп, то есть берут кровь и на мониторе смотрят, что у вас в крови находится. Есть фирмы, где делают и то, и другое в одном кабинете, ну, в общем, короче, главный биорезонанс. Теперь, что вам там могут найти? Вам могут список такой дать, там у вас нашли такие-то бактерии, такие-то вирусы, такие-то простейшие, не пугайтесь, это не значит, что всё это у вас есть. Это значит, что что-то из этого есть точно и что-то могло быть, но раньше. Просто это оставляет волновой след. Объясняю принцип работы данных приборов. Вы приходите в кабинет, ну, чтобы вы понимали, что это вот именно оно, про что я говорю. В руку дают вам бронзовую колбу, цилиндр с проводком, соединённый там с компьютером. Другую руку берёт специалист в перчатках, вашу руку и щупом, электродом смотрят биологически активные точки на ваших руках. И он что определяет? Дело в том, что каждое живое существо, любой вид вируса, бактерий, имеет свою частотную волновую характеристику колебаний и своих клеток. Это естественно. В компьютере в базе данных собраны у них тысячи видов бактерий, вируса, грибов, луновые частотные характеристики. Автоматически определяет компьютер, что нашёл он эти колебания у вас, похожие или нет. Если находит, выскакивает на табло у врача или у специалиста, скажем, вот эти болезни, вам дают распечатку. Конечно, они сразу будут вам рекомендовать что-то, вы скажите, что зайдёте послезавтра или там потом. И главное, вы теперь будете знать, что у вас есть. Но второй шаг вот какой. Следующим шагом вы не пугайтесь, что вам там нашли. Вы должны это всё перепроверить на иммуноферментном анализе уже в официальной клинике. Почему сразу нельзя на иммуноферментный анализ? Но вы же не можете пройти на всё. А биорезонанс, он автоматически обследует на тысячи видов всего, что может быть, плюс ещё даст метаболические отклонения, показания, воспалительные процессы увидит какие-то. Это будет разная вероятность точности. Но потом вы проверите. Как я про печень подробно рассказывал, как можно проверить в официальной клиниках. Но иммуноферментный анализ на антигены вот этих паразитов, он покажет точную картину, есть ли у вас те или иные виды вируса, бактерий, грибков. Вот после этого, когда вы уверены будете, что нету тех, которые, ну скажем, при которых нельзя голодать, а мою потом лекцию о паразитах посмотрите, всё поймёте, чтобы сейчас всё же невозможно рассказать, да? Так вот, но главное, чтобы не было в печени, что я уже вам говорил, аписториков, лямблей, вот тогда можете голодать, допустим. Хотя, извините меня, если у вас какой-нибудь широкий лентец или там бычьи цепи сидят в кишечнике семиметровой, то разумеется, его надо сначала выгнать. То есть сначала нужна в этом случае будет антипаразитарная программа. Если мы говорим о травах, там, корейных и прочих, я всё даю, там, каросины, всё как что, но, если про кораловый, допустим, клуб, это лист чёрного ореха, кора муравьевого дерева, но определённые схемы существуют, плюс при этом питание, образ жизни, при этом определённая вода, когда, до обеда, после, ну, в общем, всё это вот расписано в методиках. Но, главное, чтобы вы понимали, что, значит, допустим, вот первое, вы в этом случае убираете паразитов. Вот чем хороша эта коловада? Ну, она, в принципе, в принципе, если ещё добавить, допустим, некоторое количество дней, или, скажем, увеличить дозу, ну, того же, вот, например, листа чёрного ореха, дополнительно, вот, то, в принципе, из кишечника вы большую часть паразитов-то выгоните. Вот, но, если мы говорим о серьёзном голодании и о серьёзном подходе, чтобы до клеточного уровня очиститься, тогда важно, чтобы всё-таки паразитов не было, это первый шаг. Подготовка потом, ведь они сколько высасывают сил, отнимают жизненных энергий, крови, кто кровью питается, кто нашими питательными веществами, не как астрийцы, например. Поэтому, вы их выгоняете из организма, это есть методики соответствующие. Второе, подготавливаетесь к очищению. Третье, переходите на саму систему голодания, и так я говорю самую оптимальную. Это так называемый капустный квас. Значит, в блоге у меня просто найдёте, один человек прислал просто по моим лекциям, по нашим, вот по лекции Ерёмина со мной, прислал просто, как он это сделал, и там просто есть найдёте. Ну, грубо говоря, это так делается. Берётся капуста, белокочанная, твёрдая, нормальная капуста, в блендере она, ну, моется, всё понятно, взбивается в блендере с водой, отстаивается, берётся, наливается в трёхлитровый банк, она потом расслаивается, день в тепле, потом в холодильнике стоит, ну, в общем, там есть нюансы свои, это расслаивается на жидкую, твёрдую фракцию. Что реально происходит? Бактерии, которые симбиотически обитают в листях капусты. Ну, почему, собственно, кисломолочных разных. Так вот, что происходит. Но поскольку эту клетчатку вы разбиваете в тысячи раз, да, в миллионы больше, чем просто цельная нарезанная шпигованная капуста, на шинкованной, то тогда бактерии размножаются быстрее, потому что им проще, ну, я так примитивно скажу, откусить малюсенький кусочек соразмерно их отверстию ротовому, чем нежели, так сказать, постепенно грызть, ну, я примитивно, утрированно говорю, чтобы вы понимали, от большого там куска ствола. Вот. Поэтому это происходит моментально. Но когда бактерии потребляют клетчатку, такую доступную, то тогда, во-первых, скорость их размножения колоссальная, во-вторых, они выделяют в этот субстрат огромное количество витаминов, ну, минералы, как были, так они и есть, аминокислот. Всё. И, заметьте, там уже нету пищевых волокон, вы пьёте эту воду. Но эта жидкость, вода, содержит в себе аминокислоты, минералы. То есть, это как пищевой, вот этот питательный пробульон уникальный, это как кишечник в банке получается. То есть, получается уникальная вещь. С одной стороны, вы, процесс голодания классический, то есть, нет пищеварения. С другой стороны, идеальное, простое всасывание, и вы получаете питательные вещества, поэтому это условное голодание. Те, кто боится, что я не смогу, сможете, потому что так могут люди, и 60 дней, и больше голодать. Но это условно голод, вы поняли, мы его условно, но эффект голодания есть. Какой? У кого на 20-й, у кого на 40-й, на 30-й, выпадает, извините, когда по-большому, всё-таки человек продолжает ходить, так сказать, понемногу, как мазут, который даже от фаянса вот этого блестящего, так сказать, с нано-покрытиями современных унитазов, извините меня за натурализм, еле-еле отмывается. Казалось бы, не у такого уж больного человека, у молодых людей. Вот что выходит и из печени, и из желчного пузырята, и так далее. Порой, но это уже идёт глубокая очистка. Так более того, это же недостаточно, конечно, нет. Почему? Ну, потому что, во-первых, это одно, это уже метод, это правильно. 20-30, каждый решает дней по состоянию, по самочувствию, по энергоподъёму. Дальше, потому что энергия будет. Человек пьёт воду только и пьёт вот этот капустный квас. Ставит банки, делает, чтобы у него был запас на следующий день. Там пьёт, соответственно, по полтора литра, ну, примерно так. Два, кто как. Дальше, что происходит дальше? На ночь вы принимаете белую глину, вот этот самый сорбент. Калиновую белую глину. Ну, можете купить, где можете, можно просто для простоты в Коралловом клубе купить, там, ну, ещё раз говорю, зайдёте, увидите у меня, там всё поймёте. Теперь дальше. Есть ли ещё методы, которые здесь, или дополнительные методики, что можно делать? Конечно. Напоминаю, на седьмой, десятый день, у кого как, включаются возможности организма такие, понимаете, у организма как бы руки доходят до проблем вторичных, третичных, скрытых, которые сегодня организм просто мучился каждый день. Он вынужден выводить сотни граммов, у кого-то килограммы, переработанные вот этой мёртвой пищей из организма, и у него не доходят руки до проблем скрытых, второстепенных, как бы, потому что у него задача сейминутно решить вопрос, чтобы вы не погибли. А тут доходят руки, и он начинает это очищать. Вот поэтому-то здесь важна, во-первых, поддержка печени, то есть, соответственно, та самая расторопша, даже в порошке, даже вот, есть, например, опять-таки, если мы говорим о препаратах, кому лень делать что-то самим, проращивать, ну, у Кораллового клуба, например, есть фандетокс препарат, там как раз есть расторопша входит в состав, там годжи, другие травы, и вот там, ну, это кореец один изобрёл в своё время, это очень сильное гиперпротекторное средство, можно артишок, ну, вот это прямо растворяется капсула, только как правильно это делать, не глотать, запивать водой, чтобы процесс пищеварения, а как чай, в тёплой водичке градусов 50, запариваете, размешиваете, и всё, что жидкое, процедили, выпили, вот, соответственно, это экстракты получатся, некие такие отвары условные, да, но при 50 градусах не выше, залейте водой, вот, выпиваете по инструкции, поэтому я не говорю количество, это фандетокс, заферан и артишок, вот эту троицу можно, в течение где-то полутора месяцев, месяца, прекрасная будет регенерация клеток печени, дополнительно усиленная, вот процессом голодания, да, сорбент на ночь будет поглощать, соответственно, что, поглощать токсины, которые в течение дня выходили в кишечник, но запомните, первые несколько дней, особенно вот где-то со второго, третьего дня, где-то и плюс берём 5-7 дней от начала голодания, после первых трёх дней такого раскачки, идёт мощнейшая очистка, выброс максимума, так вот, что тогда происходит? Ну, во-первых, смотрите, существует такая вещь, как обратное всасывание, да, поэтому нам тут нужно вынести максимально, что вышло в кишечник, лимфа начала работать, в кишечник пошла вся эта гадость, продукты распада, токсины, как это вывести? Очень просто, первый вариант, вы берёте магнезию, начиная где-то с третьего дня и где-то до 8-10 каждый день, например, к вечеру, ну, предположим, и так вы берёте магнезию, в аптеках продаётся, 1 грамм на килограмм веса человека, весите 100 килограмм, значит 100 грамм, весите, скажем там, 50 килограмм, значит 50 грамм, растворяете в тёплой воде, выпили, горько, противно может быть, ну, вполне приемлемо, выпили, после этого пейте маленькими глотками тёплую воду, 2, 3, 4 стакана, 5 пейте, 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 через полчаса, час, вас должно быть позывы в туалет, чтобы, так сказать, вот, ну, в общем, понос должен быть, разжижиться, это очень хорошо, потому что, начиная с тонкого кишечника, вся эта гадость выйдет в унитаз, но, у кого-то это не происходит, вот не происходит, тогда вы берёте, и через 2 часа, если ничего не получилось, да, ещё одну такую же дозу разводите магнезии, выпиваете, и уж точно 100% вас пронесёт. Ну, что происходит дальше? Вот пронесло, а вы пьёте, пронесло один раз воду, ещё один раз воду. Постоянно, ну, пока полностью избежать таких вот моментов неприятных не удалось. Юрий Андреевич, вы на связи? Да, я на связи, ну, давайте тогда продолжим, собственно, мы на важной теме очень прервались. Да, давайте продолжать. Всё, продолжаю. Значит, теперь уже пусть, как говорится, меня будет видно, я уже презентацию никакую включать не буду, смысла нет, скоро перейдём на ответы на вопросы. Итак, смотрите, и так вот, понятно, либо высокая температура, тот же действие, только это буквально в один день. Ну, кстати, скажу, если высокая температура при вот этой системе, когда магнезия, потом промывание кружка эсмарха, а потом, собственно говоря, на ночь сорбент, ну, на ночь-то это ладно, а если температура, эффект должен быть моментальный, ну, полчаса, если минут за 40-50 температура не сбавляет, просто повторно кружку эсмарха, вот с этим раствором, вода, свекольный сок, сода, соль, сделайте ещё раз, и снимет как рукой, 100%. Но если у вас системный подход, и у вас начали вы вот эти 7 дней подряд делать эти процедуры, на ночь сорбент, так, значит, после этого, а голодание у вас будет 21, день 30, или 40, или больше, так вот, начиная уже тогда с вот этого 10 дня, всё, вы каждый день это не делаете, вы делаете такую процедуру, когда магнезия, кружка эсмарха, ну, и, соответственно, где-то раз в неделю, раз в неделю. А сорбенты можете делать, в принципе, ещё вот неделю, вторую, ну, дня до 15-го, а потом только раз в неделю, на ночь, когда вот эту процедуру будете делать. Теперь, вот с этого момента, когда перестали принимать сорбенты, ну, соответственно, иначе смысла никакого не будет, проростки расторопши, либо препараты, но препараты-то можно и раньше, они будут действовать в первой половине дня, а проростки расторопши принимаются на ночь, поэтому их только, если вы их выберете, можно делать только, соответственно, с уже где-то 15-го, 16-го дня. Дальше, что это даст, ну, собственно говоря, помимо прочего, бонусы какие? Вес лишний будет уходить, диетологи не будут, как сбросить вес? Переход на адекватное питание, но уж если через такое голодание, просто поймите, вот даже программа Калавад, почему она не дает, ну, кто-то сбрасывает вес, килограмм, два, три, но настоящее вот сбрасывание массы, вот это шлаков, токсинов пойдет, где-то только с 7-го, с 5-го, с 7-го дня и далее. Поэтому вот при такой методике с капустным квасом, дней за 30, если уж 30 или больше, вы очиститесь, ну, очень серьезно, в том числе и вес уйдет, но питание это будет, понимаете, клеточное питание вашего организма необходимое. Но вот после всех этих процедур, все-таки после, очень важный третий этап, после любых голоданий, любых методик очищения, это восстановление. Что это значит? На клеточном уровне необходимо напитать клетки необходимыми минералами. Тут очень будет правильный подход, в коллоидных растворах есть фирмы, продают, безусловно, качественное питание. Это что значит? В блендерах разбиваете зелень, зеленые коктейли, так называемые, обязательно там должно быть, в идеале, руккола, любисток, кинза, естественно, с водой, дикоросы какие, листочки молодой березы сейчас пойдут, значит, допустим, листья поддорожника, листья одуванчика, ну и так далее. Значит, какая пища может быть, например, из фруктов, ананасы, папайи, это оптимально, потому что там большое количество, или бромелоин, папаин, ферменты, которые дополнительно участвуют в процессе переваривания. Теперь, что очень важный момент, начиная вот с этого где-нибудь дня, ну если вот такая методика кружка эсмарха и магнезия, понятно, то дня с 15-го, если вы запланировали дней на 30-20 хотя бы голодания, начинайте принимать дополнительно ферменты пищеварительные, вот, например, тот же дегистейбл, ассимилятор, для чего? А для того, что если у кого-то какие-то опухолевые образования максимально будут лизироваться, растворяться, поэтому желательно эти ферменты натуральные менять, ну то есть, например, неделю один, неделю другой, это дополнительная, во-первых, ваши лизирующие способности клеточные, мембранные, будут сами по себе высокие при системе очищения, во-вторых, дополнительно вот такой метод можно. Что еще можно применять в этот период? Можно применять с сознанием дела очень хорошую штуку, либо маточное молочко, оно полностью усваивается, если у вас оно есть, конечно, в замороженном виде, потому что порошки, это бессмысленно, либо натуральные прямо с пасеки летом, либо в замороженных шприцах, инсулиновых, прямо с пасеки набирается, замораживается, как у нас это, например, мы применяем, и под язык, по треть кубика, каждый день, вот эти вот 30 дней, рассасывается, оно усваивается полностью, никакого запуска пищеварительной системы в плане, вот когда не идет очистки, этого не будет, то есть все растворится, на 100% усвоится. Либо трансфер-фактор. Есть такая штука, у меня опять-таки в блоге, увидите левая колонка, чтобы сейчас долго про это не говорить, там раздел, трансфер-фактор, посмотрите несколько роликов, это действительно очень серьезная штука. Раньше сам думал, все это ерунда, ну, знаете, люди присылали информацию, я так просмотрю, вроде логично, потом забываю. А тут потом вот так получилось, что стал изучать, и в общем-то я вам скажу, что это очень серьезно. Это фактически вот информационная матрица, голограмма, то есть то, о чем вот Академик Горяев говорит, то есть это про информацию, и в общем не буду вам долго голову сейчас этим забивать, вот те методики при очень серьезных, например, раковых больных, это очень помогает в комплексе, например. Ну, там обычные, применяются самые простые, базовые, так сказать, продукты. Будет интересно, прочтите там, у меня все поймете. Теперь дальше. Помните про воду. Вода основа основ, она должна быть щелочная, период тем более очищения, да? То есть, если мы говорим, опять-таки, про самый простой, подручный способ получить такую воду, не будучи рядом с уникальными источниками, где такая вода есть, это никакая не минеральная вода, не дай бог. Там как раз минералы неорганические, которые только забьют и почки, и все это ни в коем случае. Какие, о чем там говорит, минерализация там, с высочайшей теми минералами, которые всего не нужны организму. А нужны, уж лучший способ такой, совсем вкратце про воду скажу. Это вода, дистиллированная, либо, ну вот, после обратного осмоса полученная. Потом, коралловый кальций, коралл майн, если уж говорим про коралловый клуб, значит, покупаете, значит, там идет пакетик, ну, маленький такой, на полтора литра воды. Он насыщает воду минералами, щелочными, органическими, например, органикация, про что я говорю. Потом, значит, ОВП, окисление происходит, то есть, ну, ОВП, минусовую показатель, то есть, электрический заряд. Ну, из-под крана плюс 200, 300 течет, а в клетке-то у нас какая вода, какой заряд? Минус 100 милливольт, минус 130, 150, в межклеточном минус 80. Только представьте, что мы пьем плюс 200 из-под крана. Они же, эта вода пройдет через все клетки нашего организма, она в клетке какая будет? Она все равно будет 100, минус 100. Но для этого она что возьмет? Она оторвет миллионы электронов по пути следования, пока не дойдет до клетки. Это тоже как свободный радикал вода может действовать. Но нам-то здесь надо максимум факторов учесть, которые, каждый из которых последующий будет огромное влиять значение на процесс оздоровления. То есть, вода должна быть как внутри клетки, тогда не будет, так сказать, резервов организмов тратиться, ресурсов. Значит, соответственно, это микрогидрин плюс можете принимать, аж 500, потому что на 500 единиц ОВП сбавляют. Гидросел, но это органическая форма кремния, другие составляющие, во-первых, очень полезный, необходимый сам кремний, органический минерал для нас. Во-вторых, это коэффициент поверхностного натяжения будет меняться, вода станет более текучей, а для очищения, что самое главное, чтобы вода зашла в каждую клеточку, в межклеточное пространство, и легко, и быстро, и вышло. Для этого она должна быть такой параметр, как коэффициент поверхностного натяжения, но это простым языком, это как бы вода текучая, активная, быстро движущаяся будет. И вот для этого применяется гидросел, уникальный действительно такой препарат. Ну, то есть, органическая форма, коллоидный раствор кремния. Ну, там не только, но в том числе. На масле там немного добавлено. Ну, в общем, вот так. Дальше. Это плюс. Это будет колоссальнейший плюс. Значит, что дальше? Восстановление. Какое должно быть после методики? Допустим, вы закончили на 30-м, 40-м, не кто как. Во-первых, вы тогда уже себя чувствуете, просто летать будете. Вы забудете, что хотите есть, прочее. Сразу нельзя твердую пищу? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что у вас нет того количества бактерий симбиотических, которые сразу подхватят и будут расщепляться. У вас еще не заработала железа таким образом, как надо. Поджелудочная не резко должна работать, начать, а постепенно включиться в работу и так далее. То есть, с чего вы переходите? Сначала соки овощные, например, капустный, картофельный, там, морковно-капустный, морковно-сельдереевый. Сначала такие соки, по чуть-чуть. Потом постепенно смузи, это дней 5. Ну, чем дольше вы шли на голодание, 30 дней были, например, 5 дней только соки, выход. начинать соки, 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 чуть-чуть уже смузи. То есть, взяли, например, и морковку, не сок, а там в блендере взбили, чуть-чуть, разбавили водой, например, или, скажем, прорастили голозерный овес, прорастили его, проросточки, промыли, все, так сказать, в блендере взбили с водичкой, и как молочко такое, по консистенции, как пьете, по чуть-чуть, сначала немножко, потом больше наследжение, потом еще больше. Прекрасно. Или кунжут, тоже самый белый прорастили, потом также молочко сделали, то есть, взбить ему. То есть, взбили его, ну, в блендере проще, и тогда микрочастички, и клетчатка, и все там, уже начинают работать микроорганизмы, запускаются. Пользуйтесь на этом этапе обязательно ферментами, пользуйтесь пробиотиками, культуру бактерий, вот тот же мегацедофилус, ассимилятор, гигистейбл, все это можете потреблять. Прекрасно будет только. И постепенно заработает микрофлорокишель. Пусть каждый день чуть-чуть больше, чуть-чуть более концентрированный. А потом уже и где-то на 10-12 день уже можно жевать, ну, жевать все равно надо, даже жидкую пищу, это вы помните, но уже более твердую. Уже можно там и овощи отдельные, фрукты, дальше уже кто на что захочет остановиться. Кто-то легко просто перейдет, просто легко на сыроедение и так далее. Ну, кто-то, значит, что-то ведет вареное. Теперь, ну, рекомендую никогда больше уже не возвращаться к трупной пище, к этому мясу проклятому и так далее. И, как говорится, не навлекать себя еще и не будем про это, но кармические последствия, это ладно, это не будем. Мы сейчас про физиологию, биологию, биохимию говорим только. Теперь такой момент. Хотя упускать отца счетов тоже нельзя. Значит, есть методика Аганян, Марова Горшаковна Аганян. Кто-то, может, слышал. Она биохимик, врач. Абсолютно я согласен со всем, что, ну, в принципе, мы и говорим одно и то же, по большому счету. Но, что я хочу сделать огромную оговорку. Мне очень многие люди, ну, не многие, но вот писали, я помню, многие люди писали, что я вот начал по Аганян делать методику голодания, а у нее там соки, мед, потому что, как энергетическая подпитка, травы определенные, и грейпфрутовый сок. Вот тут вот нюанс, я с этим не могу согласиться, но тут такой момент. А если у человека, она это, ну, не учитывала раньше, если у человека паразиты, особенно в печени, будет просто проблема, поэтому нельзя. Поэтому учитывать это надо, так-то, в принципе, можно методику. А если грибки, мед, прочее, ну, не нужно столько энергии. Вот капустный квас, в этом смысле, это изумительно. Там нет лишнего количества вот этих простых углеводов. Там нет питания для грибков, собственно говоря, то есть, как вот, например, мед, глюкоза, фруктоза, сахароза и так далее. Там этого нет, в принципе, в таких количествах, тем более, ну, это даже сравнивать нельзя. Потом, значит, она говорила, и правильно говорит, что раньше люди крепче были, поэтому чисто на родниковой воде, 40 дней, это идеальный вариант был раньше. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот был как-то я на, я по Карелии летом, раньше путешествовал, вот, с женой, там вот была такая, познакомились с людьми, у него, в общем, у парня этого, огромный богатырь такой, значит, ну, бабушка, она, ей было сколько уж, 90, а 88, у нее был там инсульт один, потом крепкий организм, чистый воздух, вода, все, так сказать, выжило. Ну, правда, любила есть все эти жареные шкварки, сало, там, значит, с чем-то еще. Ну, только это плюс, был тот, что вода чистая, воздух, питание, грядки свои, все, как говорится, в городе бы жила, бы умерла давно. Но, тем не менее, все нормально. Ладно, инсульт первый, быстро выписалась, а второй инсульт скосил ее, что она легла, и уже все, ее выписывать, умирать отправили. А внук, он как-то по наитию, ну, в общем, она ничего уже не ела, но он ее поил, прям поил, чуть ли не насильно, вот этой водой, он прям с Онежского озера привозил, брал с глубины, он рыбак такой, ну, то есть он там, вот эту воду, вот эту мягкую, качественную, живую, и, в общем, он ее поил. И вот на 30-й или 40-й, не помню, день примерно, они прям сидят, он сидит, дочь, ну, мама его, и дочка вот этой бабушки, говорит, извините, говорит, такую подробность, прямо изо всех щелей, гной, всех цветов, всякая гадость, как пошло. И она буквально 2-3 дня просто встала, как вот, как будто заново родилась, понимаете? Поэтому кто-то, или вот как Аганян проводил у меня в эко-поселении вот это занятие, там была такая женщина, у нее был рак кожи, там у нее черт знает что, и она говорит, ну, она полностью излечилась, ну, там с дочерью приехала, и говорят, а как вот вы вылечили? Ну, говорит, мы вот на воде все полностью, наверное, говорит, Аганян спрашивает, вы на природе, или как-то так сказать, вот как вы так на воде смогли 30 или 40 дней? Она говорит, да что вы, я еще на трех работах работал, она прям в шоке была, ну, вот это вот, поэтому, кто только на воде, пожалуйста, но капустный квас, там есть свои определенные, там уже есть питание, но помните, вышли с голодания, постепенно начались, тут надо напитать организм чем? Минералами, витаминами, это не значит, что вы поливитамины в аптеках, или где-то там, в Кораллон-клубе покупаете, это бессмысленно, даже вредно поливитамины, например, есть витамины-антагонисты, которые друг друга просто разрушают воздействие друг друга, витамин С и группа В, например, определен, да, и поэтому, если в коллоидной форме водорастворимы, прекрасно, если минералы какие-то, отдельно, мономинералы, селен, цинк, потому что из продуктов питания вы можете это не получить, проростки используйте, кунжута, проростки глазерного овса, вот в блендерах, вот делать это, молочко пить, конопляное молочко есть тоже, про, ну, не пророщенные, ну, по крайней мере, набухшие семян конопли, которые вечером промыли несколько раз, так сказать, вот они постояли немножко влажные, да, в баночке закрыли, значит, утром можно сделать молочко, да, вот отмочить их, будет очень невкусно и полезно, питательное, ну, там практически все, находятся все питательные вещества, кроме вот буквально витамина В12, и еще там, да, почти все там есть, кроме вот, ну, буквально, и все, кстати, аминокислоты там есть, все незаменимые, я имею в виду, все восемь. Так, теперь такой момент, значит, что тут еще, какие акценты важно сделать, и мы с вами перейдем уже к вопросам. Значит, и вот это восстановление, это, значит, вот это питание, причем, смотрите, в малом объеме должно быть много питательных веществ, это как раз вот эти проростки, это как раз, ну, например, хлорелла, водоросли, спирулина, зеленое золото, или там, скажем, бурые водоросли, то есть вот, то, что, например, хлорелла, спирулина, это одноклеточные водоросли, которые настолько концентрированы, полны минералов, витаминов, что это просто клондайк, это в малом объеме, ну, понимаете, колоссальный объем питательных веществ. Вот потом, на выходе с голодания, уже по чуть-чуть, начиная с полчайной ложечки, до одной, полутора чайных ложечек в день можно доводить потребление качественного, без химии, натурального меда. Это будет полезно, безусловно. Вот тут можно ввести, например, тоже маточное молочко пропить. То есть, нужна подпитка организма, и постепенно вы переходите на обычный режим, но только уже не обычное мясо и прочую гадость, и молочный хлеб, это уже все-таки, знаете, не загаживайте себя заново, потому что, опять-таки, до клеточного уровня, может быть, за один раз такой, и не получится прочиститься, но потом вы можете повторить через год, раз в год, не забывайте про антипаразитарные чистки. Мои же уникальные эти информационные продукты, вот которые я перечислял, 4 вида, и комплект, как все 4 вместе, дадут вам ответы на все остальные вопросы, дадут вам все методики по лечению всех вот этих болезней. Ну, то есть, это вот процентов 80, наверное, всего охватывает, да? Так или иначе. Главное, самые страшные болезни пищеварительной системы, все какие, вплоть до полипа и рака, до болезни печени, все там охвачено, подробнейшие данные методики, инструкции. А теперь давайте сделаем что? Я сейчас попробую перейти по ссылочке, да, Екатерина, вы мне, значит, ну, и по старой, может быть, в чат. Если не получится перейти, то тогда вы мне будете говорить вопросы. О, получилось, получилось. Так, а меня ведь... А давайте я вам сейчас ссылочку отправлю в скайпе. Я слышу страшно двоится звук, очень плохо вас, вы видео свое не включайте, пожалуйста, по крайней мере, у меня не позволяет скорость смотреть. Я вижу чат, я вижу чат. Мне сейчас уже, в принципе, я могу, ну, зачем вы мне послали, я не знаю. Ну, давайте зайду по этой ссылке, хорошо. Вы что-то не то мне послали. Ладно, вот зря я это сделал сейчас. Екатерина, вы меня слышите? Меня слышно? Да, слышно, слышно, хорошо. Тогда давайте я буду действовать, как я вот считаю сейчас нужным, я туда заходить не буду, я вижу чат. Да, правильно. Начинаю отвечать на вопросы. Обалдеть можно. Товарищ Юрий Бартюк, давайте так, вот насчет молока, вот сейчас опять вот эта излюбленная тема, но я настолько подробно описал в своих статьях, подробно объяснял в своих видеозаписях, вы как можете сравнивать молоко коровы или козы, которые природой созданы для того, чтобы козленок питался, набирался иммунитета своего собственного, на котором мать ему дает через молоко, программа генетической, питательных веществ, которые совершенно в иных составах поставляются организмом коровы, например, теленку, и как вы сравниваете грудных детей. Естественно, это нормально и правильно, что мать должна кормить в грудном возрасте грудь ей молоком, своим молоком, но не коровы или козы, где совершенно другая программа, химические вещества, где, ну, послушайте, давайте об этом сейчас не будем, вы посмотрите, может быть, поймете просто легко и просто, а потом почитайте и дополнительно, например, Вальтера Вайса, ученых других, Кэмпбелла того же, вот я вам сейчас книгу покажу, вот Кэмпбелла, профессора Кэмпбелла, и не только его, там десятки профессоров и академиков, которые с 60-х годов давно уж все прекрасно изучили и доказали. И вот тут в каждой строке, в каждой странице вы будете видеть самую, как страшную проблему, это козеин, молочный белок. Вот, про это я сейчас говорить не буду. Теперь, кофейный клизм, я считаю, что это не имеет никакого смысла и значения, но вот вы напомнили, а я скажу про методику Морица. Она направлена на очистку печени, как бы, как он позиционирует. Хотя, он там, кстати, тоже магнезию применяет. Но, там грелки, безусловно, там лимонный сок, там определенно идет провокация на выброс большого количества желчи. В принципе, это очень интересная методика. Но ее можно применять, если нет паразитов, 100%, если нет камней в желчном пузыре, 100%. Если эта методика, ну, скажем так, она ведь больше очищает кишечник, печень тоже, я согласен. Методика неплохая, но есть много нюансов. Так, теперь вот, значит, если камень крупный, в желчном пузыре, и я вот, Зоя вижу опять, она каждый раз, мои лекции как-то находит, смотрит, я вам скажу так, в вашем случае, скорее всего, это не страшно, то есть она не повредит методика. Почему? Потому что такой крупный камень, 28 мм, он не пойдет, он не пройдет через проток, и он у вас его не закупорит, и не будет проблем, да? Вы можете попробовать. В принципе, теоретически возможно. Состав у вас, видимо, камни сложные, потому что пытались вы, значит, стек черный, 100% вам поможет вот то, что я говорил, желчные пузыри и кур, да? Но это, так сказать, попробуйте методику морица. Теперь, есть методика, при которой, вот как, ну скажем, советуют некоторые авторы, именно касторку. Если касторка, я хочу сказать, не просто аптечная, не пойми какая, а натуральная, полученная из семейства молочаевых, там, один вид дерева, куста, то это натуральное масло. Но помните, у кого проблема с поджелудочной железой, это делать нельзя. У кого проблема с поджелудочной, хоть маломальской, делайте именно кружку, делайте магнезию. А вот уже, так сказать, касторку можно. Ну, лично для меня, например, она противна, страшна, не могу перебороть себя, для многих тоже. Кто может, пожалуйста, нет проблем с поджелудочной, делайте то же самое, но только касторку, для того, чтобы пронесло. Так, на голове, капустное, пить капустный квас. Ага, ведь, так, квас будет всасываться. Куда всасываться? Обратный осмос? Нет, вы все попутали. Если мы говорим про воду, я вообще вам говорил, вода, полученная через обратный осмос, не имеет минералов, никаких. В данном случае это хорошо. Вы их просто воду насыщаете минералами через коралловые кальции или там другим способом, неважно. Даже если дистиллированная вода, если она не насытилась потом минералами органическими, хорошими, она, конечно, будет вымывать из организма минералы, но вы же будете их пополнять. Что касается капустного кваса, это уже некий питательный бульон, где есть все, в том числе минералы, дополнительно минералы коллоидные, даже при голодании, которые в жидкости, в растворенные, в растворах, продают разные фирмы. Если это хорошие, качественные коллоидные минералы, вы можете пить спокойно даже при голодании, потому что это не повлияет на саму процедуру. Никак. Так, теперь дальше. Повысить гемоглобин можно одним, двумя способами. Первый, это убрать паразитов, которые виновники того, что у вас низкий гемоглобин. Это лямблии, могут быть аписторхи, таксокары, анкилостома, аскориды, могут быть другие, простейшие, типа лямблии. Это первое, на что надо проверяться. Уберёте их, гемоглобин будет подниматься, потому что вы, когда будете есть яблоки, там, я не знаю, зелень любую, вы получите железо более, чем нужно. Вы что думаете, вы из мяса получите больше железа? Да вы там вообще не получите железо, если вы варите мясо. Вы получите железо, если вы едите яблоки, гранатовый сок, фихуа, вы получите в разы больше, чем из мяса железо. Реально, потому что в той форме, в той валентности, в которой она усвоится, и будет органическое железо. Вы поймите, мы можем получить минералы только в коллоидной, водорастворённой, органической форме. Но если у вас низкое железо, я же говорил сегодня, это обязательно есть проблемы с паразитами. Капустный квас после 18-ти можно, но вообще, чтобы было эффективное голодание и эффект и поджелудочное, в принципе, лучше вообще есть и пить, вообще всегда. Заканчивать в 18-00 не позже. Но в данном случае можно и в 19 часов, но желательно всё-таки не позже. Так, ага, миомы могут, что значит, они рассасываются. Голодание – это механизм, который способствует, ну скажем, активному процессу очищения и растворения, плюс ферменты. Тогда миомы – да. Плюс к тому, препараты определённые, то есть те экстракты, травы и так далее, которые… Но эта тематика миомы отдельно, хотя в принципе, методика в целом та же, то есть комплексная. Это очищение печени, кишечника. Потому что и питаются миомы, и подпитываются, это мешочки с гноем, именно благодаря тому, что идёт процесс нагноения, процесс идёт распада тех клеток мёртвых более активно, тех непитательных, а отравляющих веществ, которые мы едим, когда потребляем продукты, вот эти вот гнойные, так сказать, ну я имею в виду, которые приводят к образованию гной, это оксинов, это мясо, ну животные белки, так сказать, молочные вот эти все так называемые продукты. Это просто катастрофа. Так, значит, узлы в щитовидной железе. Очень легко, легко и хорошо. После комплексного голодания, очищения, питания организма, они в процессе этом приводят в порядок. Как правило, если гормоны принимаете, если вы принимаете гормоны, так сказать, в концентрациях, ну, ну скажем, уменьшите сначала, сразу нельзя, не убирайте, уменьшите дозу. При голодании вы увидите, что у вас по состоянию самочувствия, что вы такие дозы, вам уже будут не нужны. Потом постепенно откажетесь вовсе. Эту компанию, диеты компании я не знаю, поэтому я главное сказал вам, смотрите, диет очень много, правда? Я привел вам, объяснил принципы главные, принципы, которые позволят не сделать ошибок. То есть подготовка, методика, выход из голодания и подпитывания организма. Вот эти четыре, как бы, таких этапа. Вот. Ну, если так поздно, в 19-30 ребенок, там лучше выпить какой-то сок овощной. Вот что лучше сделать. Ну, ну, желательно не есть после этого времени. Ну, можно в крайнем случае, конечно. Не принимаете гормоны, тем более проще. Конечно, пройдет. Так, какой из ваших видео можно дать человеку четвертый? Во-первых, так. Если у человека четвертая стадия онкологии, понятно, он уже много испытал в жизни, он видел, что медицина не справляется ни с чем. Первое, что дайте мою вводную лекцию об адекватном человеческом питании, чтобы не было вот таких глупых вопросов, как насчет молока мне задали, какое-то неадекватное сравнение коровьего молока с грудным, женщины, то есть, чтобы у вас штампы из головы у этого человека ушли. Мои вводные лекции, они у меня есть в блоге, там даже есть раздел вот мои для начинающих, вводные лекции. Теперь, потом дайте ему обязательно о печени мою лекцию послушать, о системе пищеварения, о воде, обязательно. И я вам скажу так, что ему необходимо то, что я сказал, плюс то, что с печенью, в итоге это инфопродукт по очистке, вот по расторопши приему, но в общем обязательно, знаете, что я советую? Вот как минимум инфопродукт по пищеварению, который сегодня представлен, у вас есть возможность приобрести, и по печени, ему, вот ему обязательно. Не хочет переходить на сыроение, а жить он хочет? Или он, что, верит в чудеса? Нет, нет, нет. Из кораллового клуба это исключительно вспомогающие компоненты. Продукты питания на 100% надо исключить, любые крахмалы, клей, макароны, хлебобулочные, картошка, рис на 100% на всю жизнь. Исключить любые животные белки, любые, мясо, белки, вот все, что касается животных белков. Ему это ни в коем случае нельзя. И ему нужно применять, вот тут, конечно, я очень советую трансфер-фактор, тут я советую, скажем, вот это комплексное на капустном квасе голодание минимум 35-40 дней. Значит, дополнительно ферменты, дополнительно витамин B17 найти в жидком виде, колоть. Это антираковый, мощнейший витамин. Витамин B17 в жидком виде, найдете. Значит, если не найдете семена абрикосов, замочить на ночь по 20-30 штук в день, ни с чем не смешивая, вот тем более, вот если есть, но это худший вариант. На ночь только в воде замочить, они немножко набухнут, и вот семян абрикосов, но те, что прорастают, там тоже витамин B17, но лучше в жидком виде. Вот, вот это обязательно порядки при любой форме рака, при любой. Целую курс, методику надо пройти. Помимо, это прям вот все вместе, да? Так что, очень многие люди с четвертой стадии лечатся, но что значит, я не хочу переходить на сыроедение. А что хочет он? Ну, пусть он выберет, он просто должен понять, от чего у него это произошло, что он хочет в жизни вообще и так далее. Если он хочет быть здоровым человеком, ну, значит, у него не будет этого вопроса. Глубина понимания важна. Так, коллоидное серебро в нос вводить можно, если слизь гной, зеленые сопли из носа, особенно если взять коллоидное серебро, хорошее у кораллового клуба, коллоидное серебро, можно его в блендере, ну, например, сделать 10-процентный прополисовый раствор. То есть, коллоидное серебро и прополис пчелиный, значит, сухой измельчить в блендере, выжимку сделать, постоит двое суток после того, как разбили, размельчили. Потом через многослойную марлю прям мембраны выжили, всё, у вас раствор осадочек упал, перелили, чистый раствор. И вот этим можно закапывать в нос. Это прекрасное средство и может храниться очень долго, годами, да, как раз гайморитов, синуситов и так далее. Но, чтобы избавиться от гайморитов, синуситов и так далее, нужно пройти методику голодания, потому что всё идёт от кишечника, а активизировать работу лимфатической системы, очистить, чтобы она могла в толстый кишечник выбрасывать свои продукты распада. Избавиться от грибков, потому что это 100% грибковые поражения в организме. А это мой инфопродукт, вот по грибкам как раз есть, да, я рекомендую, потому что, ну как сейчас я могу эти 60 страниц методик вам объяснить. Но основу основ, то есть, вот поэтапность действия я сказал и сейчас вам тоже вот говорю. Зубы выросли, конечно, да, зубы вырастают и в 90 лет, но опять-таки, конечно, это зависит от очень многих факторов и хватает ли при этом минералов ещё необходимых, в том числе кремний, магний, кальций, органических. Конечно, вырастают. Нет, ничего страшного, в капустный квас никакого выброса не будет, всё, напитается, в питательный раствор пойдёт. Процесс метаболизма, вода эта будет использована, переделана, перераспределена, уже использована бактериями, так что всё в порядке. Так, быстро, так, растительные белки кушать. Белки есть везде, в огурце, там 96% воды примерно, а на сухой остаток белка не меньше, чем в мясе, например. Вы это просто не можете понять. В любых растительных продуктах есть белки, над ними вообще зацикливаться не надо, их не нужно, не надо никого чечевицы, я не ем её 8 лет, не растительные белки. Я их ем, потому что я ем, например, укроп, петрушку ем, огурцы ем, томаты, там тоже есть белки. Не нужно их человеку много, это вообще маразм полный. То есть вот я даже вот, ну был я с одной женщиной, там знаком, так случайно познакомился, она профессор-педиатр, гастроэнтеролог, так сказать, и вот она потом посмотрела таблицу новой, потому что она ещё в академии преподает для повышения квалификации врачам, и она сказала, знаете, вы правы, норму белков уменьшили уже в 10 раз, ВОЗ. Так что, в общем-то, это понятно, надо же как-то, ну расписываться своей некомпетентности постоянно невозможно, люди же не умирают, вегетарианцы, сыроеды, миллиарды, ну не миллиарды, но сотни миллионов которых существуют, да, вот, а раньше-то было ещё больше, вот, и хотя бы даже поэтому понятно, что что-то не то с этими табличками, а с ними совсем многое не то, потому что незнание биохимии абсолютное. А животные белки, вообще высокомолекулярные белки для организма человека являются антигенами, то есть чужеродными агентами, которые надо уничтожить, и поэтому я объяснил реакцию антигена, антителок, белки уничтожаются, если они попали цельными в кровь, пошли, их надо уничтожить, и образуются яды, которые откладываются во всех полостях организма, поэтому синусоиды, полипы, гаймориты и так далее. Так, опять, лимонную воду при голодании пить потому, рекомендуют в том числе, что в некоторых случаях, да, она действительно, благодаря активным органическим кислотам, может растворять некоторые виды токсинов, шлаков, и быстрее участвовать в процессе метаболического раствора. Это иногда имеет место быть, но вообще, в принципе, не нужно. Так, размолк из крылопа яиц, усваивается из неё кальций. Но, в принципе, если яйцо не сварено было, то, конечно, да. Но, вообще-то, я не понимаю, зачем это надо, если вы кальций усвоите спокойно, из петрушки, укропа, сельдерея, кинзы, любистока, я не буду дальше перечислять из чего. Из абрикосов, из фруктов, из всего вы усвоите кальций. Что за мания кальций? Вы поймите там, чтобы кальций усвоился, нужен магний, нужен, чтобы он удержался в организме кремний, чтобы он усвоился, нужен витамин D3, и ещё специальный гормон, значит, который позволит усвоиться этому кальцию, а кальций нужно очень мало, ему не нужно много, если он, конечно, весь не уходит на реакцию нейтрализации кислоты, которая образовалась в результате потребления животных белков, там и так, тогда никакого кальция не хватает. А если этим не питаться, всем, значит, чужеродными белками и прочей гадостью, тогда кальций хватит вам в любой продуктах питания, а извините меня, если вы будете есть проростки кунжута, вы знаете, что в маке, например, 1350, ну, в среднем, миллиграмм на 100 грамм, так сказать, кальция, это больше где-то в 5 раз, чем в молоке, например, хотя в молоке, как бы много кальция не было, его всегда будет дефицит, если человек его будет пить, потому что там есть окисляющий белок козеин, на который уйдёт весь кальций на реакцию нейтрализации, ещё в 3-4 раза кальция не хватит, он возьмётся из костей, и так далее, и так далее. Или из продуктов, если повезло, вы едите эти продукты, какие содержат кальций, то есть тот же кунжут, мак, семена, вот и так далее, ну, это я к примеру, в растениях, в листьях, всё это есть. Конечно, слушайте, вот почему я, вот Елена, да, Гоноха, задал очень правильный вопрос, трансфер-фактор, но этого одного мало, чтобы отмечать, конечно, конечно, потому что правильная методика только одна может быть. Правильная методика в чём заключается? Это комплекс мер, комплекс, когда голодание природный механизм запускает очищение. Мы должны сделать так при очищении, чтобы мы не отравились продуктами метаболизма, то есть, значит, соответственно, это сорбенты, это промывание кишечника, кружка эсмарха, вот то, что я говорил, магнезия, это значит, что мы должны потом вводить в свой рацион, ну, капустный квас, например, как идеальный вариант, напитает, просто у нас питательные вещества уже, потом в процессе голодания минералы, ферменты, которые будут дорасщеплять, вот запустят, помогут организму расщеплять вот эти миомы и так далее, но миомы должны вывестись, вода, значит, должна быть активная, все правильно, коралловая вода, H500, гидросел, микрогидрин плюс иногда, как ощелачиватель, ну, и не только, у него там несколько функций, ну, в том числе, значит, вот, ну, кто-то может использовать качественные электролизеры и приборы, дорогие, комплексные фильтры с электролизерами, которые и ОВП, и коэффициент поверсного натяжения, это правильный, у меня есть такой в блоге, дорогие есть приборы, качественные, я говорю дешевый способ, простой, который каждый человек может, взять просто коралловый кальций, гидросел купить, это все будет на потраченный, так сказать, рубль, ну, это экономнее будет просто, ну, а кто-то, конечно, кто имеет возможность, купите хороший, качественный прибор, вот, например, у кого есть возможность, New Energy, который вот у меня в блоге тоже представлен, почитайте, посмотрите ролик о нем, но это он дорогой, конечно, а есть простой способ, я всегда говорю разные, чтобы любой человек мог применить, я говорю еще раз, есть методики, я даю своих инфопродуктов, где вы можете по, выбрать сами собирать сборы трав, это будет дефективней, вы можете там корень лопуха, например, использовать, отрыли лопух, 30 мл два раза в день, у вас, так сказать, ну, с определенными там травами, комбинациями, а потом настойки, начаги, ну, как я там говорю все, но тогда вы избавитесь от многих форм рака легко, ну, у кого есть, конечно, от полипов там и прочее, то есть, на любой, как говорится, вариант, как вы сможете, а то мне некоторые пишут, а я не хочу травы, я вот, мне проще где-то купить, я говорю, ну, значит, вот для вас такой вариант, так, синдром Жюльбера, билирубин, значит, там есть соответствующие нюансы, о них сейчас, поскольку мне надо на многие вопросы еще ответить, долго не смогу сказать, но первое, что вам необходимо, это восстановление печени и регенерация, вот то, что расторопши и так далее, семена, то есть, для вас вот это голодание, восстановление печени, вот все то же самое, но есть нюансы, они зависят от того, какое состояние, мне надо задать там, вопросы вам, я не могу это сейчас сделать, у нас ведь не с вами лично дискуссия, я в критических, ну, каких-то там, таких вот, ну, не то, что в критических, у меня времени на это очень мало, но индивидуальные консультации я тоже провожу, можете потом просто написать мне в блог, если уж совсем захотите, ну, мы можем с вами провести индивидуально, тогда я пойму, а дальше я расскажу методику лично для вас. Так, чистилась погоня, неделя на отварах, вторая неделя отвара, соки, потом по схеме начала капать цикламен, кто не знает, объясню, это корень цикламена, в нос капать, чтобы гайморовые пазухи очищались, это очень мощное средство, но правда, это опасное средство, оно иногда приводит к таким, ну, скажем, ну, не к параличам, но вплоть до остановки дыхания, то есть, там какие-то очень сильные свойства, спазмолитические и прочее. Вот, выходило, ну, у вас хорошо, видите, прошло много слизи из носа, очень хорошо, но появился отек, шум в ушах, запахи не слышу, вот, вот поэтому я говорю, так, прекратило капать цикламен, теперь не знаю, что с этим делать, запахи не слышу, вы просто слышу, вот сама Гонян, надо отдать должное, честно и говорила, что вы прямо так вот не рвитесь, не капайте сразу, сначала вот сок свекольный, например, капелька свекольного, капелька выжатого чеснока, чесночного масла, перемешайте, тоже будет хороший эффект, потому что это очень сильный средств, можно ожечь слизистую, рецепторы повредить, собственно, у вас, видимо, это и произошло, постепенно это восстановится, не волнуйтесь, но тут, я не знаю, ваше конкретное состояние, сколько вы голодали, как что, вероятно, вам надо напитать организм, подготовиться, вам надо обследоваться, нет ли паразитов, прочего, ну, может и нет, я всего же не знаю сейчас о вас, Оксана, но тем не менее, значит, восстановится это постепенно, конечно, тут не нужно никакого испытывать из-за этого стресса, ну, просто не надо так ретиво, так сказать, вот о чем я и говорю, почему я в своих методиках говорю, очень предостерегаю всех подводных вот таких камней, по поводу алкоголя, в капустную пасть, нет, алкоголя там никакого не будет, потому что эти бактерии, там нет сахаров, и, соответственно, вот этого, грибков там нет, которые дадут вам именно этиловый спирт в качестве продукта своего метаболизма, поэтому не опасайтесь, этого нет, иначе бы я не сказал, потому что я, как вы, ну, не знаю, нет, безусловный противник этого страшнейшего наркотика, этого яда, протоплазматического, я имею в виду, этилового спирта, поэтому ни в каких дозах, где настойки, у меня нет ни одной методики, вы не найдете, где настойки на спирту, везде водные вытяжки и другие, если мы говорим о травах, кореньях, не дай бог никакого алкоголя, никогда он не причинит, то есть все пользы трав сводятся на нет, там только энергетическое воздействие может идти, единственное, что по принципу гомеопатии, там, грубо говоря, по принципу остаточного малого вещества, но никогда, значит, больше эффект вреда, алкоголя перевесит всегда пользу любых, так сказать, этих. Так, теперь, в молочных продуктах тоже казеин есть, а где же он еще есть, скажите, пожалуйста, казеин – это молочный белок, он есть в молоке, если молоко отжать и сыворотку условно полезную вылить, то останется концентрированный казеин, который мы называем творогом, это концентрат, это просто убийство детей, если мы будем пичкать их этой гадостью, если мы из него сделаем сыр, особенно твердый, это просто преступление, потому что там уже в твердых сортах сыра даже бактерии не живут, они просто съели что могли и подохли, а мы это едим, твердый высушенный клей. Вы знаете, что такое казеин? Это столярный клей, который хорошо склеивали раньше, то есть столярные столяры пользовались старые изделия. Это, между прочим, в побелке до революции, знаете, как делали вот эти дворянские усадьбы, белые все эти двери, потолки, знаете, что делали? Брали алебастер, гашеную известь, молоко, творог разводили, и даже балки покрывали, были негорючие растворы, если добавлять определенный состав глины, там еще что. У меня вот строительные старые книги, дореволюционные и прочее. Вот на что миллионами пудов молоко шло. Вы почитайте про молоко какого-нибудь вот, ну, например, вот я все время привожу пример этот, как его, скульптор наш, Каненков, да, известный, великий скульптор. Вот у него он в детстве, которое проходило там, в 60-х, 70-х годах, 19 века, он говорит, мы жили состоятельно, у нас коровы были, но мы даже дети молоко не пробовали, потому что все дядя сдавал купцу на производство. Так, ладно, теперь дальше. Кисломолочные бактерии при непереносимости лактозы. А при чем тут кисломолочные бактерии и молоко? Лактоза – это молочный сахар, диссахарин. Ну, при чем тут кисломолочные бактерии? Вы просто из-за названия молока какую-то ассоциацию проводите, не надо проводить. Вот, например, когда капуста, квасится, вот это тоже кисломолочные бактерии работают, но молока же там нет, правда? Так вот, забудьте о молоке, никакое отношение к кисломолочным бактериям это не имеет, не более чем капуста. По этому поводу успокойтесь. Молоко – это, естественно, когда вы, как мать, кормите своего ребёнка. Грудное вскармливание закончилось, ребёнок перешёл на видовое питание. Как всегда у всех на нашей планете, всех видов животных, всех млекопитающих происходит, если человек будет против этого возбухать, он будет получать болезнь. Так, стоит большой пломб, ага, половина амальгамная. Таня, так, если всё вытаскивать, ставить другие, ну, конечно, лучше керамические, понятно, зарастёт со временем, ну, как зарастёт? Теоретически, да, но это очень долгий, сложный разговор. Вы знаете, всё-таки стоит поставить хорошие пломбы, конечно, без... Это в старые советские времена ставили, конечно, там, амальгамные, уж не знаю, ну, надо, конечно, поменять в идеале. Так, атереидит, конечно, лечится. Автоиммунные заболевания лечатся почти все, но только тогда, а не потому только неизлечимыми считаются, что наша доблестная медицина считает естественным потреблять животные белки. Пока вы это будете потреблять, а это и есть причина всех автоиммунных заболеваний, вы поймите, любые автоиммунные заболевания от витилиго до муковой сцидоза, от сахарного диабета первого типа до тереидита любого, это только из-за животных белков в пище. Нету другой причины. Нету другой причины. Пока это будет есть, они будут неизлечимыми. Если перестанете, очиститесь. Методики плюс дополнительные, ну, потому что есть нюансы, конечно, при любых болезнях, излечите 100%. Нет аппендикса, просто из пищи потребляете, разнообразываете так пищу, чтобы вводить их в хлорелус, пирулину, кунжутное семя, то есть в малых объемах высокая концентрация питательных веществ, ну, и белков тоже, аминокислот, соответственно. Вот так что будете жить, ничего, ну, что делать, так сказать. А бактерии, применяйте вот эти бактерии, культуры вводить, мегацидофилус, тот же постепенно, бактерии размножатся, если вы не будете их замещать патогенной микрофлорой, поедая вот это все, что не является пищей для человека, постепенно они возьмут верх и нормально все придет в порядок. Вообще, пока человек жив, все возможно. Так, теперь дальше. Опять. Почему, что же такое? Почему же кальция и сыром много усваивается? И это пишут те глупые люди, которые не знают биохимии и биологии, которые полагают, что если в молоке много кальция, он перейдет в творог, в сыр, меряют там кальций, а я вам еще раз говорю, вы понимаете, что там есть молочный белок козеин. Вы съели ведь не только отцедили кальций оттуда путем химических, лабораторных каких-то экспериментов, вы съели все подряд, весь сыр. Вы получили огромную концентрацию козеина. Чтобы этот белок расщепить, он, в общем, он из... Короче говоря, он оказывает страшное окисляющее воздействие. Но чтобы гомеостаз среды поддерживать, организм вынужден взять откуда-то щелочь, погасить эту кислоту излишнюю. И он возьмет ее откуда в первую очередь? Проще всего из того же продукта, где она есть. То есть кальций уйдет весь для погашения реакции нейтрализации, без остатка. И еще где-то в 3-4 раза кальция не хватит, он возьмется из костей, из крови, откуда угодно, ну, из костей через кровь. Там, да, принять. Откуда угодно поступит, да, вы только не изменить паш, например, той же крови. Потому что она примерно 7,43, если она будет 7,2, человек погибает. То есть даже вот так вот, чуть-чуть. Поэтому, откуда угодно кальций возьмет организм, разрушит себя. Поэтому у матерей зубы крашатся, волосы, ногти. Когда, по советам тупых врачей, они начинают есть творог при беременностях и так далее, разрушается их организм. А ребенку поступит все, пока у вас он окончательно не разрушится. Поэтому можете есть сыр, если хотите. А писать можно даже на заборе, что угодно. То есть разница в том, что написано в этих книгах, где идиот. Поймите, ну, слушайте, еще раз, давайте так. Вот эту книгу, китайское исследование прочтите, не просто профессор, это не просто Вася, врач какой-нибудь там, не пойми, который учился чему-нибудь и как-нибудь, а это человек, который, например, описал воздействие диоксинов. Это высочайшая наука, экстра-класса, да? Вот вы тогда просто все уже, ну, хотите авторитетов, почитайте это. Вообще четыре, вот мои три статьи по молоку, они полностью объясняют всю эту логику. У меня в блоге они есть, почитайте мои статьи о молоке и закончатся эти вопросы, да? Плохо я отношусь к кефиру. Что значит кефир? Вы что, берете молоко, которое уже там, должен был выпить теленок, хотите из него, путем внесения в него культуру грибов, из сахара, чего-то сделать, ну, там алкоголь как раз будет. Более того, там еще культуру грибков вы внесете в организм. Более того, еще процессы распада, разложения, ну, в процессе жизнедеятельности грибков будут еще токсины, которые они выделили. Так что я отношусь сугубо отрицательно к этому неестественному потреблению того, чего вообще не может быть в природе. Так. Скрип зубами во сне, ночью, это острицы. Ну, 99,9 десяток, что это острицы, могут быть аскориды еще, но, в общем, это 100% паразита, либо аскорида, либо острицы. Это 100%. Ну, а острицы, они выползают, у них каждый 20 дней цикл размножения, яйца инвазивны полгода, если даже их вылечить, потом вторичная инвазия, может быть легко. Поэтому мою лекцию в блоге найдете о паразитах, рекомендуемый инфопродукт приобрести о паразитах, и вы решите эту проблему, он легко раз и навсегда. То есть, а острицы вообще легко лечатся. Ну, раз-два. Даже коловады, в принципе, они теоретически уйдут все. Только вот повторное, а для этого надо знать цикл размножения, правила гигиены, как дезинфицировать вокруг все что. Вот это я все объясняю. Так, гепатит, ну, не страшен, ну, как страшен. Пока, то есть, идет борьба, разрушаются клетки печени. Пока у вас превалирует механизм синтеза, строительства клеток, то ничего. Но пока организм справляется. А потом может быть обратный процесс. И поэтому я скажу вам так, что регенерация клеток печени, убирать из пищи то, что привело к тому, что клетки печени стали разрушаться, постепенно укрепляя иммунитет, вот все это вы вылечите гепатит. Я же говорил, вы слушали вначале, что расторопши, только внедрение проростков семян расторопши вылечит клетки печени. Но там схема определенная методика. так, 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 так. Ага, еще. Кормлю грудью, когда вводить прикорм. Нам 7 месяцев. Ну, в принципе, пока вы можете, если питаетесь вы полноценно, вы обязательно применяете вот этот голозерный овес пророщенный, так сказать, кунжут, добавляете хлорелу, спирулину, ешьте вот эти вот зелени, жуйте хорошенько, чтобы газов не было и ребенку не передавалось через молоко, не смешивайте никогда там углеводистые вот эти, ну, там, скажем, фрукты или с орехами, ни в коем случае, чтобы брожения не было. И так, то есть, питайтесь нормально, но уже где-нибудь с 8-го, 9-го года можете давать морковный сок, сначала разведенный пополам с водичкой, даже 2-3 воды, потом постепенно уже вот нормально. Вы можете давать там тот же размолотый, вот это конопляное молочко, вот это, у меня в блоге есть, там описано, как это делается. Вы можете давать, например, ну, что, значит, кунжутные вот эти семена размалывать, также давать такое вот, значит, белозерный овес из него, вот это молочко, тоже давать по ложечке, так сказать, постепенно. Все получит ребенок, ну, пока вы молоко кормите, ну, а дальше, соответственно, уже постепенно будет переходить на более разнообразное питание, хотя это уже и так очень разнообразное. Так, да, вы пишите, Оксана, как лечить демодекс, демодекоз, может, вы имеете в виду, то есть, подкожного клеща, как убрать. Ну, у меня есть, это долго объяснить сейчас, но это есть у меня инфопродукт маленький такой, специально, вот по кое, ну, там демодекоз одна из составляющих частей, то есть, есть такой. А шунгитная вода, следующий вопрос, не будет ли действовать как антибиотик? Да, вы правы, она будет действовать как антибиотик, поэтому долго ее применять нельзя, что может повлиять на, скажем, то, что кишечная микрофлора не будет восстановлена, скажем, ну, когда вот есть, скажем, какие-то дисбактериозы, когда, так сказать, инфекции, вот тут как раз шунгитная вода очень хорошо, постоянно ее пить не надо. Так, добавляю банан, цитрусы, ягоды, яблоки, что, так, какие-то нормы по воде, так, готовлю на воде и много пью. Ну что ж, вы можете пить и литр зеленого коктейля в день, в принципе, только минимум там цитрусовые уберите, я рекомендую, не буду сейчас объяснять долго почему, банан можно, в принципе, ягоды тоже, яблоки, ну, в принципе, особенно черные ягоды, если грибков нет, кандидоза, да. Ну, благодарю я вас, я вот тоже к тому подхожу, что уже, в принципе, у нас сегодня с вами уже что там, 3 часа, ну, в принципе, для моих лекций это не так много, нормально, так, 24 часа уже, ну, нормально. Так, теперь смотрите, еще раз скажу, видите, сверху чата находится такое заказать обучающие курсы ЮАФРОЛОГа, вот если вы туда мышкой тыкните, вы увидите сегодняшнее наше предложение к вам, ко всем. Там 4 вида инфопродукта, да, которые очень важны, это методики лечения заболеваний органов системы пищеварения, сочисткой, сочисткой, печени, поджелудочный, желудочно, второй продукт, третий по лечению лимфатической системы, заболеваний почек, прочее, четвертый продукт там, значит, по-моему, по грибковым инфекциям. И вот есть весь комплект, ну, это очень интересное предложение, где за 12 тысяч, то есть всего за 3 тысячи за продукт, хотя они стоят номинально по 5 тысяч, сегодня можно будет приобрести, а каждый отдельный сегодня продукт, какой вы захотите, какой вы посчитаете нужным, будет стоить 3 500, то есть вы можете прямо сейчас это сделать, зайдя, заказать, выбрать, там подробное описание, посмотреть, или завтра. Ну, завтра, вот, по-моему, последний день продажи, то есть будет только один день. Так, ну, я вот тоже вас хочу поблагодарить за то, что вы оказались, в общем-то, людьми неравнодушными, и пытливого ума, вы хотите понять, и правильно, потому что нужно все пропустить через свою меру понимания, через разум свой, интеллект, потому что просто тупо верить, ну, просто вот нельзя, и мне не надо. Я, моя задача была всего лишь донести до вас, то, что я знаю, это законы природы, как они есть на самом деле. И вот только тогда человек к этому приходит выводу, все честные ученые, все, вот, понимаете, я был поражен, еще раз скажу, когда я читал Кэмпбелла, профессора, что, понимаете, человек, который вырос на мясной ферме, умерли родители рано, тетя вообще от рака, там, 51 год, ну, все нормально, стандартно. И вот он был уверенным мясоедом, смеялся над веганами, все как всегда, да, тем более он профессор, все. И потом он понял, что он был идиотом, он просто понял. Он понял и изменил себя, свою жизнь вокруг себя, своих близких. Ну, посмотрите меня в лекции, ну, если вы хотите авторитетов, один очень известный академик, кардиохирург, вот ему 100 лет исполнилось в прошлом, ну, вот, году, сейчас 101, ну, у меня в лекцию найдете, ну, не лекцию, он там немножко рассказывает, интересно, в блоге найдете тоже, да. Вот, это, понимаете, такие ненужные частности. Я мог бы вам сейчас привести другие, ну, зачем они нужны? Я вам сегодня же рассказал, как реально устроены, биохимические процессы. У вас есть теперь возможность изменить свою жизнь, жизнь своих близких детей к лучшему, повернуться к природе, не задом, а лицом, и жить здоровой жизнью, у вас будет этот шанс. Теперь, если вы захотите, вот, так что теперь все от вас зависит, ну, захотите моих лекций, других посмотреть, посмотрите, найдете у меня их обязательно в блоге, ну, и вот, собственно, так вот. Так, вот. Ну, что ж, спасибо, дорогие друзья, вам благодарю за, значит, теплый, так сказать, прием и отзывы. Я надеюсь, что моя лекция действительно была вам нужна и полезна. Мои инфопродукты, которые действительно бесценны, вы можете приобрести, ну, если захотите, а теперь я передаю слово нашим уважаемым, значит, соответственно, организаторам, медицине и хочу попрощаться с вами, дорогие друзья, до новых встреч, всего вам самого лучшего, будьте здоровы, будьте разумными людьми и все в ваших руках. Юрий Андреевич, благодарим вас за лекцию, как всегда, очень много полезной и информации донесена так, что понять ее может абсолютно каждый. Вот за это вам отдельная благодарность и надеемся, надеюсь, что снова в ближайшее время вас увидим на нашем проекте и также, чтобы не быть голосовленными, хочу сказать, что выходные, к выходным мы с вами еще подготовим для наших зрителей и ближе. Так. Да. Всего доброго. Всего доброго. Так, дорогие друзья, закончилась наша с вами замечательная лекция. Юрий Андреевич, информация, начинать очищение организма, почему это нужно делать, как это можно сделать и все это с массой нюансов, очень полезная информация. Я, знаете, даже тем, кто смотрел нас сначала, очень рекомендую еще раз пересмотреть эту лекцию внимательно, вдумчиво. И я думаю, что все получат из нее очень много полезностей, скажем так. Вот. И также напоминаю о том, что прямо сейчас вы можете заказать обучающие курсы от Юрия Андреевича. Ну, если честно, конечно, наиболее выгодно и наиболее полезно это комплексный пакет, когда вы целых 4 видеокурса приобретаете по цене всего 12 тысяч рублей, то есть это скидка в 8 тысяч рублей по сравнению с обычной ценой. Но для тех же, у кого уже есть, может быть, какие-то курсы от Юрия Андреевича, вы можете приобрести курсы и по отдельности. Вот, нажимайте баннер, просматривайте информацию, все еще подробно описано, что в каком курсе есть, что вы получаете и оформляйте заказ. В ближайшее время с вами свяжутся наши специалисты поддержки, помогут вам с оплатой, с оформлением и с всем прочим. Вот. Далее, далее, далее. Также хочу сказать, что вы можете всегда приобрести все записи нашего проекта. Вот для того, чтобы как раз вот такие вот полезные информативные лекции вы могли в любой момент пересмотреть и освежить в памяти информацию, которую мы с вами получаем от наших спикеров. Что еще? Огромная вам благодарность за то, что вы всегда активны, за то, что несмотря на довольно поздний час, у кого-то уже ночь, я знаю, но вы с нами, пишите комментарии и отвечаете на все наши вопросы. Вот за это вам огромное спасибо. Вот. И напоминаю, что завтра мы с вами встречаемся, как обычно, в 7 часов вечера по Москве. Завтра у нас выступит интересный специалист, тоже яркий, узнаваемый, тоже яркая, узнаваемая личность, как Юрий Андреевич, но с другой методикой, другой спецификой. Завтра у нас впервые будет выступать Александр Семенович. Я думаю, что тоже многие о нем знают. Вот. Поэтому настраиваемся, продолжаем настроить на серьезную работу, пересматриваем сегодняшнюю лекцию Юрия Андреевича Фролова и приобретаем курсы, чтобы оздоровиться полностью, избавиться от всего ненужного и жить по-новому. А на этом я с вами прощаюсь. Спокойной ночи и завтра ровно в 7 часов жду вас здесь же. Всего доброго. Пока.